Свадьба Супер. Теперь жених берет невесту на руки, да он в ЗАГС опаздывает. У-у-у, Лёх! Тебе что, аську поднять с лобок? Да ты че? Еще не вопрос, че ты? Поддержим! Давай! 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 Чтобы в этой славе было вместо волос, и неба было мало, и земли! Илюшик, Илюшик, ну как-то очень больно. Может, если не очень, сначала ЗАГС заскочет? Мама, ну все равно по пути. Извините, я свадьбы сегодня не буду. Здрасте. Здравствуйте. Так, ну что, прооперировали паховую грыжу, с завтрашнего дня можно будет потихонечку ходить. А, а жениться когда можно будет? У нас просто свадьба через неделю. Там у него все заживет? Ну, до свадьбы, конечно, все заживет, только больше никаких мешков с цементом. Мешков с цементом? А че я, по-твоему, должен был сказать? Что лошара невесту уронил? Я говорила, не надо было меня поднимать. А я тебе говорил, не надо было столько жрать. То есть, по-твоему, я толстая? Асек, ну есть малеха-то. Слушай, Асек, давай ты похудеешь. Килограмм на пятнадцать. Лучше на двадцать. И сразу свадьбу забацаем, а? Леш, ну раньше тебя эта малеха не смущала же. А мне в некоторых местах даже нравилось. Раньше я тебя не поднимал. А потом меня заставили. При пацанах только лохануться. Посмотрите-ка на него. Бедный. Мало того, что жениться на корове пришлось, еще и поднимать ее заставили, да? Слушай, а может, ну это свадьба, Асек? Мы бы тебе еще тогда предали. Да! Здоравливай! О, Королева! А мы тут хотим от трудового коллектива тебя поздравить. Спасибо, но свадьба отменилась. А почему тогда опоздаем? Извините. О, привет. Привет. Как там, Леха? Отлично. Бреже вырезали. Ей совесть. Представляешь, вот это. Ну, которую вчера возле восьмого дома жених уронил. Угу. Она салатами в магазине торгует. Ей бы, конечно, кефира без жирины продавать. Ну, ладно, ладно. Все, давай, пока. Девушка. Здравствуйте. Здрасте. А можно мне и селедку под шубой грамм четыреста? А жира не будет? А чё ты вы мне хамите? Ну, он не может. У меня жених на свадьбу уронил. Хм. Да как он вообще тебя поднял? Ты чё ты сказала? А чё слышала? Шубу давай. Шубу. Надь! Вот Аська даёт. Королёва! Тебя в жених на свадьбе бросила. Уволена! Ура! А давайте за то, что все мужики казали. Ну, один точно. Дурак, ешьте? Да. Так вот живёшь-живёшь, потом бац себе. Ни свадьбы, ни работы, ни мужика. Ты так-то вообще не помогаешь. Ась, я на работу. Закрой. До свиданья, девочка. До свиданья. До свиданья. Так, и на сутки много не пейте. Ну, или хорошо закусывайте. Лита, Ась. Ну, сработать не горячись. Кризис на дворе. Попросись обратно. Мам, я сама разберусь. И с Лёшкой помирись. Ты никакой ожениться на тебя хотел. Мам, иди уже, а. Да не могу, я опять заклинила замок. А вот был бы мужчина в доме, он бы починил. Ну, зря ясь-ка там. Лёха, конечно, не фонтан, но это её потолок. Да, сейчас вообще найти мужика конкретный геморрор. Со скиным бампером так. А чё не так с моим бампером? Да не, Ась. Всё в порядке. Это мы просто… Просто… Значит так. Взяли свои стройные ноги, свои стройные руки и пошли вон отсюда. Ась, чё ты завелась? Вон, я сказала. Ну что, потолок? Думаешь, не найду никого лучше тебя? Да запросто. Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Кружит, кружит, кружит. Как жить? Кружит голову, пойду, паду. 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 Кружит голову, паду, паду. Кружит голову, паду, паду. Кружит голову, паду, паду. Кружит голову, паду, паду. А не вижу их, что не польза А мы не пошли, а мы должны быть взглядом Разве пошли, как мы чувствуем, что мы снова с ним А мы не так и не пошли, а мы должны быть взглядом Что мы золотой любовь, оказалось вокруг тебя весь мир дружит Одиночество – сколочь! Одиночество – спула! Я не чувствую в сердце, я не чувствую в руку! Я сам... Музыка! А ты классно поешь? А ты еще не знаешь, как я целуюсь? А ты классно поешь? А ты классно поешь? А ты классно поешь? А ты классно поешь? Привет. Ааааа! Ты кто такой? А где тот красавчик, с которым я вчера? Видимо, со мной вчера отцеловалась не ты, а литр-мартини. Текилы. Ну что, давай знакомься заново. Я Борис. Я походу лыжанулась. Блин, девки правы, классные мужики, это вообще не про меня. Супер. Прости, но мне просто вчера показалось, что ты такой спортивный, накачанный. А я толстый. Да. Извини, если я тебе тут все жиром заляпал. Кстати, ты тоже не балерина. Я жирная корова. Я мисс фитнес-бикини, мисс кроссфит. И так, еще по мелочи, мастер спорта по художественной гимнастике. Супер. Вот только звание и прибыль не приносит. Надо продавать себя клиенту. Олег, тебя это тоже касается. Мини. Да, не будете набирать норму персоналок, уволю к чертовой мати. Вообще-то я тренера, не продавец. А вы с Володей берите пример, он тоже не продавец. Но у него на йоге полная группа. А у тебя, Раф, на танцах три с половиной коллеги. Вообще-то я беру качество. Ты бери количество. Количество я беру в нерабочее время. А на работе я с посетительницами не сплю. Ложь портит карму, Рафаэль. Зависть тоже. Короче, не будете работать и приносить прибыль клубу. Оптимизирую на улицу. Все. До свидания. Какая муха витамины укусила? Антикризисная. Здрасте. Здрасте. Мир, рожай быстрее. Не могу. Врач сказал, еще три недели. Я не об этом. Объявление повесишь уже наконец. Добрый день. А вы не на собеседование? Нет, я худеть. То есть абонемент хочу купить. У вас на сайте написано, что пробные занятия можно взять. Что значит можно? Нужно. Я Олег, ваш будущий фитнес-тренер, а это моя визитка. Но это если вам нужна груда мяса. А если изящная фигура, то я ваш будущий тренер. Меня зовут Полина. Разработаю для вас систему персональных тренировок. А я систему спортивного питания. А я программу сушки. А я... А я бы клуб для начала посмотрела. Ну, если можно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, начнем с ней рохнуть нагрузок? Чего? Побегаем. Ну что, продолжим экскурсию? Я думала, мы закончим. Мы только начали. Адху-муха-шванасана. Собака мордой вниз. Встаем на четвереньки. Кисти на уровне плеч, колени на уровне бюджет. И выталкиваем ваши чудесные тазы назад и вверх. Растягиваем спину. Тут у нас занимаются йогой. Йогой, милая Полина, не занимаются. Ее практикуют. Вообще бабская тема. Но для растяжки нормальной я тоже иногда практикую. А? Да, мы фиксируем асану. Закрываем себя от негативного яныша. Голодь, давай уж собаку мордой вверх. А то у них сейчас гипертонический крест будет. Да, мы переходим в позу ребенка. Здрасте. Здрасте. Новенькая? Ага. Тогда сначала ко мне. Помин. Моя любимая поза. Королева. Не замужем? Нет. Супер. Вот, например. Анатолий. Ничего себе экземпляр. 35 лет. Волноватый, правда. Но ты тоже недвеймовочка. Или вот еще. Артур. 42 года. Работает в управе района. Серьезный мужчина, хоть и рыжий. Так рыжим как? Вот еще лысый есть, но это совсем на любителя. А зачем мне все это показывать, да? Ну ты что, замуж выйти не хочешь? Спасибо, я уже раз вышла. Не дошла, правда. Тогда тебе точно к нам. Я за полгода работы, семь браков организовала. Не считая гражданских. Мне похудеть как-нибудь, а там я уж сама. Попробуй. Давление в норме. Противопоказаний никаких не вижу. Не беременна? Ой, ца-ца-ца. Вот. А познакомилась бы с Артуром, через год бы уже родила. Да. Вам парень никогда не скажет, что его толстый. Вот. Типовой договор на годовой абонемент. Как говорится, деньги в кассу, тело в зал. И вам еще нужно будет персоналки взять. Тренировки персональные. С тренером. Ну, штук десять. Лучше пятнадцать. Да. Да. Лучше пятнадцать. Пятьдесят тысяч? Да. Плюс по тысяче за каждую персоналку. То есть, если пятнадцать тренировок, плюс пятнадцать тысяч. Ну, можно и десять. Да, можно десять. Ну, у меня нет таких денег. А нет сейчас или нет вообще? Нет сейчас. Ну, и вообще. У меня кредит на свадьбу, и с работы я уволилась. А у меня обед. Как говорится, любишь качаться, люби и питаться. Вам удачи. Ну, что мне теперь делать? Жрать меньше. И вокруг дома бегать. Девушка, стойте. Девушка. Как ваша фамилия? Я вас на танцы запишу. А не получится. На йогу пошли, да? Нафиг я пошла. Нет у меня таких денег, чтобы у вас абонементы покупать. Жаль. У нас, конечно, дико дорого. Хорошо, что я здесь работаю и могу так заниматься. Хотя, если группы не наберу, тоже нафиг пойду. Скажите, у вас сотрудники все бесплатно могут заниматься? Ну, кто не беременный, могут. Остальные ждут, пока начальство группы для беременных откроет. Хотя я лично считаю... А кто вас тут на работу берет? Для менеджера по продажам... Здравствуйте, у вас нет квалификации. Как это нет? У меня, между прочим, высшая экономическая. Тогда нет опыта. Я салаты трехгневные продавала в кулинарии. После этого вообще хоть что могу продать. Вот. Для кулинарии вы как раз подходите. Я бы вот у вас с удовольствием какую-нибудь левьешечку, какую-нибудь правду покупил. Но для спортивного маркетинга вы в конституции не вышли. Да что вы говорите? Да я на вас суд подам за дискриминацию по весовому признаку. Тихо ты! Здесь спортклуб, а не рынок. Ну, прошу прощения. Хорошо. Продашь абонемент первым, кто сюда зайдет, я тебя беру. Только абонемент самый дорогой, с полным пакетом тренировок. Что это... Знаю я, сколько он стоит. Ну, прекрасно. Удиви меня, продавщица Салатов. А вот и твой первый клиент. А можно я продам второму, кто сюда зайдет? Привет. Спортом надумал заняться. Ага, уже передумал. Борь, погоди, надо поговорим. Ничего себе, ты даже помнишь, как меня зовут? Я все понял. Поговорим? Боря, мне очень нужно, чтобы ты купил у них абонемент. Помоги мне. Да, помочь. Мне кажется, я тебе вчера помог, когда ты пьяный виск к роге притащил и спать уложил. То есть сразу спать у нас ничего не было. Супер. Так, все, я пошел. Боря, ну погоди. Я имею в виду, отношения должны развиваться на трезвой голове. Ну, что все помню, понимаешь? А я все помню. А ты меня жирным уродом назвала. Ну, у женщин свои формы выражения чувств. Смотри, этот кулек калорий еще здесь. Я ее знаю. Она в соседнем подъезде живет. Я позавчера на свадьбе жениху ронял. Да ладно. Да. Там куча всяких бонусов. И всего 50 тысяч. 50 тысяч. Десятку тебе добавлю. Больше не могу у меня кредит. Хорошо. Добавляешь десятку и сейчас меня при всех целуешь. Прямо здесь? Прямо сейчас. Смотрю сейчас. Нам не без разницы, смотрят или нет. Давай так, считай до трех, я потом ухожу. Раз. Два. Виталий Ленеевич. На. Ой, я рожаю. Помогите. Ты с ума сошла? Здесь же люди. Тихо. Покойно, спокойно. Ну все. Договор я подписал. Денежку заплатил. Так что с тебя десятка. Ну отлично. Добро пожаловать в мир спорт. Через год ты себя не узнаешь. Я себя уже не узнаю. Добрый день. Я так понимаю, вы у нас новичок. Да. Полина. Борис. Очень приятно. Могу предложить для вас персональную систему тренировок. Да, Борис, персональные тренировки вам однозначно нужны. В этом деле главное с тренером не ошибиться. поэтому рекомендую вам Олега. Отличный выбор. Не бабская. Где вам мужиков тренировать? Виталий Минеевич! Договор на годовой абонемент подписан. Так. Где мое рабочее место? Блин, здесь садись. Язык у тебя подвешен в голове. Вроде тоже что-то есть. Так что, ресепшн это твое. Вообще-то мы договаривались на должность менеджера по продажу. Вообще-то по поводу менеджера мы шутили. А по поводу ресепшн серьезно. Так что либо садись здесь, либо гуляй. Ася! А заниматься бесплатно можно будет? В свободное от работы время. Ладно. Говорили. Вечером за формой зайди. Ага. Ася! Я подумал, может быть, мы встретимся как-нибудь? Конечно, встретимся. Я теперь тут работаю, ты абонемент на год купил. А встречаемся. Новенькая, в зал зайди. Есть один вопрос производственный. Добро пожаловать! Поздравляю! Дорогая Аля. Ася. Неважно. Сегодня ты влилась в наш дружный коллектив. И стремительно так влилась. И вот чтобы коллеги могли лучше тебя узнать, я нашла в интернете одно видео с твоим участием. Хорошо? Ну что, друзья? За нашу Асю, при виде которой наши клиенты будут еще больше хотеть похудеть. Откуда в тебе столько злости? Да не вытирайся ты! Смотри в кожу. Для лица полезно. О, здорова! Здорово! Ты что, полетел-то куда? Майскал, ты тут тебе работаешь, да? Ну, допустим. Ну, прикольно, что? Ты что, Асюк? Ну, ты не гони, что ты? Ну, вскипел мальца, ну, бывает, мне же мужик. Ну, мне иногда положено. Да? Короче, ладно, ты это, можешь не худеть. Ты мне такая нравишься. Реально. А, на, кстати, забыл. Ну, а что, мамка моя тебя любит? Любит. Готовишь ты классно. Что еще надо, да? Со свадьбы порешаем. Еще. Федь, я сейчас... Да хорош! Слушай, пару минут повиси, я сейчас освобожусь. Ну, что это? Все по-сторому, забыли, да? Нет, Леша, не хочу по-сторому, по-новому хочу. А это как? Это без тебя, Леша. Алло, Федь, он освободился. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро. Доброе утро. Мне, пожалуйста, толстушку с программы, как обычно? Нет, гламур и фитнес. Спасибо. Здорово. Была у меня карта чернохожая бандитка? Нет! Здрасте, простите. А ты не у меня прощения просил, а у гостей, которые тебя на ресепшене заждались. Там же нет никого. Именно поэтому ты до сих пор здесь, а не на бирже труда. Она утвердила тренеров и поправь, если что. А это что? План захвата Монголии! График тренировок на неделю. Павлин, забери это чудо на курсы молодого бойца. Вот твой сержант до сегодня. Переодевайся и марш работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь включается солярий. Нужно поменять полотенце, звонишь сюда. Доброе утро. Доброе. Вот сюда, да? Это записный массаж. Оу. Неужели это может быть что-то важнее меня? Вообще-то да, Боря, я тут работаю. Я вообще здесь тоже работаю. Ну, а в этом бизнес-центре. И вот до работы решил прийти и позаниматься. Ну так и занимайся, Боря. Ну так ключ мне дай. Ваш ключ, Борис. Хорошей тренировки. Спасибо. Полина, вы очень чуткий и отзывчивый сотрудник. Все бы так. Все просто. Берешь карту, прикладываешь к терминалу. Выдаешь ключ, карту кладешь на место ключа в ячейку. Здесь сразу видно, чья это карта. Полин, если честно, я думала, что мы после вчерашнего не сможем нормально общаться. Послушай, девочка, я профессионал. Видеться в клубе нам придется каждый день. Лишние проблемы не нужны ни мне, ни тебе. Так? Так. Отлично. Забываем обиды, приступаем к работе. Ага. Здравствуйте. Я бы хотел поменять тренера. Я больше не хочу заниматься с Олегом. А почему? Да потому что этот ваш Олег орет на меня, как дикий. А я ему не мальчик. Так. Я хочу уважения. Спокойно. Не переживайте. Мы найдем вам другого, хорошего тренера. Ась, утверди графики пока. Я не хочу хорошего. Мне нужен лучший. Тогда вопрос решен. Вас буду тренировать. Я. Спасибо. Пожалуйста. Пометь, у Олега минус один. Ага. Давай, 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 давай. Девять. Еще разок. На характер. Лодки поднимай. И десять. Нормально. Для пятиклассников. Шесть тренажеров на разные группы мышц. По десять повторений. Итого три похода. Это и называется круговая тренировка. То есть сейчас это был только первый подход? Считать ты умеешь. Дальше сам справишься. А я посмотрю. Давай пошел, водички попил. И на второй круг. Девчонки. Девчонки, посмотрите за ним. Пошел, пошел. Олег, проверь график своих занятий, все верно. Так. Угу. Да, вроде все в порядке. Ага. И у тебя минус одна персоналка. Кто слился? Ну такой лысый. Вот и шлепок, а! Он меня пятер за неделю скинул. За неделю? Олег, а что ты мне посоветуешь, чтобы я тоже пятер за неделю сбросила? Купить мои персоналки. Ладно, рассылай булки. Иди переодевайся, покажу тебе кое-что. Через год фигура как у Шварца будет. Шучу. Шварц уже не котируется. Как у скалы Джонсона. Давай-давай, пошла! И татуху тебе сделаем. Вот такую вот. Благо есть где. Гиперэкстензия чумовая штука. И калорий сжигает, и спину укрепляет. Гиперэкстензия звучит как болезнь. Скорее как лекарство. Будем тебя лечить. На меня смотри. Работай. На четыре. Раз, два, три. На этом тренажере укрепи мышцы спины. Только сразу тяжелые веса не поднимать. Ясно? Ну, понятно. Я же девочка. Привет, Олег. Привет. Дядя, что это? Знаете? Я в самолетах качаю за рулем. Качаю там, где можно. Качаю, где нельзя. Качаю там, где можно. И давай, здесь все просто. Как в школе. Мне в школе с убождением было. Мне мало врать. Когда считаешь, что ты легла, а конфеты в ногах оставила. И еще два раза. Раз. И еще разочек последний. Есть. Боря, да сколько можно? Хватит со мной ходить. Это вообще-то у меня круговая тренировка с Олегом. Да. Давай, поднимай свой мамон. Раз. И раз. Давай, ты же не баба. Три. Да. Вот тут Лиза от тебя ушел, потому что на него кричал. Ну, я по делу. Ну, понятно. Надо попробовать их помягче. И люди к тебе потянутся на персоналки. Не устал? Хорошего дня, Ирина. Ой, простите, это видимо не ваша карта. Девушка, я не могу по своей карте выехать с парковки. Посмотрите, что происходит. Пожалуйста, Петр, вот ваша карта. Всего хорошего. А моя тогда где? Девушка, можно побыстрее? Да, да, сейчас. Новенькая, видимо, по работе в магазине соскучилась. А, уважаемые гости, прошу прощения, произошел непредвиденный технический сбой. Сейчас мы все... Что происходит? Карты с гостями не совпадают. Сейчас наш опытнейший сотрудник все наладит. Полиночка, будь добра, на секунду. Ну, конечно. Кто, если не Полина? Минуту терпения. Да. Девушка, включите солярий на пять минут. Да, конечно. Иди отсюда, чтобы глаза мои тебя не видели. Куда? Не стали мне указывать точное направление. Графики утвердила? Ты его сосна заболтала, что ли? Я не понимаю. Буквально 30 секунд. Сейчас, сейчас все уладим. Паша, карта, Игорь. Хорошего дня. Игорь, всегда с удовольствием для вас. И последний. Хорошо. Закончили. Характер есть. Все остальное накачаем. Спасибо. А придете ко мне на персоналке, мы с вами и живот уберем, и грудь подтянем, и большую ягодичную в орех превратим. Вот, сейчас там жирок пока. Я понял. Я пойду на групповые схожу. Сходите. Да, посмотрю, что там. Если что, я. Знаете, где меня найти? Да, да. Бачата – это отличная возможность не только раскрыть свою сексуальность, но и неплохо похудеть. Базовый шаг в сторону. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. На секунду. Прости, что отвлекаю. Проверь график своих занятий. У вас тут реально худеют? Конечно. Пока танцуешь, ты же не ешь. Так, клади папку, вставай к нам. А встаем с парой. О, проходите. Партнеры нам очень нужны. Да нет, я просто посмотреть. Лучше один раз танцевать, чем сто раз посмотреть. Вот и пара для вас есть потрясающая. Так, встаем в пары. Тот же самый базовый шаг, но в парах. И раз, два, три, четыре. Танцуем, повторяем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. У тебя неплохо получается. Слушай, я хотел спросить насчет Олега. А он, точнее у него есть девушка? Не знаю, тебе что. Да, просто мне кажется, он тренер не по девушкам вовсе. Да, он в основном с парнями заменяется. Так ты и понял. Не отвлекай, а? Ага, спасибо. Кладем руку на талию, либо на бедра партнерши. Шаг по кругу и… Ну что, не знаешь, где талия находится? Ну, он сказал, что можно. Нельзя! Иди он с другими бедрами танцуем, мне работать надо. Достал. Ой, Людмила, извините, я сейчас все подниму. Давай скорее. Обожаю пиццу. Я тоже. Тише ты. Ты же знаешь, у нас тут все за правильное питание. Особенно я. Чего стоишь? Пошли. А ты чё такая заведенная по коридору летела? Да я сегодня персонаж среди гостей. Пристает ко мне, лапает. Вот ты чудо-баба. Радоваться надо. А ты психуешь. Угу. У меня сейчас вообще не до отношений. Я с парней недавно рассталась. С женихом. А что случилось? Изменил? Нет. Я не хочу об этом говорить. Ну, не хочешь, не надо. А кто к тебе тут клеится-то? Ой, да ну его. Осенний мой типаж. А какой твой типаж? Ну, говори, говори. Чтоб высокий был. Так? Ну, не очень. Ну, чтоб выше меня. По фигуре. Ну, я понимаю, что миссер-селенная на меня не клюнет, да? Ну, короче, чтоб не сильно толстый был. Ну, чтоб я худее казалась. Симпатичный. Воспитанный. Чтобы работа приличная была. Главное, не в полиции. Ну-ка, глянь-ка. Какой я тут? Юрист. Нарисовался. С твоими параметрами. Недавно занимается. Ничего, тогда? На троечку. Все, спасибо. Я тогда папку сам передам. Как танцы? Хорошо. Кардио и координация, опять же. Кардио можно и на беговой дорожке тренеть. А координацию мы с тобой на ринге поставим. Держи. Классная тема. Протеиновый батончик. Очень полезно после нагрузок. Особенно после железа. Ну что? Записывать она завтра? Нет, я пошел еще подумать, Денек. Ты подумай. Думать это очень хорошо. Но вот такой вот пресс… Это еще лучше. Потрогай. А? Чувствуешь нижнее? Да. Девушка, вы меня на сколько солярий включили? На пять минут, как вы просили. Я знаю, что вы там включили, только в итоге я просидела почти пятнадцать. Когда заметила, уже вся сгорела. Я не знаю, как так получилось, но… Давайте я вас хотя бы кефиром намажу. С ума сошли! Какой кефир у меня ожоги по всему телу! Новенькая сегодня прям жжет. Девушка, я приношу свои извинения. Опять какой-то технический сбой. А пойдемте, вам окажут первую помощь и компенсацию обсудим. Ну, ты сегодня прям в ударе. Я уверена, что я включала на пять минут. Валин, скажи, а ты не могла, когда здесь на ресепшн оставалось, случайно что-нибудь нажать? Могла. Случайно, естественно. Слушай, карты перепутала, посетительницу сожгла. Такими темпами ты даже до вечеринга тянешь. Ты… ты меня подставила. Девочка, что ты несешь? Просто нужно ответственнее подходить к своим обязанностям. А вон, посмотри, у тебя даже на рабочем месте. Такая грязюка. Ты стерва. Ты… ты просто двуличная стерва. Никто не смеет надо мной издеваться, поняла? Поэтому я сейчас пойду и все расскажу Виталию Миневичу. Ну, и как ты думаешь, кому он поверит? Ты за рукой толстухи, который знает второй день, или с моим лучшим тренером? Запомни, девочка. Фитнес – моя территория. Ты здесь работать не будешь. Всего лишь вопрос времени. Ты чего такая напряженная? Потому что меня напрягли, Володя. Да я кожей чувствую волны негатива. Пойдем покажу пару асан для снятия стресса. Мне работать надо. В работе главное – это внутренний покой и гармония. А… Знаешь что, Володь? Самое главное – это мой внутренний покой, да? Э-э-э, ты куда пошла? Полина, береги горловую чакру. Эта асана помогает свить нервное напряжение. Расслабиться. Ага. Давай, дыши, дыши. Хорошо, хорошо. Прости, Володь. Чего? Видимо, расслабиться-то не мое. Боря, скажи, ты реально не понимаешь, что твоя настойчивость переходит все границы? Я же тебе четко дала понять, не надо за мной бегать, как собачонка. Ты сюда чего пришел? Худеть? Вот и худей, тебе полезно. Ага, ты папку на танцах оставила. Я не понимал, а что ты там себе напридумывала? Бегаю я за ней, да. Ты когда себя в последний раз в зеркало-то видела? Кто за тобой бегает, когда тут такие девчонки вон подтянутые, красивые ходят? Ты-то мне зачем сдалась, скажи? Борис, хочешь по чесноку? Йога не для брутальных мужиков. А ты такой, я же вижу. Послушай профессионала, я понимаю, там телочки и все такое, но сначала нужно лишнее убрать, потом мышцы оформить, живот прорисовать, чтоб кубики были. А дальше можешь там на йогу ходить, на танцы, все телочки твои будут. Я просто не думал, что ты спец по телочкам. Ну, сначала я все-таки тренер. Привет, Орик. А телочки так приятные бонусы. Хорошие. Окей, беру десять персоналок. Правильный выбор. Все, пошли. Мужчистание грипп сама не нарастет. Вот, все правильно, Сергей. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо, Борис, следите за дыханием. Вот, все, пошли. Пролюбили? Ага. Пролюбили? Еще раз, и еще раз. Да. Ага. dormи! Ее, я с convergence. Олег, одни ноги? Ничего, в самый раз. И... Ну давай, ну давай! Давайте, давайте, еще немного вы сможете! Давайте, Борис, давайте. Я в вас верю, у вас получится. Давай, слабак, жми, ну! Покажи характер, ты же не баба, а! Штанга, не трактор, придавить, не сдохнишь, ну! Ну, ну, ну! Борис, а это мой кухлик! Вы, простите, пожалуйста, что я на вас так кричал, больше этого не повторится. Не-не, со мной так и надо, ты хорошо мотивируешь. Сергей? Что такое? Сергей? Сергей, что? Что я не... Врача, позвоните, врач! Посмотрите, посмотрите на меня. Все? Все хорошо? Все хорошо? Ты нормальная вообще? У тебя человек в зале с посторонним предметом во рту занимается! Если бы не Ася, могли бы не успеть. Вот это... Пойдемте, пойдемте, я вас посмотрю. Голова не кружится? Да? Идите сюда. Вот, вот так. Осторожно. А я вчера на него и наорал, потому что он с жвачкой на эллипсоиде занимался. Угу. Что? Я тренер, мне можно? Мне как подкачаться-то? Не знаю, больше, больше, больше. Виталий Миневич, я успела. Угу. Прямые обязанности мы, значит, последний момент исполняем, да? Ну, конечно, тебе же надо было столько всего сегодня успеть. Аврал там на ресепшн устроить, посидительницу зажарить. Что ты завтра устроишь, Королева? Воду из бассейна спустишь? Или сам заморозишь? Знаешь что, не буду я дожидаться. Завтра уволю я тебя прямо сегодня. Виталий Миневич, да хорош, нормальная же девчонка. Общительная, помогающая другим, помогает себе. Вот, это тоже про нее. И про вас. Виталий Миневич, не будьте так категоричны. Все первое время совершали ошибки. А вспомните, как кого-то запалили, кто в женской раздевалке за голыми бабами подглядывал? Или как некоторые ночью прям в клубе пьянку устроили? И работали с утра, как ни в чем не бывало. Они стучали начальству, потому что их не позвали. Да что говорить-то, Виталий Миневич, вы помните, как вы сами в плавках вышли? Так все! Ладно, и остаешься. Один шанс тебе даю. Все. Полин, ты когда спортивное питание из моей машины забирала, там ничего странного не было? А что случилось? Какие-то идиоты, лобовое стекло кефиром залили. Нет, Виталий Миневич, кефир бы я заметила. Все, плаверка закончена. До завтра. Виталий Миневич, твой Валя. Нет, он не мой. А это не мой, я-то не мой. Алинь, почему ты меня не сдала? Ты ж хотела, чтобы меня здесь не было. Ну, во-первых, ты мне тоже сегодня помогла. А во-вторых, я не хочу, чтобы для всех именно я стала причиной твоего увольнения. Хочу, чтобы тебя уволили за твои косяки. А они у тебя обязательно будут. Субтитры сделал DimaTorzok Мать, кушать будешь? Да, мама. А он что тут делает? Кто? А, Леша. Ну как, тоже он пришел поужинать, как раньше. Давай, давай. Садись. Почки у твоей любимой. Ощущайся. Я пичу, что ты пропал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Я понимаю обиды обидами, но ключ отдать все-таки надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извини. Устал? А, немного. Олег хоть и зверь, но за две тренировки минус два килограмма. А. Ты как? Мне тоже все хорошо. Слушай, я сегодня за рулем. Может быть, тебя подвезти? Давай в другой раз. У меня тренировка. Ну, тогда сил тебе. Спасибо. Этого добра у меня полно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ась, я твой проведной возьму, а? Ага. Доченька, с тобой все нормально? Мама, у меня все отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давай, заноси. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тут на стол приобрел партию спортивных витаминов. Рекомендуйте, пожалуйста, гостям. Понятно? Ага. Остальное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Набор массовой мышцы для вашего удовольствия в спорте и сексе. Китай-провинция Хунань. Хунань. Думаю, что качество может соответствовать названию провинции. Виталий Миневич, их протестировать надо. Виталий Миневич, это вообще лотерея. То ли что-то вырастет, то ли что-то отвалится. Бесплатно. Все для спорта, все для победы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Чего, тоже мышцы болят? Нет, просто не выспалась. Кстати, у меня почти минус два кило за одну тренировку. А у меня такое чувство, что по мне как будто бы танк всю ночь разворачивался. Да, я его даже мать купил. Ой, а можешь мне оставить? Вдруг у меня тоже заболят, а она под рукой? А, да, хорошо, только смотри. Добрый день, не подскажете, у кого занимается моя жена Грещук Анжела? Ага, Грещук. Она тренируется у Полины и ходит на йогу к Владимиру. Отлично. А вы мне не подскажете, где тут зал йоги? Вы в шавасане, в позе трупа. Чувствуете, как ваше дыхание замедляется? Как окружающий мир уплывает от вас все дальше и дальше? Да. Вы не слышите абсолютно ничего. Это не тебе. Вы совершенно отключены от внешнего мира. Милые дамы, лежите каждый день, не вставайте. Я приглашаю вас всех на занятия танцами. Как говорится, йога йогой, а танец это... Это вам не на полу лежать. Вот расписание групповых занятий. Вам? Вам? Ну, я здесь оставлю. Вот. Зал йоги. Узнаешь? Это форма нашего клуба. Ну и как она оказалась в моей спальне? Чего? Вы что делаете? Так, где витамины? Там клиент интересный. А, извините. Что это с тобой? А, да ничего, зарплату свою вспомнил. Через час еще примешь. Ага. Все, спасибо. Уай. Аллергия. А что? Ну, а как вы думаете? Гребаные китайцы! Ну, я ж только денег. Эти витамины вбухал. Питал Минич, вы только не расстраивайтесь. Потому что, когда вы расстраиваетесь, я тоже начинаю расстраивать. Так, ты куда меня ведешь? Где директор? Сначала к врачу, а потом вот директор. Здравствуйте. А что вы хотите? Командир, что за беспредел? Твой инструктор по сумму мне руку ломает. Скорее всего, вывих. Проходите. А твой йог, мать его, спит с моей женой. У меня танцевальная группа. Ну, я сейчас тебе знаешь как... Присядь, присядь, присядь. А откуда у вас информация про нашему инструктору по йоге? Да, вам жена призналась? Ну, она пока говорить не может. У нее челюсть ломана. Но! Это точно кто-то из ваших. Зачем ты вообще этого мужика куда-то повела, если он не член клуба? Я подумала, может, его жена забыла что-то на йоге. Супружескую верность. Короче, ты его привела, ты с ним и разбирайся. И найди мне Володю. Если это он, я ему чакры на кулак намотаю. Что за вонь? Не знаю, до того, как ты пришла, ничем не пахло. Ты что за дрянь, я, поцелок? Мне теперь воняет какой-то духлятиной. Я тебя хотел предупредить, только ты не услышала. Надо на ночь мазаться, чтобы тело все расслабленное было. Ну и что воняет сильно? Королева! Нашла Володю? В процессе. Володя! Подъем, Володя! Чего? В следующей реинкарнации выспишься. Тем более ждать-то ее недолго. Там муж Анжелы Грещук пришел, с которой ты переспал. Ты слишком плотски смотришь на вещи. Я всего лишь подарил женщине немного радости. Все. Ну вот теперь иди, объясняй, почему именно с его женой ты радовался. Короче, ты признаешься, я не уйду. Ладно. Сколько можно слушать-то? Тише, чуть-чуть. Здесь все такие люди. День добрый. Ну что тут произошло? Ой, я чувствую, что ваше сердце наполнено злобой и досадой. Это неправильный путь. Точно. Точно это он. Анжела в последнее время такую же хрень несла. Послушайте. Я признаюсь, я был близок с вашей женой. Чего ты? Тихо, 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 тихо. Я был близок с ней только духовно. Мы вместе медитировали. Все. А, да? Да. А вот это как оказалось в моей квартире, а? Медитатор. Вроде твой размерчик. Ваша жена во время духовной близости призналась мне в самом сокровении. Она сказала, что изменяла вам. С кем-то из ваших? Да. С кем? Господин. Не успела сказать. Близость закончилась. У нас в тот день была такая очень короткая близость. Значит так. Уйду. Я сейчас на рентген. Да. А завтра хочу увидеть этого. Ну, этого. Убивать не буду. Но разок приложусь. До свидания. До свидания. Три, четыре. Молодец. Ну, накачала губки, накачай ручки. Ну, Олег. Скоро телефончик в руках держать не сможешь. Олег. Вечно. Здрасте. Как себя чувствую? А, нормально. Впаял дозу. Ни пятен, ни слез. Вот и чудник. Ага. Ты его видел вообще? Я с человеком хотел поговорить. С человеком, а не с пятикантром. Не-не-не. Володя, ты просто струсил. Кто? Я? Я тебя умоляю. Не, может быть, немного. Но просто я считаю, что человек рожден для того, чтобы получать радость, а не по своему прекрасному лицу. Ну, этому пятикантрому доставит очень большую радость врезать тебе. Ну, признаться, все равно придется. Из-за тебя Раф отхватил. Меня витамин напрягает. Ему ведь тебе страшно. Ну, если страшно, я могу сама все рассказать. Я сам. Я просто как раз сейчас думаю, как это сделать поизящней. Тогда до завтра. О, Вещерок добрый, девушка. У нас тут план-трехват. Человечка одного ищем. Неудачная попытка, Леш. Я же сказала, все. Васек, ну, ты что? Что, я не могу просто так прийти на тебя посмотреть, что ли? Ну, посмотрел. Ну, посмотрел. Ну, похудел. Все такая. Ну, ладно врать. Что, я тебе реально говорю, десятку сбросил? Не десятку. Ну, сколько? Ну, паси, Глеш. Да ты что, Васек, от души? Ты вообще через пару недель чекуля будешь... Ты домой? Что я провожу? Хорошо. Я на тренировку. Аль, а домой что? Аль! Аааа! Так. Бейджетвы где? У тебя на лбу и написано, что ты администратор. Ладно. Вот. Я готов. Только не забывай поливать моего друга. Ты все умирать собрался? Угу. Успокойся. Максим, по башке получишь все. Я просто физическую боль. Недолюбливаю. Так. Послушай, а может есть какой-то способ мне признаваться? Послушай, я понимаю, перед драфом очень неудобно. Но у него судьба такая. Я попрошу у него прощения, и ты мне тоже прости. Молчи пока. Хорошо. Все, забирай орхидею и проваливай. Ну что, нашли мне этого смертника? Да. Где? Только смертницу. Не понял? Клубная форма у всех тренеров нашего клуба одинаковая. У мужчин и у женщин. А тренера вашей жены зовут Полина. Понимаете? То есть, типа, чё... Ажлика с... Полина, кстати, сейчас в тренажерном зале. Но вы же не будете женщину бить. Виталий Миневич! На! Вызывали. А, Людмила Алексеевна, а ты что Олегу от аллергии давал? Ты на Клара. А что, у вас тоже выспала? Нет, я в порядке. А можно на нее взглянуть? Осталось. А что, если вот так вот сделать? Накачиваем мышцы и лечим аллергию одновременно. Я как медик сомневаюсь, что это сработает. Поскольку влияние препаратов друг на друга еще не изучено. Людочка, я пять лет на крайнем сейере служу. По сравнению с тем, что мы там смешивали, это вообще молочный коктейль. Даже вот на себе испытают. Благородно. Привет, у тебя все в порядке? Нет. Ты накаркал. Все болит после вчерашней тренировки. Зато еще минус полтора килограмма. Ты чего, каждый день занимаешься? Так же нельзя. Нужно чередовать. Сначала кардио, потом тренажер, потом бассейн. Я смотрю, ты разбираться стал? Скоро в тоняшке станешь. Банька. В смысле, тебе нужна баня. Просто попариться, расслабиться. Выделяются эндорфины, которые уменьшают мышечную боль. После чего у тебя прям... Сходи, попробуй. Хорошо, доктор. Что-то тихо, да? А где Полина, тренер? Вон там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полина? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чем могу быть полезна? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Хорошо развита грудная мышца, сильные руки. Хотите, можем втроем заниматься? Втроем? Согласна. Лучше индивидуально. Можем сейчас попробовать. Если понравится... Да мне уже все нравится. Простите? Ну ты чё, поехали ко мне, а? Потренируемся. Виталий Менеевич, зайдите к Лю… к Людмиле Алексеевне. Так что ещё? Так, командир, ты издеваешься, а? Мне теперь чуть ногу не сломали. Сильный ушиб. Короче, если этот вопрос по-человечески не решается, я звоню своему другу, зампрефекта, и вас завтра здесь нафиг всех закрою. Слушайте, у нас у всех друзья есть. Давайте вот зампрефектами здесь не будем меряться, хорошо? Тем более вашего первого обидчика к концу же нашли. Через пять минут я хочу видеть весь мужской тренерский состав. Через десять. Чё, допрыгались? В клубе ЧП? Кто-то из вас переспал с клиенткой? И чё такого? Я бы вообще секс с тренером в абонемент включил. Чё такого? Мужу я об этом узнал. Вот чё такого. А вы даже не представляете себе, какие люди за ним стоят. Я хочу знать, кто переспал с этой... Анжела Горячук. Да. Ну? Чё, обалдели что ли, а? В этом клубе тренеры спортом вообще занимаются или только спят с... Анжела Горячук. Вспомню я! Вы сейчас выбираете, кто из вас от него в дыне-то получит. Да не кричите вы. Вот директор. Ну? Кто из них? Ну? Вы чё, издеваетесь, а? Я сейчас вас всех тут в братскую могилу положу. Это я. Ты? Да, я. Как всегда, не смог устоять. Такая женщина, где глаза, грудь, прогиб. Но я ведь уже получил. Это ведь за счётом пойдёт. Да? Я сразу почувствовал, что это ты. Физкульт, привет. Уроды. Живой? Красавец. Зафаэль, ты мужчина. Рафик, сел на лёд. Рафик, спасибо тебе. Мы твои должники. Да забейте. Просто говорите нашим посетительницам правду, что я отхватил от ревнимого мужа за то, что переспал с его женой. Да, и добавляйте, что в постели я... Бог? Вот что ты лыбишь и стоишь, а? Почему я должен отразруливать? Ася, а зачем витамин всех собирает? Ищет заслуженного альфа-санца нашего клуба. Альфа-санец. Мне бы такое слово. Рафик, так это слово может ты получить. А чего стоим-то, а? За работу! За... Виталий Минич, я же лёд принесла, Виталий Минич. Красавчик. Вообще молодец. Виталий Минич, дорогой. У вас расстройство из-за смешивания витаминов и антигистаминов. Да. Да. Витамины... Виталий Минич? Да. Ага. А можно ещё бутылочку этих витаминов потестить? Вот всё дурак, что ли, а? Забыл, как пятнами от них покрылся. А, так это у меня на киви аллергия. Я их люблю, страсть. Прыщами покрываюсь, чешусь, плачу, но ем. Иди, у нас совещание. Так где взять? Иди, я сказал, мне кричать нельзя. Так вы никак кричите. Я же... ...зинократ со всей партией смешал. А можно как-то эту хрень обратно из витаминов вытянуть? А где же я вам такую золушку найду? Виталий Минич, во всём нужно искать плюсы. Вы, например, на три килограмма похудели. Людмила Алексеевна, А предлагайте это как средство для похуд... Эй, ты ничего не перепутал? Я вообще-то тут не совсем одета. Это вообще-то вообще, Павелка. Шарковато, нет? Я понимаю, что рядом с таким горячим мужчиной должна пылать. Но как это нет, Борь? Знаешь, я где-то прочитал, что когда мы нервничаем, то больших успехов в спорте не добиться. Вырабатывается какой-то гормон, кортизол, и он там вообще всё разрушает. Очень познавательно. Да, это я к тому, что когда мы комплексуем, мы нервничаем. А зачем нам комплексовать? Зачем стесняться своего тела? Да, мы сейчас не в самой лучшей форме, но мы же пришли сюда измениться. И изменимся. Ты прав. Что-то жарковато. Ну, я говорю, отойди, пожалуйста. Вы вообще себя видели? Нет со стороны? Слушай, Крис, пойдем лучше в сауну. А тут бегемоты все оккупировали. Ну вот, я же говорил, эндорфины рулят. Ну вот, я же говорил, эндорфины рулят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 У-у-у-у! You know I'll be waiting on the corner У-у-у-у! When you make your mind up У-у-у-у-у! You know I'll be waiting on the corner У-у-у! When you make your mind up У-у-у-у-у! Мам, завтракать иди! У-у-у-у! Я, пожалуй, сегодня таблетками позавтракаю Опять давление, да? Глава что-то кружится О, мама, завтракать, кстати, нечем? Закончилось лекарство твое? Иди, иди! Ты опоздаешь на работу Я потом сама и давление померяю и за лекарство сама как-нибудь схожу, иди Ну, кого это в такую рань-то? О, здорово! Тебе что надо? Доставка хапчика Огурчики из дачи привез, че? Леша! Сюда неси их! Да! Теть Кать! Здорово, теть Кать! О! Ой, спасибо тебе, родной Помру, хоть ты Аську мою накормишь Че, давление опять? А мы не знаем Мы ж только других лечить можем, да? А сами как-нибудь потом Иди, иди, уже ты опоздаешь Реально, дуй на работу, че ты Я за тетей Катей пригляжу Вы прям совсем поплохие-то мне по батареи стуканите А тут как тут у ваших, ну Ладно Только если че, сразу звони, понял? Окей Все Спасибо Какой базар не чужишь, че ты? Че, давай я помогу? Не надо Ладно Че такое? Достал этот замок Давай починим Ты мне уже три года чинишь Да? Это, ну, удачи на работе Ну что, зятек Процесс пошел Че думаете прокатит? Да ты чего? У мужика путь к сердцу лежит через желудок А у девочки Через маму В твоем случае через тещу Простите, Аська Не сегодня, так завтра Пошли, Ладушков навернем Здравствуйте Хорошего дня Спасибо Спасибо Такая красивая Что, скорее всего, даже добрая Ну, пожалуйста Ну ладно Спасибо Стоять Королёв А ты в курсе, что без карты вход запрещен? Спасибо, Владик Конечно Интересно, найдется хоть одна, которая тебя не пропустит? С меня бесплатный солярий Спасибо Стоять Карту отдай Королёв, запомни Нет карты, нет спорта Следующий халявщик будет заниматься за твой счет А я... А ты пока столько не зарабатываешь, чтобы мужиков по спортзалам водить Так лучше? Да, спасибо большое, Полиночка Чего ты меня с ритма забиваешь? Совершенно невозможно заниматься Невозможно Ничего не слышно И не надо включать это отскоралово на весь зал Нормальная качковая музыка Так и засунь ее себе в наушники и качайся А что ты раскомандовалась? Потому что я дежурный тренер Так и дежурь, дежурный Намочи тряпку, протри доску А чего музыку-то выключили? Бодренько так было Привет! Ну что, совмещаешь приятное с полезным? Приятное дома в холодильнике осталось, а тут только полезное Карту давай А ты чего такая нервная? Да ничего, пропустила тут одного без карт Гриблат начальника Еще мама приболела А с мамой что? Давление А дома даже таблеток нет Хотела в аптеку сгонять домой отнести А теперь фиг отпустит Так давай я схожу Да неудобно как Ты же заниматься пришел Да ладно, чего Я туда-обратно сбегаю Как раз разомнусь Да? Давай, что купить? И здесь недалеко Исаева 8, квартира 143 Ага, да я знаю Я там недавно с одной девушкой ночевал Спасибо, я маму предупрежу Да, да, предупреди Скажи, придет сейчас один красавчик Будущий зять Абоненты разговаривают Оставайтесь на линии Ты не на вызове? Мне тут зять Огурцов привез с дачи Да, возьмешь подешевке? Ну да, бывший взять Или будущий Они сами пока еще не определились Да, да, да Здравствуйте Девушка, может быть вы оторветесь от телефона И обратите на меня внимание Извините Вы заниматься? Нет, я в кино пришел Ключ дайте, пожалуйста Ага, карту вашу Можно? Вы думаете, я помню, где она? Ну извините, без карты Я вас не могу упустить Девушка, я в этот клуб хожу С открытия Ну вот тем более Вы должны знать наши правила Слушайте, дайте ключ Вам что, неприятности нужны? Я не понимаю Не нужны Поэтому ищите карту Нет карты, нет спорта Это у вас вот так относятся к вип-клиентам? Извините, но у вас на лице не написано Вип вы или халявщик У меня есть начальство И оно мне говорит Здрасте, Роман Анатольевич, здрасте До свидания А, уже уходите? Да, пойду в клуб, где не хамят Ну вы сами сказали, без карты не пускать Ты совсем что-то дремучая, Королева Я не понимаю Надо знать, кого пускать А кого не пускать Ну во всяком случае На одного хама меньше Этот хам Он директор крупной торговой сети Здесь занимаются 38 его сотрудников Если уйдет он, уйдут и они А если уйдут они, следом пойдешь и ты Так что в твоих интересах его вернуть будь добра А где я его искать-то буду? В Караганде На пятом этаже они у нас в здании работают Так что поднимай свою задницу и за ним Ага Араф, замени пока Королеву А это навсегда или только на сегодня? Будешь много вопросов задавать Будет навсегда Виталий Михайлович Да Назначайте старшего тренера Зачем? Чтобы идиотами командовать И идиотками А вы сами не можете договориться? Тяжело с идиотами договориться Вот здесь я согласен А это вы взрослые люди Давайте пусть Олег будет старшим тренером Хорошо Тогда я уволюсь и уведу своих клиентов Не надо меня шантажировать Полина старший тренер Все Тогда уйду я А у меня тоже клиентов хватает Что-то как дети малые Ну отжиматься еще начните у меня тут Наспор 103 104 Стоп Все, отбой Так можно весь рабочий день профукать Я бы больше Короче Вечером устроим демократические выборы С участием всего коллектива Вот вам избирательная урна Ресепшн поставьте И это правильно Народ у нас умный Сам решил Ой, умный народ тебя не выберет Так, опа Закрыли свои дебаты И марш работаем Вперед Да-да, я поняла, да Добрый день, я Роман Анатольевич, тебя? Да, он занят Роман Анатольевич, можешь с вами поговорить? Я занят Девушка, вы куда? Выслушайте, пожалуйста Я вас сегодня уже наслушался Спасибо Роман Анатольевич Дверь закройте Девушка, вам сказали Здесь нельзя находиться Короче, смотри Завтра Да-да Уже иду Посмотрите 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 Ну, что, проголосуешь, Дима? Колесо сансары Непредсказуемое Никогда не знаешь В какую сторону Повернется На благовоние Очень на тебя рассчитываю Я лично буду рекомендовать всем нашим гостям записаться к тебе на танцы Ну, не знаю Настоятельно рекомендовать Точно? Да Спасибо, братан Я не думаю, что не знаю Спасибо, братан Анатольевич Покладать Наша В каком-intом Убитра Да, Боря. Презвоню. Проходите, располагайтесь. Роман Анатольевич будет через барабан. Спасибо. Еще раз спасибо, Катя. Огурцы шикарные, лучше, чем в магазине. Главное, дешевле. Кушаться на здоровье девочки. Так, а вот это наша гордость. Салаты здоровья. С брынзой, апельсинами, сельдерей, морковкой, киви и с ананасом, кальмаром и рукколой. Просто склад витамина С. Вы попробуйте, пробуйте. Ну? Симпатичным. Поверьте, наши салаты в ваших магазинах пойдут просто на ура. Это весь ваш набор здоровья? Это малая его часть, весь в презентации. Вот, пожалуйста. Давайте посмотрим на большом экране. Угу. Вы как сюда попали? Ну-ка, быстро покиньте кабинет. Извините. Роман Анатольевич, пожалуйста, не уходите от нас. Вон, пошла. Ну, Роман Анатольевич, миленький, ну, если вы не вернетесь, витамин... Виталий, мне нечем не уволят. Так, я сейчас вызову охрану. И ты пожалеешь, что не ушла отсюда сама. Прошу прощения. А вы пожалеете, если эти салаты возьмете. Мне только народ травит. Так, а это что за бред? Дамочка, вы вообще кто? Я в супермаркете три года эти салаты продавала. Вы в них Е-239 добавляете. Если вы не в курсе, это абсолютно безвредная пищевая добавка. Да. Роман Анатольевич, может, я тебя охрану вызвать? Да, конечно. Только я хочу дослушать про эту добавку. Угу. Так вот. Это ваше безвредное Е-239 в сочетании с витамином С, в котором у вас склад, образует формальдегид Е-240. Запрещенный канцероген. Это полный бред. Да. Да и вообще, откуда продавщица может знать такие тонкости? У меня мама врач. Это ваше здоровье потом только с клизмой выходит. Это правда? Конечно, нет. Нет, ну, разумеется, если формально подходить к вопросу, то есть небольшая вероятность того, что... Так, все, стоп. Спасибо. На этом наше сотрудничество окончено. А наше нет. Ну что ж, подведем итоги голосования? Надеюсь, фотофиниш не понадобится. Полина. Поздравляю. Олег. Олег, два раза. Да быть такого не может. Только давай без ицепи рекламы. Олег. Олег. Перевесом в один голос победает Алина. Ой-ой-ой, давай только без истерик, ладно? Виталий Менеевич. Да. Роман Анатольевич остается у нас в клубе. Кто? Роман Анатольевич. А, молодец, Королева. И клиент сохранил, и рабочее место. А ты же не голосовала? Нет, это за кого? Так старшего тренера выбираем. Либо Олег, либо Полина. Правда, голосование теперь не будет тайным. Я не скрываю, я за Олега голосую. А! Ничья! Давай, губу в обратку закатай. А! Все беды от баб и от демократии. Иди работай. Виталий Менеевич? Для вас у меня есть еще пара слов. Ась, ты только не волнуйся, ладно? Что случилось с мамой? Да нет, может, все в порядке, просто там скорая приехала. Вот, кстати, таблетки. Да, я решил не заходить, потому что, наверное, скорая свои имеется. Свет, я тебе клянусь, отличные огурцы, да. Азербайджанские рядом не лежали. И дешевле в три раза. Или перезвоните позднее. Занят. Ну, так ты сбегай домой. А здесь кто останется? Даже попросить некого, все на выборах. Так. Ну, я могу остаться. Ну, а что, ты быстро туда-сюда сбегаешь, тут недалеко, и даже никто ничего не заметит. Ладно, проходи, давай. Значит, карточку взял, ключи выдал, и наоборот. Карточку взял, ключи выдал. Вот, надень. Угу. Я быстро. Хорошо. Что, тетя Кать, белого, красного? Давай красненького. Давай. Ну, что? За мою будущую тещу? Нет. За ее здоровье. Не торопи события. Хотя, ход мысли правильный. Винчик огонь у вас, тетя Катя. Но самогон еще круче. Обойдешься. Угу. Что, телефон вроде нет? Точно. Аська звонила, аж семь раз. Как мы не совершили-то? Если что, я сплю. Угу. А где мама? Спит. Леш, что с ней? Ничего. А скорая зачем приезжала? Пока скорая. Леша, только не ври мне. Не вру тебе. Леша, я по глазам вижу, что в Леш. Либо ты правду говоришь, либо... Да что я? Что я-то сразу? Что Леша-то? Мать твоя эту придумала, сказала, давай, типа, я заболею, ты за мной поухаживаешь. Аська, увидишь, что ты забота, вы и помиритесь вы. Что я-то? Ах, дурак ты, Леша. Мама! Дочь, я хотела как лучше. Да я вас убью. Вот приду с работы и убью. Добрый день. Здравствуйте. Люсь, дайте, пожалуйста. А можешь, пожалуйста, карточку? У меня нету карточки, я ее потерял, мы уже утром это выяснили. Ну, давайте тогда оформим новую. Хорошо, мы оформим новую, я позанимаюсь, и мы оформим новую, договорились? Да, но я просто вас не могу упустить в зал без карты. Слушайте, вы что, издеваетесь надо мной, что ли, а? Я уже с этой вашей, как там ее, салатницей этой договорился, слушайте, дайте мне ключ. Я не знаю, с кем вы договаривались, но просто без ключа нельзя. Мне можно. Никому нельзя. Руки убрал, урод. Извините, а скаблили личность? Это административное нарушение от 1000 до 3. Я его как юрист выявляю, понятно? Боря, Боря, пусти его! Брейк, 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 брейк. Роман Анатольевич, очень рад, что вы вернулись. Готов предоставить вам нашу новую корпоративную скидку. Засунет эту скидку, знаешь, кому? Да нет, вы этому, который мне пиджак порвал. Это мы и исправим. Костюм новый купим за счет клуба. У вас в какой размер? Да пошли вы с вашим клубом куда подальше. Роман Анатольевич, подождите, забыли. Дайте рукав-то, дебилы. Ты чего в драку-то полез? Да он первый начал. Ты сказала никого без карты не пускать, я и не пускал. Боря, просто надо знать, кого пускать, кого не пускать. Это вип-клиент. Да я откуда знал? Я вообще-то тебе помочь хотел. Роман Анатольевич! Роман Анатольевич! Мы все исправим! Что? Потеряли клиента, да? Отцы потеряли. Не одного потеряли, а 39 клиентов потеряли. Ты с ума сошла? Поставила на ресепшн непонятно кого? У меня с мамой плохо было. С мозгами у тебя плохо! Уволено, все! Так, успокоились. Скандал закончен, работай. Подождите. Если Королева уволена, ее голос, получается, не считается? То есть, я главный тренер? Ты главный тренер. ДМА祭л И молот 팬� HUG Спасибо за просмотр! Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Быстрее вот с Рецепшн Суперфит. Опять заживало? Как ты доживешься, я уже не понимаю. Вот что с ним делать, а? Вообще-то по закону вы мне должны были предупредить об увольнении за две недели. Ага, ты у нас, оказывается, юридически подкованный, да? Да. Ну тогда смотри внимательно, что ты подписываешься. У тебя был договор на испытательный срок. И согласно ему я должен был тебя уведомить за три дня до увольнения. Была поумнее, пришла, поплакалась, как нормальные люди. Я, может быть, тебя и оставил. А так будь добра, дорабатывай два дня и давай до свидания. Японские принты. Что ты? Что тебе надо от меня? Разрешите? А он только хозяйку слушается. Вот увольте, вообще работать перестанет. Два дня. Два! Ася, он, конечно, не прав. Но нельзя так жестко. Да его пойми, у него завтра проверка. Что вы развелите, я не понимаю? О! Что за бардак-то тут? Весь на нервах. Давайте давление тоже померяю. У него 120 на 80. Это нормально. Так это в моей жизни нормально. Давайте, давайте, пошевеливаемся. Порядок в шкафчике, порядок в голове. Витамин меня увольняет. Есть у кого идеи, куда можно на работу устроиться? В стриптиз пойти. Для бедных. На выпускных в ПТУ танцевать. На девичниках перед золотой свадьбой опять же. Ротика нынче в цене. Ну ладно, что ты, я пошутил. Не обижайся. Не-не, все супер. Спасибо за идею. Пожалуйста. О, ты на рабочем месте. Значит, все супер? Просто отлично. Я здесь еще целых два дня. Спасибо, Боря. Научил бороться. А, два дня. Значит, договор был подписан на испытательный срок. Зачетку давай, молодец. Да ладно, не волнуйся, мы что-нибудь придумаем. Боря, хватит советов. Оставь мне хотя бы эти два дня, а? Здравствуйте. Я по поводу работы на ресепшен. Заполняйте анкету. Знаете, девушка, я бы вам не советовал. Тут тренеры друг на друга стучат. И начальник жлоб. Да, и на ресепшен вообще здесь больше недель никто не задерживается. А вы кто? Я член клуба. Но, знаете, думаю сменить зал. Атмосферка тут не очень. Да и вообще, тут это так накосячило. Вам еще разгребать и разгребать. Спасибо. Разгребайте тут сами. До свидания. Минус одна конкурентка. Толку с твоей комбинацией ноль. Все равно два дня осталось. Чего тут химическое оружие испытывали? Нет, продезинфицировали тем средством, которое вы со скидкой купили. Хорошие средства. Смотри, надо будет еще купить. Если его в Женевской конвенции не запретят. Виталий Миневич, напися там леточку. Спасибо. Надеюсь, это яд. Сразу бы все прошло. И голова, и давление, и проверка. Виталий Миневич, мы открываем секцию стрип-дэнса. Я мониторил, это сейчас в топе. Слушайте, я вот этого вашего птичьего языка, я совсем не понимаю. Мониторил, он в топе. Вот вы бы пошли на этот стрип? Ну, если бы моему мужчине нравилось, то конечно. А вести его кто будет? Я? Ну а что, стрип-дэнс, это прежде всего дэнс. Вам ведь главное, чтобы люди пришли. Правильно, понимайся. Кстати, почему у нас собеседование? Никого. Совсем молодежь обленилась, не хотят работать. Я даже не знаю, что вы будете делать. Ну, хоть меня оставляй. Если в ближайшие два дня никого не найду, останешься. Здрасте, по поводу работы. Наконец-то, девушка. А то я уже устала все на себе тянуть, и ресепшн, и уборку, и курьера. Ни отпуска, ни выходных, и никакой личной жизни. Да. Да знаете, если так, я не готова. Девушка, ну куда вы спасите меня? Девушка! Стучат, стучат все друг на друга. В глаза улыбаются. А за спиной сожрать готовы. Классная сумочка. Как зарплата за февраль придет, такую же куплю. А после работы с секс-начальником. Чего? И его женой. И тещей. Ладно, Боря, извини. Твоя схема работает пока. Девушка в красном, прижмитесь вправо, а лучше ко мне. Леша, встань, а я на работу опаздываю. А мам, кто я сказал, тебя уволили? Я спешу на работу. Тридцать семь и семь. Вам бы отлежаться. Лодки с перцем. У вас давление. Ой, за что мне все это? О, танцор диска. Поздравляю. На твой стрип уже семь человек записался. Ну, я говорил, пластика, эротизм, это то, что не хватает нашим женщинам. Здрасте. Виталий Минеевич, конечно, светлый человек. Давление, температура, а вот на работе. Ага, вот спросит меня завтра, кто тебя с работы уволил. Я скажу, святой витамин, да? Здравствуйте. А где я могу найти директора? А вы по поводу работы на ресепшн? Да. Ну, если вы готовы на секс с директором, то добро пожаловать прямо по коридору. Секс? Да, это его единственный критерий отбора. Спасибо, я учту. Девушка, вы уже третьей за сегодня собеседуетесь. Ну, дайте ему отдохнуть. Ты чего? Какой секс с директором? Ну, мы же не знаем витамина близко. Но, может, оно вправду такое. Итак, мы начинаем первое занятие по стрип-денсу. Благодаря моим занятиям вы приобретете потрясающую пласть и подарите своим вторым половинкам незабываемые впечатления. Ну что ж, повторяем за мной. Шаг вперед. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Смелее, почувствуйте всю страсть стрип-денса. Раз, два, три, четыре. А я извиняюсь. А это точно стрип-денс? А что вас смущает? Ну, просто стрип-денс танцуется на каблуках, а вот этот танцевать на каблуках совершенно невозможно. Этим я своего Генку точно не расшевелю. А, бывало. One moment, please. Не стыдно тебе на уважаемого человека наговаривать? С таким отношением к людям тебе действительно лучше поменять место работы. Знакомьтесь. Это Мариночка. Будет работать у нас на ресепшн. Покажи ей, как тут все устроено. И физкуль-привет. Пойдем, форму получишь, можешь приступать. Хорошо, Виталий Миневич. Не нравится мне эта Марина. Молодая, красивая, на все готовая. Сплошные плюсы. А ты что, сразу лапки-то вверх? Бороться надо за свое место под солнцем. Так мне с ней бороться. У меня таких талантов какой-то у Марины нет. А мы ее талант продемонстрируем под дугим углом. Покажем Виталию Миневичу, что она вообще с каждым готова трудоустраиваться. Вряд ли ему это понравится. И что вы предлагаете? Я предлагаю бить точно в цель. Лучше тяжелой артиллерии. Волочка! Приготовились. И раз, два, три. Здравствуйте. Одну секунду. Обычных танцев больше не будет. Теперь здесь занятие по стрипластике. Продолжаем. И раз, два, три, четыре. Здесь включают солярий. Только не сожги никого, а то бывали случаи. Это понятно? Да, понятно. Ты рождена для ресепшн. И пока гостей нет, пойдем с коллективом знакомиться. А это наш инструктор по йоге, Володя. Но он сейчас медитирует, не будем мешать. Вы не мешайте мне. Там, кто познает себя, никто не может помешать. А ведь только через познание себя мы познаем любовь. Не так ли? Марина. Ты хочешь познать себя, Марина? Да, очень. У меня важный звонок, вы пообщайтесь пока. Через полчаса начальство придет, а я не в форме. Скоро подействует. Вы, главное, не волнуйтесь, коллектив к проверке готов. Единственное, вот эта вот новенькая девочка. А что новенькая девочка? Ну, мне кажется, что она не работой больше интересуется, а нашими мужчинами. Вы бы с ней поговорили. Вы на ресепшн? Ее там нет, я видела, она к Володе шла. А зачем к Володе? А зачем женщины и к нашему Володе ходят? Ну, не йогой же заниматься. Витальминевич. 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 Вы охренели? А что такое? Это поза пленника. Где отсюда? Я тебе дам поза пленника. Ты с ума сошла? Пять минут на работе с первого встречи на позу пленника. Нормально, а? А тебе не кажется, что это перебор? Я взрослый человек. Ты сопля зеленая. Я тебя породил? Я и буду решать, взрослый ты или нет. Уйди отсюда. Папа, хватит меня воспитывать. Я вообще не понимаю, как ты мне можешь что-то говорить, когда ты сам со своими сотрудницами спишь? Правильно с тобой мама развелась? Саркиска. С какими сотрудницами? С такими мясами все рассказала. А, Королева, ты ведь уволена уже, не правда ли? Тогда, значит, ты снова сейчас вот принята? И снова уволена! Ну же, сволочим билетом! Витальминевич. За полчаса до проверки. Надо что-то... Витальминевич. Володя, уйди отсюда! Все, все. Витальминевич, я уколчик сделаю. Значит, про отца это все неправда, да? Офигеть! Я же не знала, что ты его дочка. Я думала, ты испугаешься, уйдешь, а я работать останусь. Значит, хорошая работа, если ты за нее так цепляешься. Здравствуйте. К Виталию Минеевичу нас проводите? Он сейчас немного занят. Не для нас. Одну секунду. Людмила, 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 Людмила. Тихо, это он спит. Там эти пришли, из главного офиса все витамины требуют. Ты же помнишь, каком он был в состоянии, его нельзя будет. И что мне теперь делать? Я не знаю, ты умная девочка, придумай что-нибудь. Я прошу прощения, Виталия Минеевича нет на месте. У нас просто был пожар. Пожар? У нас? Под нами. В фирме, которая торгует фейерверками, загорелся склад пиротехники. И Виталий Минеевич побежал помогать тушить. Вы представляете, что могло бы произойти? Салют гантелями на весь город. Это все хорошо. И Виталий Минеевич молодец. Только получается, мы сегодня зря сюда ехали, что ли? Получается. Но он вас очень ждал и... Камон. Зачем нам ездить туда-сюда по сто раз? Давайте вы нам все покажете. Кстати. Конечно. Марина. Марина лицо нашего фитнеса. Гуд фейс. Ну вот, примерно так. Ну что ж, пока придраться не к чему. Скажите, а где у вас проходит фитнес-тестирование? Кипи-кипи-ку. Кипи-кипи-ку. Вот, проходите. Это наш кабинет врача. Людмила. А расскажите-ка нам, Людмила, как часто вы проводите биоимпеданс? При покупке абонемента и каждые три месяца мы проводим замеры и контролируем, например, сколько жира должно уйти. А пойдемте, я вам покажу, танцевальный замер. Кипи-ка! А чего? Я разбудила! Здравия желаю. Здравия желаю. Винала. Проверяла, так сказать, соответствие койко-места. Все хорошо, Виталий Минич. Отдыхайте. Нам уже рассказали, какой вы герой. Пойдемте, я вам покажу все-таки танцевальный зал. Пойдемте, посмотрим. А вот здесь у нас находится еще одна зона групповых занятий. Так. Так, все, налево. Дальше я сам. Ступай. Хорошо. Так, мы вроде все уже посмотрели. Девочка нам твоя все авторитетно рассказала. Кстати, толковая девочка. Да? Сам воспитан. О! Кстати, наше новое, перспективное направление стрим-дансов. О! Красота! Так, ну, к девушкам у нас вопросов нет. А вот леди бой согласен. Могут инкриминировать пропаганду сами знаете чего. Да. Я тоже так думал. Решил с вами посоветоваться. Вот показатели за месяц. Я на секунду. А, прошу прощения. Виталий Минич, вторую группу нужно открывать. Первую надо закрывать. Это что за толерантность, а? Снимай немедленно. Никакого стрипа. Ну, чабату свою танцуй. По чату. Ну что, Виталий Минич, все у тебя вроде в порядке. Показатели растут. Клиентская база расширяется. Квалифицированные кадры, опять же. Молодец. Благодарю вас. Good job, man. Наши крадо всегда. Пора. Пора. Да. Всего доброго. Спасибо. Всего хорошего. На этот раз понесло. Дело нужно и отметить. И тогда еще у вас давление. Давление. Королева, ты еще здесь что ли? Я не понимаю. Я просто лично хотела извиниться перед вами за все, что наговорила. Простите меня. Ну, делить нам с тобой больше нечего. Поэтому я тебя прощаю. И давай. Королева, ты подумай над своим поведением. Надеюсь, ночи тебе хватит, чтобы утром на работу как штык. В смысле на работу? Ты же мне это место обещал. Так, сирену на полтона ниже, хорошо? Ты теперь на ресепшн. Королева моя личная помощница. Энергия у нее вагон. ее надо в мирных целях использовать. А то я действительно стал что-то сдавать. Поздравляю. Ну, поздравлям бы. Расставляться будешь? Четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз. Девчонки, он ушел. Зажигаем. Музыка. С такими деньгами и фитнес, Менюшин! Борь, спасибо, что подвез! Да, не за что. И вообще спасибо за все. Эй, стоять! Я что-то не вкурил. У тебя что, в этом фитнесе появилось что-ли-то? Может и появилось. А кто? Осёк! Капучино от кофе-машины и шоколадки от меня. Спасибо, Вань. В таких количествах и свинину можно. Ну, за новую должность. Спасибо. Будьте добры, фреш, яблоко-морковь. Новенький. Артур. 29 лет, не женат. Вы опять? Я эту работу, а Нижний Хач? Работать до шестидесяти можно, а замуж сейчас надо выходить. Ну и он такие, Артуры. Для меня высшая олега. Мне надо себя недооценивать. Привет. Капучинка? Кайф. Капучинка закutanскала. Редактор субтитров А.Семкин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтоб я больше тебя не видела, ты понял? Негодяй! Дрил! Чё, это сейчас было? Ну, чё случилось-то? Да я жил у одной знакомой. Потом он на пару дней отлучился к другой. И первой знакомой этому чё-то не понравилось. Подожди, ты с ней спал? Ну, да. Ну, она же почти, ей сколько, сорок? Послушай, у некоторых женщин сорок, страсть только просыпается. Ага. А чё квартиру не снимешь? Я как-то не думал об этом. Слушай, а не хочешь пожить у меня? Ну, будем типа два реальных самца в одной берлоге. Почему нет? Эй, девчонки! Хотите затучить с реальными самцами? Страшненькие они. Не наш вариант. Чё, погнали? Берлога ждёт. Погнали. Аська. Аська? Привет. Привет. Как ты? По-прежнему не замужем. О, какие люди. Слушай, ты прости нас, пожалуйста, за тот разговор. Ага. Мы не сызла. О, Королёва. Назад проситься пришла. Что думаете, на вашем магазине Светкин и нам сошёлся? У меня вообще поинтереснее работа сейчас. Ну, с твоим-то характером это ненадолго. Что за работа? Продуктовка, шмотки? Фитнес-клуб «Суперфит». Зам директора. О, круто. И бассейн есть. И фитнес-бар, и сауна. И куча красивых мужчин. А можно мы туда придём? Лед очень дорог. Дорого. Но я могу вас бесплатно провести. У нас завтра выходной. Ничего себе, берлога. А деду досталось. Тоже крутой самец был. А то. Лучший финиатр Москвы. Пойдём. Спать мы как? Валечиком будем? Или... Так кресло раскладывается. Рафаэль, ты дома? Мама. Привет. Привет. У тебя же вроде как кастроли. Дирижёр заболел. И полоркестра заразил. Отменили. Что за сумка? А, тут такое дело. У нас в Володе поживёт. Это йог из нашего клуба. Рафаэль, ты же знаешь, я категорически против проживания у нас чужих людей. Ну, мама. Этот аргумент не работал в три года. А почему ты думаешь, он сработает сейчас? Добрый вечер. Простите. Я ни в коем случае не хочу становиться причиной семейного скандала. Рафаэль очень добрый парень. Я всё ломал голову, думал в кого. Сейчас увидел вас. Наконец понял. Ой. Ух ты. От вас идёт такая тёплая энергия. Не ругайте сына. Он просто хотел мне помочь. Я пойду. Я и не предполагала, что у моего сына такие милые коллеги. Ну, хорошо. Я не против, если вы поживёте с нами, Володя. Совсем не против. Доброе утро. Олег не приходил ещё? Привет. Нет. А что? Ничего. Вы точно не на фитнес собрались? Ну, мы в интернете посмотрели, клуб премиум-класс. Решили соответствовать. Ага. Ну, посидите, пока я пропуска оформлю. Марин, оформлю два пробных, пожалуйста. Отец с утра их отменил. Сказал, что на пробные все ходят, а абонементы никто не берёт. Ага. А он точно с сегодняшнего дня отменил? Ну, да. Может быть, он имел в виду завтрашнего? Просто может не очень хорошая ситуация получиться. Ну, я сейчас уточню. А, давай. Так, вот. Раздевалка там. Давайте. Какие клёвые полотенца. Ага. Ага. Их надо вернуть. Давайте, давайте, давайте. С сегодняшнего дня. Ну, и правильно. Хватит халявы. Девчонки, вы с ума сошли? Почему? Такие классные с утра пораньше, а? Как тебе работать? Короче, я вообще не понимаю, что происходит. Не понимаешь? Спроси. Как? Олег, зачем ты мне поцеловал? Давай рассуждать логически. Какие-то предпосылки к поцелую были? Там тонна сахара. Фреш пей. Успокоиться о здоровье. Блины сама не тягай. Тебе ещё рожать. О детях думают. Такие классные с утра пораньше, а? Ищет тактильного контакта. То есть вы думаете, я ему и правда нравлюсь? Я не думаю. Это факт. А почему тогда прямо не скажешь? Спортсмены! У них главное гантели, а не буквы. А ты ему сама намекли, что хотела бы с ним встречаться. Ты же не против? Я знаю. Прости, Борь. Всё, занимались уже? Да нет, вот только переоделся, на работу вызвали. Да, в машину моего клиента дочка прокурора врезалась. Поеду его отмазывать. Его? Так она же врезала, значит она виновата. Ну, это дочка прокурора, она априори не может быть виновата. Мальчики, завтракать! Сырники, мам, ну ты же знаешь, что я их не люблю. А Володя сказал, что он любит. Сметану забыла. Доброе утро. Доброе утро. Слышь, фанат сырников, ты бы оделся, а маман не любит, когда к столу голыми выходят. Рафаэль, посмотри, как Володя хорошо служит. Рафаэль, может тебе тоже йогой заняться? Ну, давайте есть, остынет все. Гастрономическая нирвана. Привет, а ты не очень занят? Не, я вообще сплю. А ты не видишь? Ребят, витамины не видели? Нет, а что случилось? Там в бассейне две мажорки пикник устроили. Не хочу ругаться, вдруг это его гости. Я попозже зайду, да? Не вопрос. Девочки, вы что устроили? Это вам Турция, что ли? Это круче, чем Турция, бесплатно и лететь не надо. Так, а что тут происходит? У нас в бассейне вообще-то есть запрещено, вы не знали? Виталий, мне... Что происходит у тебя? Можно на минутку? Это что такое? Дело в том, что это дочери прокурора города. От разных браков. Я им сказала, что вы отменили провокированные занятия, но они начали возникать, и я подумала, нам проблемы не нужны. Вовремя, мы сообразила. Девчонки, если что-то понадобится, вы заказываете, вот Лизонька вам принесет отдыхать. Отдыхайте. Спасибо. Всегда рад, всегда рад. Спасибо. А это кто? Мой зам. Хотели спортом заниматься, вперед в зал. Ну ладно. Сейчас разочек-то занырнем. Привет. Помогите решить один вопрос. Какой? Пофрешу и ко мне, или пофрешу и к вам? Пофрешу и по домам. Ну а что? Обычно срабатывает. Может, у нее просто эти дни. Женская сексуальность спрятана глубже, чем мужская. Ее нужно высвободить. Смотришь девушке в глаза, говоришь правильные вещи, берешь ее за руку, входишь в личное пространство, высвобождаешь сексуальную энергию, и можно ее, она тебе откроется. Ну а потом можно и... Приятного аппетита. Ты Олега не видел? Ну что, был? Олег! Тут тебя котят! Ну не то, чтобы хотят. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Полине тоже проспорила, да? Вот коза, а! Меня, значит, заставила тебя целовать. Тебя, меня. Ну что, поспорили? Кто самая тупая? Вот я дура, а! Ладно ты, я дура! Свах со стажем. Тонометр дать? Давайте. Пойду повешусь на нем. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну что, я отомщу? Угу. Месть это блюдо, которое нужно подавать на сытый желудок. Угощайся. Два, три, чача, раз. Два, три, чача, раз. Браво! Молодцы, Дихон. Вы самые сексуальные женщины этого города. Не забывайте об этом. Настя, на минутку. Да. До свидания. Вы сегодня прекрасно танцевали. У вас просто талант. Такая грация и пластика. Меня вычет только один вопрос. Пофрешу и ко мне, или пофрешу и к вам? Я не против любого варианта Рафаэль. Совсем не против. Я не против, если вы поживите с нами в баллоне. Совсем не против. Скотина. Это я не вам. Сегодня Фреш без меня. Мама, а что ты здесь делаешь? Хочу на югу записаться. Володя так интересно рассказывал. Прям захотелось физической нагрузки. Во-первых, у Володи все группы переполнены. А во-вторых, дорогой голос. Да, но... Никаких ног. Хочешь нагрузки, я с тобой дома потанцую. Люблю тебя. Ты что, мама приходила? Ага. Ну как она? Говорит, съехать тебе надо. У нас просто тетка из Саратова приезжает. У нее дом сгорел. Вот. И без родственников только мы. Ух ты. Конечно. Что-то этот фитнес нифига не вставляет. Мабулки тебя жрать вставляют. Давай разгоняй целлюлит. Девушки, вы немного неправильно делаете. Да. Позвольте, покажу. Это тренажер на задний бицепс бедра. Укрепляет то, что нужно. Смотрите. Садитесь сюда, ставите вес. Ручки на опору. И вот так. Так понятно? Ну, что-то пока не понятно. Вы еще поделайте, а мы посмотрим. Олег. Ну все, я размялся. Так. Ну что ж, дальше сами. Прям, мы не хотим сами, мы хотим с вами. Молодой человек, вообще-то девушкам надо выступать. Ну, вообще-то у меня персональная тренировка. Так, спокойно. Я сейчас позову дежурного тренера, и она вам займется. Зоя! Это Зоя. А давайте вы займетесь симпатичными девушками, а Зоя пухликом. К сожалению, это невозможно. А мы сейчас начальство позовем, и все будет возможно. Мужчина! Забыла, как вас там. Можно на минуточку? Девушки, у вас все порядка? Ну, скажите Олегу, чтобы он с нами занимался. А у меня персональная тренировка. А это же они с девушками. А я? Привет! Заслужил, что эти девушки, это дочки прокурора города. Ну, если вы говорите о прокуроре нашего города, то это не они. Да. Ну, уверена? Абсолютно. Так что больше никаких споров на меня, понятно? А что, не понравилось с Олегом целоваться? Слушай, тебя реально бесит, что я вся такая неспортивная в твоем фитнес-царстве появилась? Очень. Да я по спортивнее тебя буду. Кое в чем. Слушай, прям заинтриговала. А на чем соревноваться будем? Выбирай брусья, скакалка, арбитрек, может? Шашки. Тоже спорт. Играем? Что и требовалось доказать. Даже в этом спорте ты полный ноль. Давай еще. На желание. А если я захочу, чтобы ты уволилась? Уволюсь. Наш физрук в школе говорил, освобождение от физкультуры, не освобождает от спорта. Играл со мной в шашки, пока все бегали. Красиво ты меня развела. Ася, тебя там директор ищет. И за мной желание. Королева, еще раз. Кто эта девица? Дочке прокурора. Я же говорила им. А наш гость утверждает, что это не так? Да, у прокурора одна дочка. И, к сожалению, я ее сегодня видел. Развели тебя. Я поверила. Хорошо, что я оказался рядом. Да, Борь. Я тебя потом отблагодарю. Отдельно. Так, ладно, а с этими-то что делать? Гнать, громко и с позором. Виталий, менять. А можно я сама? Ну, я же ваша помощница, и мне нужно учиться быть жестче с мошенниками. Попробуй. Жестко. Ну, от цензуры. Приседайте, не бойтесь, я вас страхую. Что? Олег, давайте уже меня страховать. Олег, ты свободен. Девушки на сегодня с фитнесом закончили. Да? Да. Ну, физкульт-привет. Аська, ну, ты что весь кайфом ломбаешь? Девки, извините, пожалуйста, я вам потом еще объясню. Девушки, немедленно покиньте фитнес-клуб, иначе я вызову полицию, и вам придется объяснять свое вранье им. Пожалуйста, свалите. Ну, что стоим? Встали и вышли. Да не могу я встать, эта штука тяжелая. Вам моя дома. Дома! Привет. Я тут за всеми заезжал, а тут видишь, такое дело. Да как ты мог вообще? Здравствуйте. Добрый вечер, извините. Вовочка? Да. Я пойду. Ты звони. Минутку. А где мама? Она на репетицию пошла. А тут видишь, позвонила Анфиса, сказала, что хочет им заехать извиняться. Ну, она заехала и извинилась. Э-э, погоди, старик. Ты что, подумал, что Рафаэль? Посмотри на меня. Твоя мама, конечно, привлекательная женщина, но она все-таки мама моего друга. А для меня это святое. Да, прости. Да ничего. Я рад, что ты считаешь меня своим другом. Можешь, кстати, не съезжать? Тетка не приедет. Так у нее же дом сгорел. А, да не дом, сарай. Она просто подумала, что дом. Ну, на работе была, пока горела. Ну, а что? День открытых дверей? Здравствуйте. И до свидания. До свидания. Рафаэль. А, это моя ученица. Да, она просто пропустила пару занятий, а я ей показывал новые движения. Не взрословато она для новых движений. Володя, вы за ним приглядывайте. А то придет такая ученица, потанцует и жить останется. Тринадцать, четырнадцать. Олег. Пятнадцать. Молодец, отдыхай. Да, что хотела? Это тебе за то, что ты целуешь девушек на спор. Это гадко и неприлично. В смысле, это была твоя идея? Все вопросы к пельмешке. Если тебя интересует мое мнение, то я считаю, что некрасиво целовать девушек на спор. Некрасиво, когда об бока висят, как у Шарпея. Давай еще подход. Ты сказал перерыв. Давай. Короче, девчонки, я наврала, что вы вип-гости. Тут все это скрылось. В общем, простите. Мне просто хотелось так похвастаться, как я типа круто устроилась. Аська, ты и так круто устроилась. Вчера салатом торговалась у него, вон, замдиректора фитнеса. Ну, тут я тоже приврала ее. Просто помощница. Ну, все равно круто. Путеры у вас, конечно, так себе. Вот бассейн зачетный. Да, и тренер Олег тоже зачетный. Так, вот про Олега забыли, да? Что, себе уже застолбила? О, знакомые все лица. Ну, мы поехали. Еще раз спасибо. Спасибо. Ну, и что ты хочешь? В перспективе жениться на тебе. А сейчас начистите репту твоему шляпку. Как тебе такой план? Как тебе такой план? Идешь домой и трезвеешь. Слушай, Асьок, ты такая спортивная стала. Прям сдавню гнаться. Ась, занята? Асьок, прикинь, на всю жизнь. А это что, не вокруг тебя дрется? Леша, успокойся, а? Да я спокоен. Проблема? Слушай, сейчас вот эта вот проблема тебе глазик на одно место натянет, чтобы чужик баб не клеил. Эй, стой, подожди. Олег, ну зачем? Ну, сейчас тебя мой, пожалуйста! Козлина, а? Стыканемся с тобой еще. Я просто думал, он тебя ударить хочет, ты на автомате. Да он бы не ударил! Ну, спасибо. Ась! Ты, это, как его? Прости, что я тебя тогда засосал. Обещаю, больше целовать тебя не буду. Ну, по крайней мере, на спор. Мир? Ну, мир. А если я тебе, ну, сейчас подружески чмокну, это норма будет? Ну, норма. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Оп! Давай помогу. Не надо. А я заявление твоего качка подал наше дело за побои. Ты дурак? Быстро забери. Легко, если ты ко мне вернешься. Шантаж. Отличный, Леша, способ меня вернуть. Не получится. Пытки попробуй. Хотя, на тебе, витамины нужны для мозга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не тормози, Сережа. Надо двигаться. Стал пропал. Я в движении, ты не отставай. Так что задумайся. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодежка. Спасибо, Михалыч. Для вас все что угодно. Да, всегда так говоришь, ничего не делаешь. Обещал расширить спектр услуг. Может, придумать что-нибудь новенькое. Геннадий Павлович, мы в процессе. Мой процесс называется застой. А надо двигаться, Михалыч. Стал пропал. Уже. Уже. Занимайтесь. Давно ли вы Михалычем стали, Виталий Миняевич? Знаешь, кто это? Очень большой человек. Ну, это я вижу. Занминистр области по культуре и спорту. Я для него не то, что Михалычем, я Абрамычем готов быть. Собирай людей, будем идеи рожать. У японцев роботы с людьми в бадминтон играют. А у нас что? Олег, ты меня слышишь вообще или нет? Конечно. Что конечно? Все конечно, Виталий Миняевич. Так все тихо. Я хочу услышать ваше предложение по улучшению сферы услуг. Наш клуб хорошо комплектован. У нас всего хватает. Хватает только дураков и проблем. Вот ты старший тренер. Какие у тебя предложения? Разойтись. Отлично. Соберешь со всех идей и расходись. Хорошо. Итак, идеи есть? Можно скалодром поставить. Я и людей знаю, которые могут помочь. Идей нет. Всем спасибо. Расходимся. Ась, мне тут повестка к следователю пришла. Вот, Леша. Слушай, ну ты не переживай. Я просто дурачок и попугать ее решила. Точно? То есть мне не загоняться? Ну конечно. Давай я возьму, схожу в полицию, все объясню. И там ведь тоже умные люди встречаются. Не часто, но встречаются. Ну окей. Все. Давай. Все решу. Утро доброе. Доброе. Угощайтесь. Спасибо. Ходят слухи, вы тут брачное агентство открыли. Гузееву хотите подсидеть? Да нет. Что вы, Виталий Минеевич, я с утра до ночи по уши в работе. Знаю. Отставить. Я поэтому зашел. Угощусь. Как сказать-то? Одному моему другу? Другу? Ну не то чтобы, но другу. Нужно помочь вторую половинку найти. Сделаем. Не пропадет ваш фрукт. Да. Положитесь на мой опыт и в картотеку. Я ваш должник. Спасибо за витамины. На здоровье. Леша, забери заявление, это уже не шутки. Все плохо очень может кончиться. Да никто за меня не прячется. Сам ты себя как баба ведешь. Что? Где ты? Козел. Это не те. На. Накидала изъедель витамин. Набери и распечатай. Ну тебе надо, ты и печатай. Я занята. Конечно, ты же печеньку жрешь. Оно протеиновое. Закончишь, набери и распечатай. А судя по почерку, ты врач, а не тренер. Ваня, дай ручку. Затратно. Мелко. Это вообще фигня. А что такое фейс-фитнес? Сорок минут в день. Никаких морщин и мешков под глазами. Очень модно. Вот этим пусть модники дома занимаются. Нам здесь нужно что-то... Скалодром. Твоя идея? Я... Ну это же прекрасно. Ну с этого и надо было начинать. Хотел он десерт оставить. Ты молодец. Привлечем молодежь. Мы-то в детстве по стройкам лазали. А они тут будут в тепле. Все. Все, конечно. Че ты стоишь? Ты идея родила, а тебе ее воспитывать. Все. Все. Короче, нанес несколько ударов в голову. Леша, не умороть человеку голову. Не слушайте его. Он просто идиот ревнивый. Во-первых, вы кто? Во-вторых, че вы орете, как потерпевшая? Даже если потерпевшая, не орите. Ася Королева, помощник директора фитнес-клуба Суперфит, в котором произошло это недоразумение. Ага. Хорошенькое недоразумение. Он первый на меня набросился. Олег не виноват, честно. У меня каждый день цыгане мамой клянутся, что не воруют. А за избиение представителя власти вашему Олегу грозит до пяти лет. Сколько? Тогда меня сажайте. Это я его ударила. Давай, Леша, сажай меня. Че за бред? Это не она. Че, думаете, я его ударить не могу? Нет. Да запросто. Че, больная, что ли? А ты здоровый и зарелся человека в тюрьму сажаешь. Не надо ее слушать, она бешеная. Так все, закончили ток-шоу. Все бизнес-центры оборудованы камерами наблюдения. Вечером приеду, гляну, кто, чего, как. Вот, да, посмотрите, посмотрите. Виталий Минич, это лучшие кандидатки для вашего друга. Ну да, у нас с ним вкусы-то почти совпадают. Где я мог ее видеть? А, да вот же она. Вот, вот. 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 Ну, а живем она гораздо эффектнее. А спасибо, Людмила, дальше я сам. Людмила, а на каком этаже она с комнатой охраной находится? Не знаю, а зачем тебе? Да так, узнать кое-что. А вы решили до обедения на перерыв устроить? Нет, я Виталию Миничеву для его друга подыскиваю дому. Ага, для друга. Ну, конечно, для друга. А почему тогда он с этой барышней так мило воркует, а не друг? Вкусы у них, видите ли, одинаковые. Королева, давай звони своим знакомым. Витамин дал добро на скаладру. Ну, я тебе телефон дам, сама позвоню. А вот еще. Хватит того, что я твою идею перед витамином защитила. Дальше будь добра, занимайся сама. Ася, ну что там? Где? В ментовке, все разрулилось? Конечно. Я же обещала, вообще нет никаких проблем. О, ну можете же, если вас хорошенько под зад попихнуть. Теперь надо эту красоту в буклет вставить. Ну, этим же не я буду заниматься. Кто, я? Ты скаладром придумала, ты его рекламируй. Тебе голова для чего? Хвост носи. С меня ужин. Заказывай все, что хочешь, только не жирное. Олег, слушай, там нужно одну ерунду уладить. Ну, да ужин успеешь. Конечно. Супер. Любуешься? Да, что бы ты без меня делала? Боря, а ты можешь мне еще раз помочь? Ну да. Ты что, с ума сошла? Я не буду это делать. Боря, пойми, меня Леха шантажирует. Если ты мне не поможешь, мне придется либо к нему вернуться, либо Олега в тюрьму пасает. Чего это за тряпка, а? Боря, спасибо, ты человек! Слушаю вас. Здрасте. Здрасте. Я туалет ищу. Прямо по коридору налево. Спасибо. Пожалуйста. Ну что, не вышло? Ладно, пойдем. Пойдем готовиться к плану «Б». Здрасте. Здравствуйте. Галин, мы с вами прямо сегодня весь день пересекаемся. Ну или вы меня просто преследуете. Ну, я все. Раскрой карты. У нас новая программа лояльности. Мы дарим вам ужин в ресторане. Какую кухню предпочитаете? Малокалорийную. Добрый день. Если не ошибаюсь, Галина? Да. Я как штатный врач хотела вам посоветовать поменьше разговаривать и побольше заниматься. Лишние килограммы они сами не уйдут, а у вас их почти семь. Лишний вес – это нагрузка на колени, суставы, позвоночник и так дальше. Это тоже входит в программу лояльности? Вы как с гостями разговариваете? Я прошу прощения, но в ее возрасте важно соблюдать баланс. Дети работайте. Галина, я прошу прощения. Наш вопросный клиент с дорожки упал, перестраховывается. Расширяемся, скалодром его ставим. Скалодром? Да. Я в школе когда-то занималась скалолазанием. А правда? Да. И я тоже. Ну, в армии. Мм, понятно. Ну и когда уже можно поскалолазить? А сегодня к пяти должны закончить. Галина, вы можете быть первым человеком, который возьмет только высоту. Под моим чутким руководством, естественно. Ну, а потом ужин. А, договорились. У меня еще подход. Здрасте. Здрасте. Я сейчас просто подумал, что мне какой-то угримый мужик откроет, а тут такое очарование. Вы что хотели? Я просто... Я сумку потерял. А у меня там все, понимаете, и документы на квартиры, и на машины. Свидетельство о расторжении брака. Я подумал просто, может быть, можно по камерам посмотреть. Ну, вы же здесь самое главное, как я понял. Если, конечно, вас это не затруднит. Пойдем посмотрим. Да? Угу. Есть. Как же такого мужчину жената бросила? Устала жить в золотой клетке. Да, сказала, что со мной ей больше не о чем мечтать. Ну, дура. Да. Стоп. Нашли? Нет. Нет, показалось. Слушайте, может быть, прервемся ненадолго? А то мне эти сумки уже везде мерещатся. А я вас кофе с эклером угощу. Считаете мои мысли? Пойдемте. Милей, Калин. Отлично. Сейчас Высоцкий пел бы. Лучше гор могут быть. Скалодромы. О, смотрите, Калин, отличный ракурс. Пару фото потомков. Не только. Супер. Калин, спускайтесь в гор. А? Чего? Ну, спускайте, помогите. Что случилось? Я не знаю, снимите меня, пожалуйста. Спокойно, спокойно, все под контролем. Ты кто такая? Я туалет искала. По камерам, что ли? Да. Меня снимет кто-нибудь или нет? Установщики, мать вашу, почему обороты неисправны? Спокойно, спокойно. Что у вас тут стряслось-то? Висит груша, нельзя скушать. Как ее так угрыз делают? Не знаю, меня тут не было. Но если защелкнуть кроль, он веревку фиксирует намертво. Так что вверх вы подниметесь, а самостоятельно спуститься уже не сможете. Как вы интересно рассказываете. А вы уже обедали? Пока нет. Ой, как жалко. Сходите пообедать и потом закончите. Там у нас около бизнес-центра шашлочка прекрасная. Ну, хорошо. Давайте я подержу. Чего ты стоишь? Снимай ее. Я что, на Человека-паука похожа, что ли? Полина, если с ней что-нибудь случится, тебе и твоим установщикам мало не покажется. Чего тут Полина? Это Ася этих людей позвала. Конечно, Ася, Виталий Меневич. Идея про скалодром изначально моя была. Она ее себе присвоила. Мне пофиг, чья идея идея. Обеих уволят. Устроили какую-то фигню. Виталий Меневич, вы не ушиблись? Калин, как вы? Не трогайте меня. У меня все в порядке, в отличие от вашего этого недоделанного скалодрома. Это все ее лишние килограммы. Извините, ради бога. Ваши извинения засуньте себе, знаете, куда. И вам не хворать. Это что такое? Какого вас тут здесь не было, а? Так это, какого вы туда полезли? Там крепления не застыли. Спокойно, мы все переделаем, как надо. Убрать все, чертовой бабушке. Еще вот только несчастных случаев нам тут не хватало. Уйдите отсюда. Виталий Меневич, давайте я вас посмотрю в кабинете. За вас веревку тянете. Уберите, веревку от меня. Отцепите эту веревку. Ася, ты же вроде сказала, что все норма. Ну, а там следователь пришел. Олег Батькович, плохи ваши дела. А что такого? Поучил его разок и все. Дорогая наука, до пяти лет лишения свободы. Как до пяти? За что? За избиение полицейского при исполнении. А что, розыгрыш? Ага. Камеру скоро видишь. Нескрытую. Да при каком исполнении? Что ты? Он вообще в гражданке был. Еще и пьяный. Не от ветра же его качает. А мне тоже так показалось. Да не пьяный я был. Что вы? Я устал. Я просто с работы. Скажите, а вы можете посмотреть весь его маршрут от входа до фитнеса по камерам? А это что, тебе зачем это? Да что, долго смотреть-то это. Подтвердится, что бухал при исполнении, вылетишь с работы. Включай. Все у меня в порядке, Людмила. Как с другом теперь быть? Ну скажите, что его кандидатка сорвалась. В прямом и переносном смысле этого слова. Он расстроится. Он уже историк на вечер заказал. Понятно. В таком случае надо заменить патч Вангеля. Кем? Ну мало ли одиноких женщин у нас в клубе. Людмила, я и предположить не мог, что такая шикарная женщина, как вы, и свободна. А вот так вот. Так, ладно. Конец этого блокбастера мы уже видели. Ну я же после работы вроде. Ага. Как по роже получил, так при исполнении. А как бухаешь, так после работы. Я проверил твой график. Фактически, по времени ты еще был при исполнении. Пьяный. Что, прям из бутылки пива, что ли, Вольт? А как на пять лет сажать, так это нормально? Скажите, а может по-мерному к ним получится решить? Поздно. Вот заявление. Вот кино с пьяным полицейским. Я что, Вольт, мамка расстроится. Диск. Заберу, как вещдок. Эй! Ты что делаешь? Девушка, хана! Все. Леша не был пьяный, Олег никого не бил. И вообще я виновата. Меня сажайте, расстреливайте, что хотите делать? Да отстань! Прости, я дебил. Правда. Все. Никто никого не бил, никто не пил. Я был трезвый, сам ударился. Ну, тогда дело закрыто. Не вижу дальше смысла откладывать мой ужин. А диск? Человек нечаянно испортил диск. Все видели? Да. Убыток возместишь. Всего хорошего. Ага. Почему ты сразу не сказала, что у меня задница светит? Ну, не хотела тебя пугать. Подумала, что сама справлюсь. Ну, ты даешь, мать. Ты ведь справилась? Я еще крестиком ишивать могу. Кстати, сегодняшний ужин отменяется. Один человек зовет нас с караоке напиться и снять стресс. Кто? Я. Е-е-е. Да вот через час этой долбутой сказой здесь не было! Ну, я сразу говорила, что это твоя идея полная фигня. Еще хоть одно слово тебе лавиной накроет, поняла? О! А где же мыло? Че это такое? Зацепь для скалодрома. Скалодрома это масштабно хорошо. Так сказать, в ногу со временем. Стараемся соответствовать уровню наших многоуважаемых гостей. Молодец Михайлович, услышал меня, начал двигаться. Откуда идею взял? Сам придумал. Лично. Вот и заканчиваем установку. Ну-ка. Взглянем. Попробую забраться. ПОДПИШИВАЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Людмила. Это Костя, про которого я говорил. Костя, это Людмила. Классная, да? Не подкачай. Вы выпиваете? Ой, спасибо тебе еще раз огромное. Я только сейчас выдохнула. На нервах, наверное, килограмм сбросил. Слушай, Ася, я подумал, может быть, мы сегодня поужинаем вместе? Не, Боря, я сегодня не могу, извини. Борис! Я на сегодня закончила. Уже может быть кофе? Я сегодня кофе уже много выпил просто. Некрепкий можно. Да? Одно и то же, нам же нравится одно и то же. Смотреть в окно, искать людей, искать. У-у-у! Браво! Класс! Давай мою. Опять? Это был третий подход, осталось еще два. Врубай мою, слышишь? Качаю руки, качаю залы, моя жизнь, аэропорты, города, вокзалы. Качаю ноги, качаю плечи, ноги дамочек мешают, дароречи. Качаю вечер, качаю нё, качаю самолётом, качаю сам бюджелом, качаю сам не можно. Качаю нё, качаю самолётом, 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 качаю самолётом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть ты меня вчера привел? Ну, скорее принес. А пижаму, я надеюсь, сама? Начала сама. А дальше, походу, заснула. Со штамами пришлось помочь. А почему ты не ушел-то? Потому что спортсмены своих не бросают. Я сразу решил, что я тебя накачал, мне тебя и откачивать. Но до этого, слава богу, не дошло. Спасибо, ты такой заботливый. А что-нибудь еще сладенькое есть? А-а-а. Я думала, что спортсмены как-то более правильно питались. Обычно, да. Но у меня сегодня читмил. Чего? Читмил. Полезная штука, если раз в месяц. Термогенез ускоряет и ЖКТ от белка разгружает. Ускоряет метаболизм. Хаваешь все, что хочешь, а организму пользует. Там бургеры, пицца, все что угодно. Но я бы лучше оторвался по домашней кухне. Там картошечка с грибами. О, больший сок со сметанкой. Сразу приседать. Приседать кто будет? Я? Вот. И сразу выпрямляться. Последний раз. Извините, пожалуйста. Молодец, Сусисон. Передохни. Рядом просто невозможно заниматься. Он что, специально типа хвастается? Сделайте что-нибудь, пожалуйста. А в чем проблема? Проблема с той стороны. Слушайте, ну хвастаться там особо нечем. Я с ним поговорю. Да не буду я с ним говорить. Как ты себе это представляешь? Эй, мужик, ты бы спрятал свои колокольчики? Может, как-то повежливее. Извините, пожалуйста. Вы бы не могли не выгуливать здесь свою птицефабрику? Слушай, ну ты мужчина. Тебе как-то проще об этом говорить. Я все-таки девушка. Ты девушка старший тренер. Поэтому решай проблемы. Не нравятся те его трусы. Подари ему новые. О, привет. Привет, мамуль. Устала? Да, видимо, меньше, чем ты. Гуляла вчера? Слегка в караоке попели. А, ну-ну. И попели, и попили. Что за парень у тебя ночевал? Как ты узнала? Ну, как? Сложила два плюс два, да? Вчера ты в караоке была, а сегодня стульчак в туалете поднят. Ты с Лехой, что ли, помирилась? Нет, это с работы. Так. Мам, никакого так не было. Я слегка перебрала. Он меня привел домой и остался, чтобы проверить, все ли в порядке. Ну, он тебе хоть нравится? Да. А ты ему? Не знаю. Нравишься. Раз и остался, да? Конечно, нравишься. Ты же у меня красавица. Правда, не сегодня. Мам! А? Ну, что мне делать? Ну, во-первых, не пей больше при нем, да? А во-вторых, а что он любит? Спорт любит. И поесть любит. У него как раз сейчас этот... Читмил. Что? Ну, это когда ты сидишь долго на диете, а потом все подряд ешь, и организм на пользу вдруг. Во! И Читмиль его. Малая, может, тут полчаса лежит, мне еще сын из садика забирает? Володя лучше знает, сколько лежать. Надо подкачаться. Извините, можно вас отвлечь ненадолго? Да, пожалуйста. Я Полина, старший тренер. Очень приятно, Георгий. Мы сегодня выяснили, что оказывается, вы являетесь нашим юбилейным гостем. И поэтому мы хотим подарить вам фирменные шорты. Спасибо. Спасибо. Водя, это синтетика. Я такое не ношу. Тело должно дышать. Полина, раз уж вы подошли, посмотрите, пожалуйста, я правильное упражнение делаю. Идеально. Раз, два, три, четыре. В сторону. Страх. Страх. Продолжайте без меня. Дело есть. Нужно кое-что украсть из мужской одевалки. Прям украсть? Прям взять чужой, без спроса. Я тебя с подругой познакомлю. Блондинка, модель, беспарно. Ну, не знаю. Стрёмно это как-то. А если попалят? Третий размер груди. И очень любит танцевать. А чего украсть? Ну что, всё? Нет пока. Только не подглядывай. А теперь можно? Нет, подожди. А теперь всё? А теперь можно. Борщ? Ну да. Ты же домашнего хотел. Господи, какой запах. Фу. С чем так воняет? Это божественный духан, моего Четмила. Ещё две персоналки, и я в тебя нырну. Я нормально? Чё? Думаешь, поведётся на борщ? С пампушкой. Володя, вот как на работе можно было задрыхнуть, я не понимаю. Эти деньги за храп, что ли, плачу? Да я не уснул. Я просто очень сильно расслабился. Дело в том, что у меня появилась женщина. Вот новость так новость, прям новость. Да просто она постоянно нуждается в моём мужском начале. Каждую ночь. Я тупо не высыпаюсь. Так не ходи к ней каждую ночь. Ну, отказать женщине в сексе, это всё равно, что отказать голодающему в куске хлеба. Сам ври ей что-нибудь. Скажи, что ты женат, и твой кусок хлеба официально принадлежит другой женщине. Пили вельнис, пожалуйста. Я врать не умею. Ноги взлом на затылке он умеет завязывать, а врать не умеет. Пусть кто-то из наших девчонок скажет, что она твоя жена. Ты просто стой рядом и кивай. Кивать-то умеешь? Как-то неудобно о таком просить. На зумбу не ходите? Нет. Я в душе о чем. Это мои трусы. Я знаю. Конечно, ваши. Я просто посмотреть. Модель редкая. Я вас, кстати, еще в зале заметил. Винтажная? А то. Грейс Пейру, лимитед эдишн. Лучшие восьмидесятые. Круто. Что-нибудь еще из гардероба из моего интересует? Точно? В свободе. Короче, облом. Ну, значит, и с подругой тоже облом. Ну... Все. Нет трусов, нет подруги. Да что же за день-то сегодня такой? Ай, что тебе, как обычно. Аллафь, это индийский ритуал такой? Тренина на задницу трогает? Это та самая, из-за которой у меня дефицит сна. Она купила себе индивидуальные занятия. Сюрприз мне сделала. Володь, жену ищи, иначе она тебе инфаркт сделает. Марин. Да? А ты можешь стать моей женой? У меня вообще-то парень есть. Привет ему. А ты можешь притвориться моей женой перед другой женщиной? Ну, можно и так. Спасибо тебе. Спасибо тебе, дорогая. Слушай, Володь, но у меня как бы с моим парнем там не очень все серьезно. Ну. А где борщ? Подышать вышел. Сказал, здесь сильно воняет. Это все ты. А что сразу я? Ах ты. Ты что? Да мало ли кого вот запах твоего варьева раздражал. Ваня, у сплита свободна? Мультиварка свободна. А борщ можно в ней приготовить? У нас на ней нет борща. Будет. Будет, Ваня. Привет. Почтмилимся по-взрослому? Как? У тебя же еще одна персоналка. Да это Боря, он вечером. Так что я в душе, готов к приему пищи. Все, пока. Здорово. Борь, привет. Скажи, а ты можешь сейчас с Олегом потренироваться? Он просто вечером не может, и тебе постеснялся звонить, но ты же гость. Пожалуйста. И я тебя за это поцелую. Ой, прости. Олег, Боря просил, чтобы ты с ним сейчас позанимался, потому что у него вечером работа какая-то появилась. А что он сам не позвонил? Ну, он не хотел лишний раз беспокоить. Ты же тренер. А борщ? Как же мой борщ? Я уже настроился. Ну, Боря очень просил. Ты не волнуйся, мой борщ верный. Он дождется тебя. Ага. Спасибо. Идет. Георгий, а вы мне не поможете? Я хотела пыль протереть. Поддержите меня. Да не вопрос. Спасибо. Так, вот это еще надо. Вроде все. Спасибо. Вау. Ой. Спасибо большое. Хорошо, что я в фитнес устроилась работать. А то в библиотеке бы точно не поймали. У вас такие сильные руки. Ну, обращайтесь, если что. Нет, там идти надо. Спасибо. До свидания. Глубокий вдох. Выдох. С выдохом опускаем все свои мысли. Переживания. И расслабляемся. Володя. А давай закроем дверь на ключик. И расслабимся как-то. Я не поняла. Ты с этой сучкой по ночам укувыркаешься, да? Володя, ты кто? Кто? Я его жена. Ты не говорил, что у тебя есть жена. Ты совсем обдомлел? Уже на работу своих баб приводишь? А это кто? Это... Я? Я жена его. У тебя две жены? Мы буддисты. Нам можно. Короче, еще раз к нашему мужику подойдешь, мы тебя так разукрасим, тональник никакой не поможет. Поняла? Вали отсюда. Давай, давай. Извините. Ты что здесь делаешь? Меня Володя попросил ему помочь. А меня Виталий Минеевич попросил ему помочь. Ой, спасибо вам обеим, девочки. Спасибо Виталию Минеевичу. Я не знаю, как я вас благодарить у тебя буду. Просто притормози своей сексуальной активностью в знак благодарности. Я могу коврик забрать? Забирай! Да не пялься на нее. На нас пялься. Нет. Видимо, належенство это не мое. Ванечка, нам с Геннадием Аполлоновичем как обычно. А ваше как обычно закончилось. Просто кофе будете? А чем фонит? Королева борщ варит. Вань, я возьму тарелку с возвратом. Королева, ты обалдела! Слушай, Максим, я давал команду варить борщи? Ну, вы давали команду инициативу проявлять. Вы про чатмил слышали? Королева, не умничай. Это когда ешь все подряд. Для улучшения метаболизма. Все бодибилдеры так делают. Вот я и подумала, вдруг у нас угостей у кого-нибудь чатмил, а мы борщица свеженького. А ты бы еще котлет нажарила. Подождите, это что, свежий борщ, что ли? Да, домашний. Ну, так присните тарелочку, а то мне сейчас еще бежать пять километров по дорожке. Чего стоим? Налей Геннадия Павловича борща. Пока аппетит нагуляем. Да, сало порежем. Девушка, у меня в вашем клубе трусы украли. Спортивные, я имею в виду. Давайте я старшего тренера позову. Давайте. Полина! Что? А, добрый день, еще раз. Кому как. У меня в вашем клубе трусы украли. А с чего вы взяли, что их украли? Может, вы их потеряли? Совесть вы здесь все потеряли. А у меня украли трусы. Я даже знаю, кто. Позвольте. Туда нельзя. Там занятия. Где трусы? Какие трусы? Мои трусы. Лимит от эдишн. Я их не брал. Он не брал ваши трусы. Так, пошли к директору. Полина! Пошли к директору, ты больше здесь не работаешь. Да поставьте мальчика, это не он. Это я взяла ваши трусы. Вы что, извращенка? Я извращенка? Вы на себя посмотрите. Приходите в зал вот в таких вот коротких трусах. У вас оттуда, простите, все вываливается. А у нас тут женщины и дети. Да. Ну, извините. Вы тоже хороши. Могли бы просто сказать. Слушайте, ну, трудно подобрать слова, знаете ли, чтобы объяснить, что вы понимаете. Хорошо, постараюсь найти трусы по длине. Спасибо. А я в качестве извинения тогда проведу вам индивидуальную тренировку. Хотите завтра? Хочу сегодня. Окей. Что-то еще? Трусы-то верните. А, да. Я что-то пропустила? Мы что, клуб в столовку переделали? Старший тренер. А в новых трендах не сечет. Стыдно. Дегустируем чатмел меню. Чатмелимся, так сказать, не выходя из клуба. Правильно я говорю, Геннадий Павлович? Абсолютно. Между прочим, для ускорения метаболизма самое то. Девушка, можно мне добавочки? А, извините, а все? Ну, жаль, что ж. Тогда что, побегу ходить. Хорошей тренировки. Виталий Миневич, борщ в фитнес-клубе, это же какой-то бред. Консервативная мысль, Жапалин. Ломай стереотипы. Ась, я не понял, они что, мой борщ хавают? Олег, не переживай, я тебя оставила. Поел борщачка. Да уж, Королева. Хорошо, хорошо на Олега борщом плеснуло. А ни на кого-нибудь посерьезней. Придется повременить с новыми трендами. Володя, а я тебя жду. А я тут подумала, а буддистам три жены. Можно? Вот. И последний. Сама. Полина. Молодец. О, здравствуйте. Добрый день. Ну что, я обновил гардероб, как обещал. Так, нормально? Так, нормально? Вроде длинные, как вы хотели. Ну да. Как я и хотела. Спасибо, что подвез. Слушай, Ась, у тебя все в порядке? Ты просто всю дорогу молчала. Я просто устала, и все. Ну, я надеюсь, у тебя есть силы, хотя бы для одного поцелую. Ты мне должна? Что? Подожди. Может, мы попробуем встречаться? Ну, как парень с девушкой? Боль, мы с тобой друзья, и все. Угу. Ну, это так, честно, проясните. Ну, чтобы люди не питать. Видимо, мне тоже надо прояснить кое-что. Что без иллюзий. Да. Пока, Боря. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет. А я тебе еще один борщ варила. И вся кастрюля только для тебя. Борщ? Ну, проходи. На этот раз, надеюсь, не разольешь? Ну, если не, то подножку не поставят. Олег! А? Слушай, убери свои носки из ванны. Они еще позавчера высохли. Это что, опять борщ, что ли? Ты что, хрожаешь? Не опять, а снова. И теперь целая кастрюль только моя, ясно? Да, Осек? 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Борщицок сейчас тему. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, продолжим? Я пока тут подстаю, вдруг еще борщица захотеть. Ася? Ася, что это у нас кастрюли в прихожей делает, а? Ася, что это у нас кастрюлю? Да. Абсолютно. Ася, что это у нас кастрюля? Абсолютно. Субтитры делал DimaTorzok Что, боишься, что все девчонки обзавидуются? Боишься, что все узнают, что я живу с таким идиотом? Ты, между прочим, за этим идиотом замужем была. Да. Астасия, разговаривать не буду, если хочешь, поговори сама. Меня твоя толстуха как бы недолюбливает, а в тебя он втюрился по ушу, ходит, прикармливает. Чего ты гонишь? Мы просто друзья. Пообещал человек борща, принес. Что, думаешь, реально втюрилась? Ты больной? Больные в больничке, я в порядке. Как насчет романтично проехаться до работы? Романтично, Леш, ты как? Ну, в смысле? Ну, чтоб тебе не на маршрутке горячий, а на тачке, вот, с музоном. Неважно, ты с романтикой, Лешенька. И сейчас, и всегда будет. Поэтому уезжай ты куда подальше. Романтичен так, с музоном. Таким образом, Тим Шеринг поможет лучше узнать специфику работы ваших коллег, интегрировать полученные знания в свою трудовую деятельность. Вот придумают фигню, а? Вопросы есть? Простите, а что конкретно надо делать? Те, кто пришел к началу собрания, уже в курсе. Но для особо дисциплинированных я повторю еще раз. Руководство прислало распоряжение провести обмен опыта по американской системе во всех филиалов. Ты что, в меня втерилась? Кто? Я в тебя? Привет какой ты. О, класс. Значит, сплошная дружба, никаких соплей, да? Я извини, я послушать хочу. Короче, разбиваемся по парам, делаем вид, что обмениваемся опытом. А Валера вас в это время от фотосессии для отчета. А вчера нельзя было предупредить, что нас будут сфотографировать? Я бы в парикмахерскую сходила. Людмила Алексеевна, это не для гламурного журнала, это для работы. Все должны быть усталые и потные. Короче, разбиваю по парам. Марина. Можно с Володей? Можно. Но с Людмилой Алексеевной. Хе-хе-хе. С Володей будет Лиза, Ася будет с Олегом, Полина. Извините, а можно с кем-нибудь другим, пожалуйста? Можно, с Полиной. Так, вроде все. Полин, лично проследите, чтобы все поделились опытом. Оперативно и фотогенично. Все ясно? И помните, что довольное начальство, это лучше, чем... Чем недовольное начальство. Спасибо. Марина, рома накрасила? Да, офигенно накрасила. Ровнее только трубешники мелом обои. Тебе что? Да это я насчет того, что у меня типа с романтикой туго, да? Да. Голословное заявление получается. Этот вот списочек накидал. Короче, смотри. 7 сентября 2015-го нарвал для отец цветы с клумбы на центральной площади. Было? Было. 24 июля 2016-го года прыгнул в фонтан одетый. Помнишь? Ну, чтоб тебе весело там было, да? 17 октября 2017-го написал краской под твоим окном. Ася, я тебя люблю. И что? Это типа не романтика получается, да? Леша, ты эти подвиги совершил, чтобы собой любимому гордиться. А романтика это, когда ты что-то для другого человека делаешь. Понимаешь? Свободен романтик. А можно побыстрее? Там уже фотограф ждет. Ну, в отличие от тебя, мне не все равно, как я выгляжу. Поехали. Чего ржем? Выпад в исходное положение. Ясно? Угу. Ты же никому не сказала, что мы вместе с Олегом живем? Или проболталась? Полина. У тебя, конечно, очень красивая юбочка, только вот... Только вот я занята, не видишь? Пожалуйста. Так. И кто уже в курсе? Все у меня было. Лево-вправо. Лево-вправо. Все, у меня есть. Отлично, пошли дальше. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Работаем. Два. Раз. О, честь, Марин. Отцу будешь давление мерить. А может, вы ему найдете кого-нибудь, ну, кто ему будет давление мерить? Вы же можете. Я-то все могу. Скажи, какие женщины отцу твоему нравятся? Ну, такие, как там на йогу ходят. Ну, с одной стороны, они уже не девочки, а с другой такие гибкие и бодрые. Слушайте, гибкие и бодрые. Хоры трепаться. Поляр, пойдем. Пока они тебя не женили. Пойдем, пойдем. Слушайте, как вы меня все достали! Ну и как тут лежать? Сейчас фотограф придет, я тебе положу. Слушай, вот так нормально? Я просто хочу красиво получиться. Ты же понимаешь, что на нашей фотке красиво получится, а? Поздравляю, твоя жирная корова всем про нас рассказала. Уверена? Уверена. Ведь кот на мне ржет. Че ржем? Да, я живу с этим идиотом, и что? Что тут смешного? Мы развелись, а живем вместе, потому что квартира рядом с клубом, потому что съезжать никто не хочет, потому что никто не мужик. Что притихли? Давайте, смейтесь, весело же! Полин, извини, у тебя просто юбка в белье застряла. Реально? Вы че, из-за этого все ржали? Я пыталась тебе сказать. Ну что, кто из нас идиот? Чтобы завтра же тебя в моей квартире не было. Иначе все узнают твой секрет. Что я секс-машина? Ты прекрасно знаешь, о чем я. Так, кого снимаем? Мальчишку. С кубиками. Красиво. О, приятного. Принимай агрегат. Это что? Крауль. Ну, и чтоб ты не говорила, что я там только для себя все делаю, да? Ты ж петь любишь? Ну вот, романтический жест чисто для тебя. Банд две сотки стоит, прикинь. Это идиотский жест, Леша. Тебе деньги некуда девать. Кредит мой погаси. Сейчас, по-моему, кто-то в показаниях путается, не? Я для себя делаю это не романтика, для тебя делаю тоже не романтика. По-моему, родная-то у тебя проблемы с романтикой. Не у меня. Молодец, Оля. Хорошее фото. О, вот это вообще отлично. Марин, красавица, да? Вся в меня. Так, а это что за хрень? Какая? Внезапная! Начальство завтра приедет проверять результаты этого гребаного тимшеринга. Есть показательные выступления, не подавай, а? Фигуристов нашли. Короче, фотками оделся не удалось, придется реально обучаться. Ты такое пропустила, оказывается, Олег живет с Полиной. Ты в курсе? Так, разбились по парам. И шеримся по полной программе. Кто на проверке облажается, уволю, как обычно. Виталий Минеевич, а я бы хотела с Володей поработать. Я всю жизнь мечтала заниматься йогой, да и с профессиональной стороны хотелось бы побольше про нее узнать. А я тогда с кем? С Лизой. Я не хочу в бассейн, мне краситься потом целый час. Ах, ты и так целый день красишься. А можно я с Асей опытом поделюсь? Вдруг спросит вашего помощника, а она основную деятельность клуба не втыкает. Спасибо, не надо, я очень даже втыкаю. А, давайте тогда я с Асей, она все равно на ресепши не крутится. А я с Юрцом могу. А я с Олегом могу. Я могу с Лизой. Давайте все сейчас выбирать начнем. Я с Эдем. Давайте все заткнуться, а? Я вам не первую учительницу вас по парам-то рассаживать. Короче, Ася с Олегом, Марина с Полиной. А остальные как? Наперекосяк. Во-первых, во-вторых считались и спарились. Халасан. Поза плуга. Растягивает позвоночник и омолаживает организм. Ой, не вымереть бы в процессе омоложения. Ну, что ты сидишь в позе немого укора? Иди помогай гнуться. Вытянулась. И дальше бёрби. В общем, главное преимущество кроссфита это сочетание аэробных и ано-аэробных нагрузок. А вы с Олегом прям реально женой? Уже нет. Сбила меня. Кроссфит хорошо тренирует выносливость. А Олег, он выносливый, но в интимном плане. А, я смотрю, тебя интим больше, чем кроссфит интересует. Не, ну а что тут интересного? Бегай, прыгай. Я про ресепшн могу так же рассказать. Да ладно. Сколько полотенец в день ты выдаешь? Не знаю, много. В будние 200, выходные 150. Так что закрой руль и слушай про кроссфит. Виталий Минич. А что, прохлаждаемся, я не понял. Делать нечего? У меня пары нет. О, это Людмила Алексеевна. Она у нас специалист по парообразованию. Для тимшеринга. Я подумал, может быть, мне с вами опытом поделиться? Ну, я вам там про зумба расскажу или про ча-ча-ча. Или про трех коллег, которые к тебе ходят. Ну, или вы опытом поделитесь. А чем я могу с тобой поделиться? Как людей вольня? Или можете код от сейфа, где деньги лежат, сказать? Издеваетесь? Угадал. Ладно, пойдем. Кофемашинку тебе покажу. Маринка в отпуск уйдет. Будешь мне экспресс сварить. Давай рассказывай о своей основной деятельности. Это ты давай рассказывай. Чего дуешься? Мы же вроде утром все выяснили. Сплошная дружба, никаких соплей. Да, да, к делу ближе, давай. Еще такая напряженная. Олег, привет. Не посмотришь, я правильно с чем делаю? Да, сейчас минуту. С красавицей отношения выясню и подойду. А нет у нас отношений. Красавицей тоже нет. Поэтому иди, помоги человеку. Хотя, стойте, мужчина. А вы знаете, он вам просто в лицо улыбается, а так думает про себя. Какая вообще разница? Правильно ты делаешь, неправильно. Все равно ничего не получится. Потому что ты жиробас. Я сейчас. У тебя что, нервишки шалят? Откуда у нас вот толстых нервишки? У нас же жир сплошной, который вас, красивых, так сильно бесит. Меня знаешь, что бесит, что ты всякую хрень говоришь. Да это не хрень. Мы просто с тобой на разных языках разговариваем, и все. Для тебя идеального такого. Я жиробас. Я вообще человек с другой планеты. Ты никогда меня не поймешь. Все сказал? Да, все. Теперь послушай меня. Я был на твоей планете. Вот. 120 кг живого веса. Я почетный гражданин планеты жиробас. Мы с тобой земляки, детка. Подожди, а как ты таким стал? Девушка понравилась. А оказалось, она фитнес-тренер. Конечно, она на меня ноль внимания. Я начал у нее тренироваться. Она из меня человека сделала. А я ей предложил. Потом вы поженились с Полиной, да? Поженились, потом развелись. Теперь не знаем, как разъехаться. Идут. Кирилл Александрович! Марк Константинович! Рад приветствовать. Ох, Недаля Миневич, брешь и не краснеет. Чего? Ну, что, по кофейку и начнем? Каман, вы уже третий за сегодня не лезет в кофеек. Да? Да, давайте сразу начнем. Давайте. Туда! Мне будет проще рекомендовать йогу нашим гостям, потому что я на своем опыте убедилась, насколько она полезна для позвоночника и вообще омолаживает. Неплохо. Да. Куда дальше? А давайте уже в бар. Понял. Пойдемте. Волочка! Разогни меня, родненький! А здесь у нас делится опытом тренер по аэробике, тренер по аквааэробике, Лиза Вика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Вопросы к девушкам? У боссов нет вопросов. Абсолютно. В общем, они бегают, прыгают, там, по канату лезут, трясут его. Это все, что вы можете сказать о Кроссфите? Ну, он еще очень полезный. Неудальтеритные знания. Согласен. Не очень. Одна кажем. Вообще-то это была задача старшего тренера, научить свою молодую коллегу. Да. И вы с этим не справились. Подождите, я согласен. Не справилась. Примем меры. Пойдемте. Олег мне подробно рассказал про систему тренировок. А я ему про административное устройство клуба. Ну что же, Олег, поделитесь знаниями? Да нечем делиться. Это клуб, он работает. Да вы и сами все знаете. Да мы-то знаем. Мы хотим, чтобы вы это знали. В этом суть методики. Я вам не умничаю. Рассказывай уже. Вообще не понимаю, зачем мне знать какие-то устройства. Я тренер, должен тренировать. Я делаю это хорошо. А вы уверены, что делать это хорошо? Уверен. Да мы все уверены. Вы даже представить не можете, какой у него опыт. Знаете, каким он был? Олег, фотку покажи. Буду ничего. Покажи, говорю, фотографии. Ну уж покажите. Девушка нас заинтриговала. Сейчас. Вот. Да камон, это вы? Это он. Это не фотошоп? Время железа, вот мой фотошоп. Девчонки, посмотрите, Олег какой был. Да, это я. Да ладно. Это ты? Да, я. Слушай, не ожидал от тебя. Итак, в целом тимшеринг удался. Вы были cool. Да, и подумайте, Виталий Менеевич, может быть, вам Олега старшим тренером назначить? Раз человек такого прогресса добился. Конечно. Конечно, о чем вам? Подумаю. В общем, всем еще раз большое спасибо. You are the champion! Прошу. Прощаемся, прощаемся. Мерси. Спасибо за работу. Мерси. До свидания. До свидания. Приятно. По какому поводу овации? Меня хотят старшим тренером сделать. Мерси. Что? Да. Виталий Менеевич. Виталий Менеевич? Это правда? Виталий Менеевич. Ну? Олега старшим тренером. А что? Ну, Олег самый крутой тренер. Даже начальство подтвердило. Крутой, крутой. Хорошо. Хорошо. Сейчас я вам покажу этого крутого тренера. То есть, по-вашему, вот эта сплошная жировая складка может быть главным тренером? Видели это все уже. Молодец. Вопрос не решен еще. Я. Я не видела. Дай-ка я посмотрю. Виталий Менеевич. А может, это, жахнем сегодня в честь успешного проведения шеринга? Только без фанатизма. Без утра. Без. Без. Всех обошел. На вечеринку остается двадцать человек. Пьют все, закусывают половину. Остальные на диете. Остальные на диете. А, ну да. Привет. Увиделись. Слушай, я подумал, что караоке реально какой-то голимый подарок получается. Давай я его обратно сдам. А ты можешь его завтра сдать? А что? Ну, у нас просто вечеринка намечается. Я бы попела. А. Да не вопрос. Ты углом по пьяни не разбей там, когда угонщицу будешь орать. Надо же, ты помнишь, что я пою. Конечно, по-моему, ты че? Я же типа это, ну, твой фанат. Че? Посмотри. Привет! Это моя девочка! Как чужую машину тебя туя Угнала у всех на вид Так открыто, что обалдели все Ни за что, имей в виду Не вину Сейчас мой любимый момент. Я бы ты владелице Я ждала, тебя так ждала Ты был мечтою моей Крустальною Угнала, тебя угнала Ну и что же тут криминального? Я ждала, тебя так ждала Ты был мечтою моей Крустальною Угнала, тебя угнала Ну и что же тут криминального? Хочешь улететь со своей планеты? Че, думаешь, что это реально, что ли? С таким тренером, как я, да? У меня нет такого тренера Теперь есть А это тебе уже нельзя Ты про вещи спальвать Поля, а? Поль, 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 ну, хорош, ну, правда, Поль. Никто тебя с пьедестала свергать не собирается. Тем более, ты реально лучший тренинг. Правда. Правда. Субтитры сделал DimaTorzok Погнали, ну. Погнали, это Добата, детка. 20 секунд, пашем 10, отдыхаем. Осталось два подхода. Стоп. Молодец. Ну что, устала? Очень. Я старался. Поехали. Поехали, поехали. Я не могу больше. Боже, жир не зарплата, сам не рассосется. Давай, поехали. Кстати, насчет жира, не знаешь, где Боря? Он две тренировки пропустил. Я не знаю. А то мне минус персоналка, ему явно плюс Талию. Я спрошу. Стоп. Молодец. Все, с приседаниями закончились. Переходим на пресс. Не переживай, дальше сложнее будет. Полин, разберитесь уже, наконец, с гантелями. Что у вас происходит? Восьмерки с десятками перемешаны. Штерки с шестерками. Качкам легко, а трещины надрываются. А в итоге жалобы со всех сторон. Хорошо, поняла. Ась, напомни мне, в среду позвоните в администрацию. Что ты киваешь-то, а? Вот кивает она стоит. Ты записан? Я запомнила. Вот один майор в солнечном Забайкалье лейтенантном службу заканчивал после таких-то слов. Так, что еще? А, нам нужна наружка. Так у нас же есть классный билборд. А у меня остаток рекламного бюджета. Надо осваивать. Ну так в чем проблема? Давайте сделаем новый билборд. Только со мной как вариант. Двадцать тысяч. Не, ну на такие деньги мы разве что картонную фигуру в полный рост можем поставить. Отличная идея. Тебе много картона не уйдет? Двадцатку уложимся. А я против такой рекламы. Чего? Ну видя встроенную красотку, полные женщины стесняются к нам идти. Комплексуют. Ну ты ж пришла. На рекламе должен быть не идеальный человек. Вот помните, я вам присылала отчет по опросу клиентов? Так вот, ни один к нам не пришел. Из-за этого билборда. Отчет это документ. Хорошо, давайте две фигуры. Полина и какой-нибудь еще с лишним весом. Ася, например. Ты ж не против. Отличная идея, Полин. Иди занимайся. Кыши, кыши, кыши. Все, все. Привет. Да, что ты хотела? А что такое официальное? А, да. С друзьями же нужно веселее. Что ты хотела? Может мы попробуем встречаться? Ну как парень с девушкой? Борь, мы с тобой друзья и все. Борь, я понимаю, что ты расстроен тем, что мы всего лишь друзья, но это не повод пропускать тренировки. А при чем тут это? Ну а что тогда? Да, просто запары на работе. Они сначала законы попридумывают, потом понарушают, а мне это все разгребай. Борь. Да. Перешлешь мне исковой тюриной? Да. Только давай сегодня. У тебя выходной же завтра. Да. Спасибо. Значит завтра? Да, специально выходной освободил, чтобы в зал сходить. Отлично. А во сколько? Пока не знаю. Борь, ну съезжай, говори во сколько. Сейчас. Отлично. Как сказал бы Олег, бицепс не кодекс. Ну и что-нибудь добавил-то. Ну все, до завтра. Взгляд в сторону, разговор сухой. Ходит, как будто кол проглотил. Обиделся, значит твой Боря. Похоже. Надо твою обиженку чем-то отвлечь. Чем? Кем? Познакомить его с кем-нибудь. Сейчас мы найдем ему пару-тройку вариантов. Привет, Людмила Алексеевна. Я списки детских групп возьму. Да, конечно, Лиза. А ты чего такая грустная? Да нет, все нормально. А личным проблемы? Так это нормально. Проблем, когда личного нет и не хочется. Чтобы избавиться от грусти, нужно завести новое знакомство. Да. А у меня как раз один знакомый плаванием хотел заняться. Можно его активно на тренировку привести? Ну, приводи. Лиза для Бори – отличный вариант. Юрист и плавчиха. Звучит как басня. Фу. Дочь, я тебя сюда работать брал или деградировать? Не понимаю. Одно другому не мешает. Что? Чему? Селфи деградации? Не мешай. День добрый. Здрасте. Я могу увидеть директора? Перед вами. Личный вопрос. Можем отойти? Конечно. Я вас слушаю. Я бы хотел заниматься йогой у вас в зале. Говорят, инструктор прекрасный. Во. Наш йог – всем йогам йог. Вот девушке оплачивайте абонемент и будет вам нервана. Как раз об этом я и хотел поговорить. Можно без оформления? Всего на неделю. У меня съемки здесь недалеко. Не хотелось бы лишнего ажиотажа. Ну, я надеюсь на понимание. Я вас понимаю, вы, собственно… Я компенсирую. За конфиденциальность. А, вот сейчас прекрасно вас понимаю. Одни секунды. Быстро включишь любой. Будешь пускать его без карты. И никому не говори, что он к нам ходит. Хорошо. Это кто? Знаменитости нужно знать в лицо. Вот, прошу. Спасибо. Не-не, я помогу. Помогу. С девушкой у нас там. Молодцы, песни. Музыка заключенная в картон. Целых четыре штуки всего за двадцать тысяч. Молодец, Полин. То есть я, толстое животное, превращаюсь в человека. Разве? А что не так? Ты же сама хотела, чтобы в рекламе был неидеальный человек. Ну вот, тут их целых три. Ну да. Так, Виталий Миневич, уберите это, а? Надо меня на горло брать. Постоят пару дней для отчета и тогда уберем. Все, базар заканчиваем. Звезда у нас? А кто? Я не знаю, я лица его не видела. Но папа сказал, нельзя никому говорить, что он на нас занимается. Правильно, не говори никому. Ну я так и делаю. О, Володь, Володь, стой! Подожди. А кто у тебя занимается такой в очках и в капюшоне? Мужчина, как ты правильно заметил, в капюшоне и очках. А ты его не узнал? Может, это актер или певец? Нет, точно не певец. Ты слышал, как он в душу поет? О, значит, актер, нам срочно нужно селфи с ним сделать. Володь. Да что опять-то? Ну помоги. Мы все, что хочешь, для тебя сделаем. Ух ты, нашлись люди, которые оплатят мне билет до Гуа. Ну, Володенька, ну пожалуйста. Ладно, все равно не отвяжитесь. Подтягивайтесь, зал он скоро будет. Да такие гантели только пылесосом поднимать. На, держи. Давай, давай, работай. Работай. Оп, грудь прямо. Олег. Да. Боря в час к тебе придет. А, нашелся сачок. Ну пусть молится, я его сегодня уработаю. Скажи, а ты после тренировки можешь его отправить в бассейн? Дорогая моя, после тренировки он будет думать только об одном. Кому наследство отписать? Ну, пожалуйста. Почему ты его так искупать хочешь? Я не хочу. Мне просто познакомить его надо кое с кем. А, ну ладно. Я сначала его в сауну загоню, а потом он у меня в стометровку проплывет. И это педагогично, либо нефиг. Ага, спасибо, босс. Давай. Вниз. Доставь уже. Круто. Месяц в клубе, а уже его рекламируешь. Боря, ты хоть не подкалывай, а? Чего ты завелась и в по-доброму? Ну, еще по дружести скажи. Чего, приятно смотреть, как подруга позорится-то? Что? Брак распечаталось. Боря, помоги, а? А куда? Туда. Обидно себя, конечно, на мусорку выбрасывать. Нам всякое лучше, чем обезьян на людях быть. А, не думаешь, что тебе директор голову оторвет? Я сама с этим отличием справляюсь. Ты заниматься? Да. Пойдем. Узнаешь? Сегодня мы начнем с позы Меру-Вакрасена. Поза поворота спины. Поверните голову и корпус в левую сторону и задержитесь максимально долго в крайней точке. Девчонки, если я в очках, это не значит, что я ничего не вижу. Давайте одно селфи, и вы оставите меня в покое. Да, давайте. Круто. А подождите, пожалуйста, мы за Марины сбегаем. Не надо никуда бежать, я уже здесь. Спасибо. Ась, я на тренинг сегодня не пойду, а то я с твоими фигурами и так замотался. Ну так хотя бы в бассейн сходили, в сауну. Помнишь, как мы тогда, когда я не хотела, а ты прав оказалась. Теперь я права. Стоять. Королева, а ты не знаешь, кто тебя убрал из процесса революции? Понятия не имею. Не ври, по глазам вижу твоя работа. Я их выбросила. Ты выбросила 20 тысяч, за которые я еще не отчитался. Чтобы сегодня же было в наличии и в картонном виде. Виталий Минич, я себя немного повредила, когда выбрасывала. Королева, делай что хочешь. Ты мне нужна, чтобы революция шла полным ходом. Ты говоришь и с рекламщиками. Они у нас на третьем этаже. Почем? Пошли. Я сумку забыл, Мур. Пошли. Ась. Интересно, а кому не понадобились ты? Вот видишь, тебя на пять минут нельзя оставить. Украдут. Борь, не смешно. Мне, между прочим, этого роста сейчас нужно будет восстанавливать. Ну, не обязательно же делать все, как было. В смысле? В смысле, голова может быть другой. Концепция из-за этого не поменяется. Борь, ты гений. Дуй на тренировку. Ага. Рилли, он сейчас у нас мытищик. Что за мужик? Делочки попали. Сейчас будет качественно отжарка. Фу, что это? Да блин, не обращайте внимания. Мало ли вы насти дебилов? Сейчас вас щебурахнут. По саму я не хочу. Ну, говорю же дебилы. Блин, его никто не узнает. Может, он не звезда вовсе? Да звезда. Но как его узнаешь по этой фотке? Он опять в очках и в капюшоне. А отец его видел без очков и сказал, знаменитости, нужно знать по лицам. Раф, стой. Кто это? Мужик какой-то. Спасибо, Кэп. Что бы мы с тебя делали? Тихо, вон он. Девчонки, он же сейчас наверняка пойдет в душ. Вряд ли он будет мыться там в майке, капюшоне и в очках. Раф. А ты можешь его познать? А мы тебя за это поцелуем. Каждый. Девчонки, ну я же не школьник. Какие поцелуи? Заинтересуете меня? Ой, ладно, не хочешь, не надо. Можем Ваню позвать? Может, Олег? Я готов. Ну, если больше некому. О, привет, Олег. О, Боря, привет. А ты мне сегодня снился. Вы позвалишь в такой спортзал и стонешь. Пощади меня. Я больше не буду пропускать тренировки. А я тебе говорю, нет, Боря, еще три подхода. Основные на вещи. Давай, Борян. Боря. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот что у меня получается очень хорошо, так это проверять. Так, на счет три, раз, два, три, задерживаем дыхание и ныряем. Продолжай, продолжай. Ты кого-то ищешь? Да, сейчас парень должен прийти, о котором я тебе говорила. Очень хочется заниматься с толковым тренером. Олег, Олег, я просто хочу полежать. Какой здоровый стал, а? О, вот он. Я тебя раскачал, я тебя искупаю. Олег, ну пожалуйста, ну не надо, ну что ты как... На всех парах, прямо из сауны. Борис? А вы знакомы? Есть! Боря, лечь на дно и полежать здесь не канает. Боря, Боря! Джамп, 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 джамп! Ну что, кто это? Актер? Еще какой. Актер, я же говорила. А какая у него фамилия? Алекс Дюваль. Кто? Дюваль. Обладатель порно-Оскара 2013. Да вы что, девчонки? Я вырос на его фильмах. Так он что? Фу! Так вот откуда эти комментарии были. Девчонки, надо быстрее все удалять, пока не начали репостить. Так, я свою часть уговора выполнил. Теперь хотелось бы испытать вашу. Это было без любви. Раф, скажи мне, а ты совсем без башки? Как ты так просто говоришь, что ты это смотришь? Я не смотрю. Я смотрел. В детстве. Зато теперь, благодаря им, я знаю, как удовлетворить сразу троих. Ну-ну. Ну вот, ты переживала. Попробовала бы она не переделать. Все на месте. Пойдем работать. Так теперь вообще-то здесь везде я. Да? Да. Действительно. Ну, а что, по-моему, неплохо. Огоничь. Только не нервничай. А я не нервничаю. Я просто в ярости. Полин, хотела быть на рекламе, но ты на рекламе. Так это же... Ну, уберем через пару дней. Я обещал. Здравствуйте. Скажите, а это ведь вы, да? Только это. Как вы так умудрились похудеть? Мне бы тоже так хотелось. А вы записываетесь в наш фитнес-клуб, и Полина из вас человека сделает. Правда, Полина? Конечно. Спасибо большое. Я обязательно к вам приду. Вдем. Вдем. Ну, видишь? Ася права. Работает реклама? Раз она работает, не по барабану, чье там лицо. Да? Ой, а может, пожалуйста, фреш апельсиновый? Боря! Ну, как дела, утопленник? Я не тону. Ну, а что ты тогда под водой делал? Отдыхал. Просто устал от вас, от всех. Не обижайся. Ну, одно радует в этой ситуации, Боря. Ты хороший человек, сразу начал тонуть. Да не тонул я! Ну, хорошо, хорошо. Я поняла, просто отдыхал. А вы с Лизкой когда познакомились? Дня два назад. Может, мы попробуем встречаться? Ну, как парень с девушкой. Борь, мы с тобой друзья, и все. Ну, это так, чисто проясните. Ну, чтобы люди не питать. Молодой человек, мы закрываемся. Извините, задумался. Ну, если вы меня домой подвезете, можете еще поплескаться. Идет. А тогда поплещусь и подвезу. Поплещитесь. Ну, что, утопленник, отошел? Да, да, все нормально. Все в порядке. Отлично. Кстати, ты знаешь, что бегает он гораздо лучше, чем плавает. Я когда одна утром проснула, сразу подумала, о, еще один мужчина-призрак. Ночью появился, утром пропал. Я просто... Я просто думал, что... В общем, я не хотел тебя обременять утренним разговором. А ты не обременил бы ни утром, ни днем, ни ночью. И вообще-то, я тебя практически спасла жизнь. Так что с тебя, как минимум, ужин. Ага. Ну, тогда я, видимо, выберу ресторан. Позвоню тебе вечером. Ну, до вечера. До вечера. Так вот, куда ты пропал. А я-то, дура, думала, что из-за меня. Не приешь вечером, завтра тренировка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Повезло, что он тебя вообще не пришиб. Зачем полезть к нему? Я хотел по-нормальному поговорить. Ну, хотел по-нормальному, получил по-нормальному. Ну что, Королева, здорово придумала. И воровство, и драки. Все в один день. А вон он, вон он, этот престарелый дебошир. Помочь? Я сам. Он еще, кстати, в тапках приседает. Слил дедулю, чтобы не опозориться. Да он сам драку начал. Чего-то волнуюсь я. Да я порву его, как тузик грелку. Ну, то есть порвал бы. Его же витамин выгонит. Да я за витамины, собственно, игонуюсь. Здравствуй, дорогой. Здравствуй. У меня когда-то в подвальной качалке гонял. Легендарная личность. В 99-м году был чемпионом Москвы по пауэрлифтингу. Подождите, а мы что, зачинщика драки выгонять не собираемся? Конечно, собираемся. На хрена ты к нему полез? Я же расследовал. Да ты права, Королева. Товарищ сержант, никакого толка. Плакали мои денежки. Ничего не плакали, я найду. Я правда найду, вот увидите. Найдете, господин полицейский, только не здесь. Прошу. Вот зря вот так. Я правда найду. Перепечатала документы? Я собиралась, но... А она мне помогала сегодня абонементы продавать. Ну и много вдвоем мы продавали. Ой, а где та женщина, которой все понравилось-то? Она тебя не дождалась. Королева, а есть какая-то польза от твоей идеи? Ну да. Вы знакомого встретили чемпиона Москвы. Прекрасно. Как нам поможет продажа абонементов? Поможет. Еще одна безумная идея. А вы с этим чемпионом поговорили? Он никогда в жизни не согласится? Да он сам утром с Олегом замазался. Да ведь, Олег? Угу. А если он проиграет? Это что, антиреклама для клуба? Да вы что, Олег его порвет, как тузи-грелку. Да ведь, Олег? И я постараюсь. Конечно, на это же столько народу придет посмотреть. Здравствуйте. Я все-таки решила купить абонемент. Вот домой за деньгами ездила. Ой, как же вы вовремя. Пойдемте, пока народ не набежал. Облажайся. Давай. Ну вот договор подпишем и сразу это дело отметим. Ну, прекрасно. Мне у вас очень понравилось столько интересных, молодых, спортивных мужчин. А я ведь женщина одинокая. И директор. Кстати, очень хорошее впечатление на меня произвела. Я ведь сразу решила пойти к директору. Думаю, а вдруг одинокий, немолодой мужчина. А там такая милая дама. А как этот директор выглядела? Ну, знаете, такая интересная. Чем-то похожа на Мерлин Монро. Людмила, просто скажите, это вы взяли деньги? Да ничего я не брала. Честно. Ну, тогда почему вы были в кабинете «Витамина»? Я стихи пишу. И что? Вы там вдохновение черпали? Вот. Здесь все мои чувства, переживания. Никто не должен был про это знать. А сегодня... Людмила, где отчеты о посещаемости за прошлый квартал? Мне их с бухгалтерией надо сверять. Да-да, Виталий Миневич, одну минуточку. Вот. Пожалуйста. И только потом я поняла, что вместе с бумагами я отдала свои стихи. Я бы сквозь землю провалилась, если бы он их прочел. Да, Виталий Миневич, вы еще документы не смотрели? Нет, приду, гляну. Марин, я просил тебя перепечатать документы и отнести в бухгалтерию. Папа, я обещала, значит, сделаю. Давайте я перепечатаю. Да нет, мне же обещали. Скоро буду. И тогда я решила действовать. Что ж такое? Кабинет захлопнулся. Мариночка, я возьму ключи уборщицы? Да, конечно. Я уже собиралась уходить, но в этот момент... Я к вам буквально на минуточку. Меня очень заинтересовал ваш клуб. Я бы хотела все-таки начать новую жизнь. Нежданная гостья с дефицитом общения в минутку не уложилась, поэтому мне пришлось продолжить беседу за пределами кабинета. У него была индивидуальная для меня программа. Что вы так рисковали из-за каких-то стихов? Я за стеной твой голос слышу. Это что, про... Никому. Особенно... Только сегодня и только у нас вы сможете увидеть турнир эпох. Старая школа против современной. Культуризм против фитнеса! Ну, как настроение? Как у Бакана на скотобойне. Олег, что случилось? Ты же сам говорил, что порвешь его, как тузик грелку. Ну, рваную грелку ты сегодня точно увидишь. Олег, у тебя все получится. Не уверен. Олег, для тебя нет ничего невозможного. Ты даже меня заставила работать над собой. Ты стал для меня примером. Я даже на работу на это ухожу только для того, чтобы заниматься с тобой. Я горжусь тем, что ты мой тренер. И буду гордиться во что бы то ни стало. Понимаешь? Только не смей сдаваться. Просто возьми и сделай это. Я тебе однажды поверила, теперь ты возьми и поверь мне. Понял? Да. И мы начинаем! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай еще. Давай. Ты сможешь, я в тебя верю. Я никогда столько не понимал. Ты сможешь! Давай! Давайте! Если сейчас он тебя поднимет, он выиграет. Не поднимет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, ура! Наши всеобщей радости. К моему удивлению, победу одержал тренер клуба Олег Фомин! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодец, королё. А Пипа, как говорится, халает. Пять шестябиков сегодня точно подадим. Но пропавшие деньги все равно твои совести. Виталий Миневич, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть пропавшие деньги можно не возвращать. А то я их уже нашла. Виталий Миневич, деньги кабинета вообще не покидали. Посмотрите, встали. Ты издевается? Я же тебе уже говорил, что я не маразматик. Посмотреть. Ну? А где документы, которые вы у Людмилы взяли? Откуда ты знаешь, что они там должны быть? Тайна следствия. Марин, а ты документы, которые я тебе утром принес, перепечатала? А я сейчас как раз этим и занимаюсь. С выключенным принтером? Нормально. Ну в кого ты такая, а? Вся в тебя, пап. Слушай, ты мне вообще обещал премию выписать, если я тут больше недели проработаю. И забыл. Я? Ничего не забываю. Была бы ты повнимательнее, то премию бы сама нашла. Блин, пап, спасибо. Я тебя так люблю. Стоп. А почему тут написано, что премия для бухгалтерии? Не портите папе благодушное настроение. А что вы здесь? Отлично. Ну что, я все-таки вычислил вора. Я не буду раскрывать профессиональных секретов. Я его преследовал, прижал фактами. Он, конечно, пытался отвертеться, но, как говорит, с ним того напал. Вот. Леша, деньги были в другом конверте. Я их переложил. Тот просто кровью испачкался случайно. Леша, прекрати, а? Как? Прекрати! Че, я к нашей деньге нашел? Усхищен вашим профессионализмом. Спасибо. А девчонки, выпишите ему годовой абонемент. Спасибо. Виталий Миневич! Да. Виталий Миневич, вы же понимаете, что он свои деньги отдал? Во-первых, не отдал, а обменял на абонемент. А во-вторых, ты у нас уже месяц работаешь, поэтому тебе тоже премия. Держи. Не беси меня. Ну, не переживайте. Поздравляю. Спасибо. Ну, у вас все-таки возраст, а этот вес даже я бы не присел. Возраст? Послушайте, я бы на самом деле лучше, может... Вы че, вы мне поддались, да? Расстраивать не хотел. Я бы не расстроился. Да не тебя. Подопечную твою. Ты для нее авторитет. И мы останешься. Спасибо. Да не за что. Я и сам тренер. Да я вижу. Че, Ась, пришла пора признать, что ты была не права? Это в чем? Недооценивала у меня. Хорошо. Леш, мне очень неловко, но я вынуждена признать, что конверт с деньгами мы без тебя нашли. А теперь твоя очередь признаваться. Деньги где взял? Были? Аудиосистему мы с тачкой продали. Как ты же ее сам вроде бы собирал и гордился ей так? Да я ее собирал-то потому что... что-то на тебя впечатление произвести. Ну, признаюсь, тебе это удалось. И тогда, и сейчас. Мы, кстати, после этого встречаться стали, помнишь? А мы сейчас будем постоянно. Серьезно? Конечно, целый год. Мариночка, а ты оформила договор на молодого человека? Да. КОНЕЦ! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Во-вторых, у меня дела Субтитры подогнал «Симон» Никто не отвечает, собирай собрание Виталий Миневич, ну видимо все заняты Субтитры подогнал «Симон» 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 Из всех, кто прислал фотографий, половины не было на рабочем месте А где вот ты шоркалась, Королева, что так вот запрела? Виталий Миняевич, я в клубе была, в бассейне. Вместо обеда, между прочим. А я вместо обеда ходил и проверял, кто из моих сотрудников не хочет больше быть моими сотрудниками. Вот так. Извините, Виталий Миняевич. Извиняю. Во-первых, объясни-ка мне, как вы эти фотографии отправляете? Вот. Бирайте фото. Так. Затем отправить. Ага, все, понял. А во-вторых, что? А во-вторых, еще один такой залет, и пойдешь обратно в магазин наклейки на бананы лепить. Ну, чего тебе еще? Не нервничай. Спасибо. Может, есть что хочешь? Не хочу. Ага, ладно. Ну, сок выпей. Морковный. Я читал, что он очень полезный для... Для всех полезный. Сделай сок морковный. Да. Ага. А ты сегодня скольки работаешь? Давайте я домой провожу. Отстань. Я-то отстану. У нас просто ориентировка пришла. Маньяк на районе вроде завелся. Вроде, да? Ну, информация проверяется. На всякий случай тебя провожу. Да? Леш, а ты в фитнес-тестирование проходил у нас? Нечего. А у нас просто без него заниматься-то нельзя. Да ладно. Нечего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заходи, Ася. У меня пока никого. А у меня Лёха за дверью. Ему витамин абонемент подарил за расследование. Пожалуйста, скажите ему, что нельзя ему спортом заниматься. Но, по крайней мере, у нас. Зачем это? Затем, что он мне достал уже. Он всего лишь первый день сегодня здесь. Ладно, зови. Заходи. Ага, давай я сам. Здрасте, здрасте. Это Людмила, помнишь? Здрасте, да. Проходите. Вчера вы меня запрашивали, а сегодня я вас помучаю. Нет, ну а что это может еще означать? Где-то он намекает, что мне... Вот. Тогда почему он тебе ее лично не скинул? Нет, если он отправил в группу, значит, задница всем. Видали, чего витамин скинул? Да, видали. Конкретно подставился, да? Знаете, Алексей, я не хочу вас пугать, но похоже на токикардию. И вы чего, доктор? Я же по поясникам работаю, мы там сейчас твою медкомиссию-то проходим. Это я сейчас разволновался, Малеха? Может, из-за этого давление скакануло? А чего вы волнуетесь-то? Отцом скоро стану. Поздравляю. Спасибо. Тем более, зачем вам фитнес? Отдыхайте пока есть время, потом не будет. Ай, на пенсии отдохнем. Все зайские будут присматриваться. Ей же волноваться нельзя, там, тяжести таскать. Вообще ничего нельзя. То есть, а с... Ага, Беремина, представляете? О, только вы это, если что, не говорите, что вы знаете, да? Ну, что я знаю, потому что об этом вообще иду не знает. Договоритесь? Так, а что, заниматься-то можно? А? Я говорю, заниматься можно? Идите, идите. Королева, ты Олега не видела? Видела. Красивый, накачанный такой. Я думала, это смешно. Похочешься? Ну, позвоните ему. Да ладно, так можно? Как же я не догадался-то, а? До завтра, Виталий Маневич. До завтра, юмористка. До завтра, юмористка, 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 юмористка. Привет, дети. Привет, мам. Здравствуйте, теть Кать. Все, здесь маньяка, точно нет. Спасибо. Помирились. Ну, в процессе пока. Слушай, теть Кать, тут такое дело. А вы мне, кстати, что не сказали, что Татька беременна? Как беременна? Когда? От кого? А вы тоже не знали, да? Может, хочет нас как-то подготовить, поэтому не говорит. Вы уж и не говорите, что мы знаем, да? Угу. Угу. Подождите. В смысле, от кого? Вы что это спросили-то? Да ладно ты, Леша. Да я просто разнервничалась, вот и ляпнула. Теть Кать, я мент, я знаю, когда мне врут. Ну, ночевал у нас как-то один ее коллега из фитнеса. У них вроде ничего не было. Кто? Так, а вы от чего не расходитесь? Я хотела Лёше мусор дать, чтоб он выбросил. Принеси, а? Я что, гребаный качок здесь не чевал, что, Лешенька? Я его даже не видел. Теть Кать, с мусором не видели его? А, теть Кать? А, мусор? Да ладно, ладно, мусор, иди сюда. Говорят, вечером нельзя выносить. Завтра утром разберемся, ты моя хорошая, моя хорошая. Вместо БЦАшки уксус, а? Недоброго всем утра. Вчера я хотел отправить своему врачу одну личную фотографию, но случайно отправил ее в общую группу. Кое-кто решил воспользоваться этим недоразумением и счел, что поиздеваться над начальством, это будет очень даже смешно. Да, Олег? Виталий Миневич, я не вкуриваю, о чем вы? Виталий Миневич, мой телефон. Ну ладно, я тут дурачок, ему лишь бы поржать. Но никто, никто не сказал мне, что я ошибся. И что, может быть, вам всем тоже было весело? Пока стопроцентное попадание. Вот это коллективчик. Ой, это мой. Картинка стандартная, мелодия и вообще все стандартно. Ведичонки-то молодцы, а? В глаза улыбка, в спину нож. А кому-то лень даже мой номер записать. О, это мой. А зачем? Я все равно знаю, что последние три шестерки это вы. Виталий Миневич, вы не обижайтесь на нас, это просто шутка была неудачная. Да нет, это просто вы все тут поохреневали неудачно. Ну ничего, я тоже шутки люблю. А сегодня ночью все шутники остаются драйвить помещение и инвентарь с использованием дезинфицирующих средств. Вот. Простите, Виталий Миневич. И финальный аккорд. Телефон покажи. Ну, за опоздание прощаю и назначаю тебя бригадиром по ночной генеральной уборке. Вот твоя бригада. Чтобы к утру клуб блестел, как бляхи на параде. Да, и теперь общаемся по старинке. Не через чат, а через рот. Всем все ясно? Все свободны. Ну как? Спина сегодня не беспокоит? Капельки, ты же так делаешь все умело. Дыши. Так. Еще недельку на малых оборотах с тобой поработаем, а потом я из тебя Шварца сделаю. Нет, дуй на скалу Джонсона. Я так уже шутил, да? Да. Ладно, все. Давай, приходи в себя. Слышишь, разговор есть? Говори, у меня персоналка начинается. Аську нифига мне уж как пюре хуй. Сейчас можешь вообще заниматься нельзя. А ты тренер или доктор? Все и можно. В разумных пределах. Мы малыми весами работаем, на растяжку спину укрепляем. Все, расслабься. Ась, теперь моя зона ответственности. Значит, это ты. Значит, это я. А ты кто думал? Олег, привет. Привет. Пойдем. Будем из тебя Шварца делать. Нет. Дуэна с колу Джонсона. Виталий Менеевич, не помешало? Я по поводу вашей фотографии. Что еще? Ну, то есть, по поводу раздражения на фотографии. А почему вы сразу ко мне не пришли? То, что место довольно интимное. А вы женщина и... Приятно, что вы помните, что я женщина. Но я в первую очередь врач. Так, давайте. Вставайте, вставайте. Вставайте, вставайте. Задирайте рубаху и приспускайте штаны. Это приказ. Давайте, давайте. Так. Ага, повыше. Ага. Ага. Вот тут, да? Ой, прохладник. И давно это вас беспокоит? Третий день уже... Не знаю, где я подцепил его. Либо в тренажерке, либо в сауне у нас. Мне кажется, во всем виноваты китайцы. Какие китайцы? Ну, слишком много синтетики. Снимайте. Снимайте рубашку. Вы ее уже три дня носите. Наблюдательная. Работа такая. Это все потому, что рядом с вами нет женщины, Виталий Менеевич. Почему это вы решили, что... Каждая женщина для своего мужчины выбирает рубашку не только по фасону, но и по составу. Если нужно будет, обращайтесь. Всегда помогу. Это я вам говорю не как врач, а как... женщина. Терпим, терпим. Осторожно, Олег. Как бы жениться не пришлось после такой растяжки. Не ревнуй, детка. Меня на всех хватит. Оп! Ась. Я тебе нельзя сюда? Да я знаю. Ты сиди, да? Просто сказать хотел. Короче, этот ушлепок накачанный, он тебе недостойный. Чего? Осюк, я тебе реально говорю. Он поиграет с тобой, бросит тебя. А я ребенка твой воспитаю, как своего. Я тебе отвечаю. Леша, ты несешь, какого ребенка-то? Ась, я... Ну, я знаю, что ты беременна. Я сначала увидел, как ты в бассейне с беременной плюхалась, потом мне тут Иров все подтвердил. Осенок, я люблю тебя. И ребенка буду любить. Может, он все-таки мой? А он что здесь? Все нормально, Ась? Да. Ну, кроме того, что я беременна. В смысле? Ну, а разве не ты, Леша, сообщил об этом? Я? Чувак, она спину потянула, от этого дети не рождаются. Ладно, прости. Все нормально, просто у кого-то фантазия разгралась и все. Может, ему дурку вызвать? У меня деньги на телефоне есть. Не, не надо, иди. Ой, а я думаю, что ты за мной бегаешь и бегаешь, Леша, ты… Леша, на занятия с беременными я попала случайно. Угу. Мне понравилось, как ты все разрулил. Прямо как мужик. Спасибо. Я надеюсь, ты никому эту чушь не сказала. Привет, Ась. А я вот решила сачку тебе морковного принести. Я читала, он очень полезный. Так. Леша! Чего, Ась? Это не я, это накачанный твой сказал. Это… Продолжение следует... Доченька, ой, а чего это ты взвешиваешься уже? Ну что ты? Рано ещё? Вес обычно прибавляется со второго триместра. Мам, ты лучше Лёхе скажи, чтоб ерунду про меня не придумывал. Может, у него мозгов со второго триместра прибавится? Так я не поняла, да или нет? Нет, мама. Ну, я тебе обещаю, когда будет дата, об этом узнаешь первой, второй. Вот Лёха трепло, а? А я даже успела обрадоваться. На, держи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девушка, извините, что отвлекаю. Я просто за вами несколько дней наблюдаю. Вы не хотели бы моделью побыть? У меня не особо модельная внешность. Как раз наоборот. Мы ищем модели размера сайз плюс. Ну, если вы не заметили, я усиленно стремлюсь в сайз минус. Тридцать тысяч рублей за показ. Тридцать тысяч. Не маловато, здрасте. Да, ну ты кредит на свадьбу же не брал. Я согласна. Что делать надо? Ну, для начала давайте взвесимся. Давайте. Идеально. Показ через неделю. До показа нужно не потерять ни грамма этого веса. И прийти сегодня на примерку. Вот. Тут адрес и мой телефон. Ага. Спасибо. Ну что ж, видимо, дальше моя пробежка продолжится в одиночестве. Когда у тебя через неделю пожарная тревога из инспекции? Лучше перебдеть, чем недобдеть. Пап, ты параноик. Только вчера датчики переустановили. Новые, американские. Датчики, может, на американские. А электрик наш. Если вдруг что, то лучше я ему по голове настучу, чем пожарной мне. Он на дым или на огонь? У меня гуманитарное образование. Ладно, неоконченное. Как? Как эту гречь? Выключить? Ну, зато мы теперь точно знаем, что все работает. Еще последний, давай! Давай! Не могу. Не могу, думаешь, жене будешь говорить. Все, молодец, отдыхай. Слушай, какой тонкий психологический подход к людям. Может, тебе яд в аптеку сдавать? А что ты его просто так разбрызгиваешь? Короче, у нас намечается кубок по бодибилдингу среди филиалов. Что, тебя записать? Я свое уже отуступал. Буду как тренер расти. А уверен, что вырастешь? Может, со спортом ты пока не завязывать? Олег, можно на минутку к тебе? Да мы, да мы с Аськой еще мисс фитнес-бикини выиграем. Да, Асю? А? А что так не уверена? Я с тобой тренируюсь, потому что я в тебя верю. Да мы с тобой эти горы килограммов свернем. Да, свернем. Свернем. Что хотела? Я уточнить хотела. Сегодня же в семь тренировка, да? Сегодня в семь и каждый день в семь. Пока мисс фитнес-бикини у меня не станет. Ну, давай пятюнь, что грустная такая? Побежала? Супер. Зря стараешься. Пельмешки дрессировке не поддаются. Посмотрим. Что сидим? Лицуха не плесень, а сама не вырастет. Держи. Ну, давай, 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 давай! Да какая неделя-то? За неделю можно во Владивосток на поезд доехать. Да просто пломинант поменять. Ага. Спасибо. До свидания. Короче, этот зал на ремонте всю неделю. Так что занимайтесь в другом месте. Подождите, у нас группы часто по времени совпадают. В парке занимайтесь. По очереди. А что, плюс свежий воздух, минус затраты на электричество и уборку. И не надо говорить мне, что я гений. Я в курсе. Что я-то ухожу. Идите, это мой кабинет. Неделя. Ну, короче, ты ему не сказала. Как? Олег, ты в меня веришь, и я не буду заниматься. Язык не повернулся. Ну, ты как-нибудь пантомимый. Извини. Значит, от показа придется отказаться. Ну, деньги нужны. И модели побыть хочется. Ну, хотя бы разок. Тогда у тебя один вариант. Сохранять баланс. На тренировках вес сбрасываешь, дома наедаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну-ка, дай твой телефон. Программу тебе закачаю. А что за программа? Контроль питания. Будешь фоткать все, что хамяч, выкладывать сюда. Я заходить в твой аккаунт и смотреть, каких калорий ты налопалась. На, держи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Олег, мне программу, что навел на телефон, чтобы следить, как я питаюсь, представляешь? Представляю. У меня такая же программа. Кстати, помогает. А вот мне это, кстати, совсем не кстати. Ну что, Олежа, лови мою вкусняшку. Боречка, а можно я твое ПП с фото и в программу отправлю? Спалят. Даня, смотри. У тебя котлеты с капустой, а у меня капуста с котлетами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. На. Боря, а ты можешь вообще фотографировать мне все, что ты ешь, только по другим ракурсам и отправлять? А я буду в программу загружать, и чтобы Олег видел, что у меня с питанием все супер. Можно? Боря, моя вкуснятина. Олегу понравилась. Все внимание на свое тело. Готовимся к практике. Погружаемся в себя. Так, внимание, приготовились. Животки втягиваем, шаг в сторону, не забываем дышать. И раз. Простите. Я не могу погрузиться в себя в таких условиях. Рафаэль. Я просил тебя сделать музыку потише. Я сделал. Погромче. Это вот так. А потише. Это вот так. Продолжаем. Так, сначала шаг в сторону и... Слышь, ты что, издеваешься надо мной, что ли? Валай, ты прости, конечно, но зумбу шепотом не танцую. Это просто ты не пробовал. Какая вам разница, под какую музыку на полу лежать? Так, слышь, Раф, я человек терпеливый, но у всего есть предел. Так, музыку ты получишь, я сказал. Вот пример того, как легко выйти из себя. А для того, чтобы научиться самоконтролю, мы и практикуем йогу. Всем понятно? Продолжаем. Девчонки, не волнуемся. Музыки нет, значит, работаем на счет. Приготовились. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кончай думать. Это не твое. Повали. Что такое? Бегемотик совсем замучил нашего Олеженька? Ладно, ладно, все, не стерпусь. Че не так? Да все не так. На тренировки вес уходит. А на следующий день, здрасте, я вернулся. За питанием следишь? Не первый день замужем. Нормальный рацион. Вот, смотри. А, это Борина. Вот, вот Аськина. Подожди. К Боре вернись. К Боре вернись. Еда одна и та же. Так, и че? Понятно думать, реально не твое. Она жрет и врет. Этот Борь ее прикрывает. Да ладно. Ну, или ты реально хреновый тренер. Выбирай, какой вариант тебе больше нравится. Жрет и врет. Че-че-бум. Че-че-бум. Че-ка-че-ка-че-бум. Надо подкачаться. Опа. Ты чего, модельную походку тренируешь? Нет. Ну да. Мне просто в агентстве сказали, что у меня фактуры классные, а с походкой проблемы. Ну и совмещаю приятные с полезные. А, вот вы где. Привет. Побегать решил дополнительно. А дополнительно рассказать мне ничего не хочешь? А о чем? Как вы меня обманываете? И тебя это тоже касается. Че за фигня с едой? Почему она у вас одинаковая? Может, совпало. А то, что вы мне в одно время присылаете, тоже совпало? Может быть, у вас циклы синхронизировались, как у девочек в общаге, а? Просто... Просто? Просто мы с Асей встречаемся. Да. Поэтому и время одинаковое, и фотографии. Ну, не то, что прям встречаемся. Да мне фиолетово встречаетесь вы или нет. Ты ешь то, что на фото. Да. Значит, Полина права, я фуфло-тренер. Извини. Я пообещал тебе фитнес-бикини, ты на меня понадеялась, я не оправдал. Ищи себе нормального спецы. Я просто помочь хотел. Что? Виталий Михайлович, вы нас слышали вообще? Вообще нет. И это вариант. Раздадим всем наушники, и никто никому мешать не будет. А где мы столько наушников возьмем? Это же дорого. Вообще дорого. Но если сослуживец по армейке на складе таможенного конфискатора работает, то поработала коньяка. Привет, Олег. Я очень хочу, чтобы ты меня и дальше продолжал тренировать. Ась, я же тебе все уже объяснил. Это, похоже, не моя квалификация. Ну, пожалуйста. Ну, я прям чувствую, что сейчас попрет. Давай проверим. Ты мне дай двойную нагрузку. Я в тебя верю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять, восемь. Давай, 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 давай. Тридцать пять, тридцать шесть. Все, закончили. Я сейчас умру. Только после взвешивания. Минус два кило. Чтобы завтра они не вернулись. Не вернуться. С сегодняшнего дня организм работает только на выход. А поезд-то? Поезд. Я думала, оно такое свободное. Какое же свободное-то? Оно на тебе вообще вон висит. Она похудела. Нет, я не похудела. Килограмма на два – это точно. Просто сегодня жарко, и немного жидкости ушло. И все. Девушка, у нас серьезный показ. Это вы уйдете, если не вернете два кило на место. Платье в лифе повисло, грудь худеет первой. Да. Представляешь, они заметили отсутствие двух килограммов. Ну, и что сказать, профи. Ну, поэтому сейчас пицца, вечером пюре с котлетками, а с утра блинчики. Супер. А Олегу что скажешь? Ну, что ты начал-то? Ну, хорошо же все было. Я не знаю, что сказать. А что делать, не знаю. Извини. Заболей. Чем? Ну, заболей чем-нибудь, я не знаю. Ну, не смертельным. Да, да, да. Проходите, вон выход запасной. Не волнуйтесь, это учебная пожарная тревога. Через 15 минут все вернутся в клуб. Все, все? Виталий Миневич. Да. Сауну эвакуируем, там как бы все голые. А голых спасать не надо? Бегом. Дисциплина как в армии. Лично каждую неделю тренируем. Пойду, закину в себя что-нибудь, пока здесь все горит. Да, только надолго не расходимся. Витамин сказал, через 10 минут все потушу. Ага. У аппарата. Привет, Олег. Я, похоже, приболела. Как? То есть чем? Слабость. Давление? Ага. Давление и слабость. Тренировку, походу, пропущу сегодня. Ясен, пень, пропустишь. Перестарались мы вчера с тобой, да? Угу. Пойду, полежу. Давай, отлеживайся, выздоравливай, ясно? Что такое? Угробил мамонтенка? Не смешно. Да послушал ее вчера, дал двойную нагрузку. Сегодня он слегла за давлением. Прости, Олег, беру свои слова обратно. Ты не хреновый тренер. Ты очень хреновый тренер. Ну что, будем считать, что в условном пожаре никто не пострадал. Три, четыре, четыре. Радио, что ли, забыли выключить? Я не понимаю. Три, четыре, поднимаем руки выше. Раз, два, три, четыре. А эти у вас огнеупорные? Спасибо. Четыре. Девчонки, отдыхаем. Здрасте, Виталий Минич, отличная идея с наушниками. Вообще друг друга не слышал. Мы это поняли. Вам наушники с блютусом не нужны? Дорогие. В счет штрафа. Жаль. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к Асе. Ай, кто кто? Тренер Олег. Ага. Так она уехала. Куда? На показ. Вы, судя по всему, тоже туда? А как у нее давление? У нее нормально. А вот я уже две таблетки выпила. Вот так. Волнуюсь. Моя Аська и вдруг модель. Представляете? Не очень. Да где ты? Народно больше, чем в поликлинике. Мам! Ты что? Ты это будешь показывать? Мам, то, что я буду показывать, стоит три миллиона зарплаты. Никто разрешит, ты в этом ходить. Ну, давай. Ты поаккуратнее. За свадьбу еще не рассчитались. Да, пойдемте я посажу, пока места хорошие есть. Ой, подожди. Со мной еще мальчик. Что за мальчик? Стои работой, симпатичный. Ага. Олег. Мы здесь. Привет, больная. Ты что про показ не сказала? А то давление заболело. Я, я аж напрягся. Да неудобно было. Думала, смеяться будешь. Это же пока сайз плюс, а не имею с бикини. Да нормально все. Ты же по подиуму ходить будешь. Как-никак, кардионагрузка. Теперь хоть понятно, почему ты вес не сбрасывал. Да? Да. Потому что нервничала из-за этой всей модельной темы. Вот. Поэтому метаболизм плохо работал. От этого и не худела. Да, скорее всего. Ну, давай, иди. Дефилируй калориями напоследок. А завтра будем их жечь. Жестко и беспощадно. Извините. Продолжение следует... Улыбайся. Иди дальше. Ась, ты супер. Спасибо. Доченька, классно. Какая же ты у меня красивая. И платье хорошее. Можешь тебе парочку подарить? Мам, бомбял! Похудеешь, на нормане дефиле позовут. Не зря вчера пахали. Поздравляю с премьерой. Прекрасно справились с этой непредвиденной ситуацией. Не хотите с нами еще поработать? У нас через неделю показ в Питере. Условия тоже. Я поняла, поняла. Вот отлично. Только никакого больше внезапного похудения. Не жить в своей 95 с половиной. А лучше все сто. В общем, подумайте и звоните. Пусть-ка карьера в гору пошла. Скоро как это, в Адянова будешь. Так ты что, специально не худела? Нет, я худела, а потом наедала. Ну, в общем, я хотела... Что? А я реально думал, что проблема во мне. Что я хреновый тренер. Олег, ты классный тренер. Ты самый лучший тренер. А я в тебя верил. И тебе верил. А ты врала. Жрала и врала. В счастье другого тренера, поняла? Субтитры сделал DimaTorzok Ян и Юль, Полина, Август, Вика и Юль, Юра и Юль. Ну, невозможно всех летом в отпуск отправить. Некому работать будет. Поменяйте кто-нибудь дату, пожалуйста. Ну, ладно, вычеркиваю, у меня Август. Спасибо, Полин. Да не за что. Пиши, Юль. Я бы тоже посмеялась, если бы мне не надо было сегодня сдавать график отпусков витамину. Та-дам! Смотрите, что я нашла. Супер. Да не просто супер, а супермодель. О, а Наф-Наф и Нуф-Нов где? Не поместились? Олег. Ну, че, что я в трусах? Я хочу с тобой тренироваться. А по подиуму ходить ты уже не хочешь? Не хочу. Сегодня хочу, завтра не хочу. Я такого не понимаю. Я тоже не понимаю. Ты же на показе меня поддерживала сейчас. А сейчас я злюсь, потому что столько времени на тебя даром убил. Я могу купить персоналки, ты никуда не денешься. Будешь со мной тренить. Чего? Я ж по-нормальному хочу. Да мне плевать на деньги, если человек заинтересован. А если сегодня гантельки, завтра пончики, купит она меня? Да я не проститутка, чтобы принципами торговать. Ясно? Я имела в виду, что я буду платить, чтобы ты время зря не тратил. Да чтобы я зря время не тратил, надо было пахать как лошадь. А не жрать как лошадь. И не врать. Я не буду больше. А больше не надо. Такого тренера, как я, надо заслужить. Давай, дефилируй на свое рабочее место. Купи ты на меня. Полин, кто из наших в кубке сети и по бодибилдингу участвует? Ой, ты наших лентяев раз заставишь. Я участвую. Да, рано мне еще из большого спорта уходить. Чего? К тому же, может, тоже на обложку попаду. Молодец, Оляжный, подведи папу. Да. Здрасте. Парень, сегодня надо будет с группой из фонда социальной защиты позаниматься. Опять этих старушек находит? Да ладно, чего ты жалуешься? Может быть, это тебе варенье надо будет варить или носки вязать, а у тебя связи. Так, все, тебе персональное задание. Гантельки новые приехали, надо их подсобрать, аккуратно в зале выставить. Заодно и перед соревнованиями подкачаешься. Минейш, так у меня же радикулит. Я глобулька. У меня летом свадьба. У тебя даже девушки нет. Ты отпуск, главное, оставь, а девушку я найду. Идет. Плесни молочка однопроцентного. Возьми эклер. Не, все, я на ПП. Теперь только грудка, греча и творог. Слушай, греча, грудка, творог и ПП. Правильное питание. И никакого подиума. Ты хорош голосить, а не глухой. А вот этой показухой своей будешь на подиуме заниматься. А у нас тут, если хочешь получить результат, надо реально пахать. Я готова пахать, честно. Ты мне дай второй шанс, я тебе докажу. Да мне самому времени в сутках мало. Тренировки, соревнования. Опять же, эти гантели привезли, которые еще скрутить надо. Ась, без обид. Но у меня на тебя тупо нет времени. Спасибо. И тебе с фруктозой нельзя. Злиться. Нет, отходит. Да уж, с таким результатом можно получить только пресс за лучшую улыбку. Ё-моё, жира десятка. Если чисто тренеть и сушиться, то к пику формы буду где-то через месяц. Олимпийский принцип. Главное не победа, а главное участие. Это принцип свингеров. Любой уважающий себя спортсмен мечтает стать первым. Положна места. Даже не думай. Только идиоты всякой дряни пичкают себя, потом ходят, как цыплята бролерная. Зато раз-два и руки базуки. Современный спорт – это гонка фармацевтики. А ты о побочке не думал? Знаю, знаю. Психия, агрессия, повышенная возбудимость. Ты меня пугаешь. Чего? Это пацаны говорили, я рядом стоял. Да я вообще против этих курсистов. Я... Я за чистый па... Ладно. Иди уже. У меня очередь. Ты уверен, что тебе это нужно? Обычный тестостерон. У меня организм его сам вырабатывает. Только не в таких количествах. Найдешься, приключи на свои сладкие свадьбы. Чего? Давай. Наколи мне кольчик красоту. Ну, почему мы на Кубе? Там всегда лето. Расставляют. Пускай, как считаешь нужным. Никому не слушай. Тогда ты идешь в ноябре. Нет, меня без спроса нельзя. Мы же типа дружим. Привет, девчонки. Привет. Здорово. А все, может, вечером куда-нибудь маханем, а? Куда? Вообще пофиг. Соглашайся, он отвезет тебя на Сардинию, где вы будете лопать лангустов. Ладно тебе, Сардиния. Я же не олигарх, не гаишник. В кино пойдешь вечером? Да, не Сардиния. Леш, у нас совсем нет времени. Так ничего не успеваю. Может, что, помочь? Баблом слабо. Че? Че, правда, давай помогу тебе, чтобы временно кино освободилось. У меня тренировка вечером. Давай вместе потренем. У меня с инструктором. За бабки? Мне бесплатно. А мне? Тысяча час. Сколько? Да ну нафиг. Тоже мне на ухо железо тягать. Хотя стой. Хотел помочь. Ага. Давай. Совмещаешь полезное с приятным. Я скручиваю, ты уволакиваешь. Ты скручиваешь, я уволакиваю? Да. Мне просто на секунду показалось, как будто мы с напорником алкашей в обе грузим. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну все. Че, устал? Нет. Ни капельки. У нас. Олег, тебя когда записать в отпуск в следующем году? Мне пофиг, главное, летом. Да, я тебя на август тогда запишу. Да, и зайди на склад, там тебя персонаж сказочный ждет. Так, где железо? Железо сказочный персонаж унес. Субтитры делал DimaTorzok Ниф-ниф. Да здесь гантели на полтонны. Меньше, 344 килограмма. А, ну тогда ерунда. Ага. Олег, ну вот видишь, у тебя немножко времени появилось. Потренируй меня, пожалуйста. Нет, тебе на сегодня уже хватит. Я только ради тренировки старалась. Ладно, Камикадзе, через 10 минут в зале. Ура. Я буду сам тренироваться, а тебе задания давать. Ага. Наша цель – стать моделью Эль. Согласна. О, чего повеселила? Чемодан денег нашла, либо килограммы сбросила. С Олегом помирилась. Поздравлям бы. Королева, зайди ко мне. Да, блин, ну почему именно сейчас-то? Есть такая работа, кайф обламывать. На. Виталий Миневич, по отпускам осталось скорректировать пару месяцев. О, ты химчистку стирать знаешь? Да. Скачи кузнечиком. А мне костюм надо забрать вечером на юбилей. Прямо сейчас, что ли? Через неделю, блин. Когда же вечером костюм нужен? Может, я основную работу закончу свою? Работа, это такая штука, она никогда не заканчивается. Давай, 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 шустренько. После обеда можно? Маш, ну я тоже голодный. Кручусь, как белка в блендере. Ты моя помощница или где? Похудела, что ли? Это вы специально. Олег, Миленький, я немного опоздаю. Мне к витаминной перезадача. Я пули сбегаю, вместо кардио. Но если только пулей, я пока ноги убью. Ага. Знаю, знаю. Психия, агрессия, повышенная возбудимость. Полчаса в очереди убила. Разве это в очереди? В мое время в очереди были. В очередь слышала такую же историю про очереди. Пойду с отпусками закончу. Иди, закончу, сейчас отпускай. Пойду. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Олег, только не злись. Это все витамин со своими пуговицами. Давай заниматься, я готова. Дима Торзок 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 Приятно, когда тебя коллектив понимает. Спасибо. Спасибо. Почему тебя никто не страхует? Я думаю, я сама смогу. Сама? Сама ты сможешь здесь, только убийца. Ладно, давай, приходи ко мне завтра в десять. У меня как раз форточка в персоналках. Погоняю тебя немного. С чего такое, часть? Может, зауважала тебя. Может, разглядела в тебе какой-то стержень. Ну, не знаю. Ты воюешь, сама тут эту дружбу предлагаешь. Я? Нет. Дружбу я тебе точно не предлагаю. Предлагаю профессиональную помощь. Или есть сомнения в моей квалификации? Нет, как тренеру у меня к тебе нет вопросов. Тогда завтра в десять как штык. Жалеть я тебя точно не буду. За месяц с душами, как воздушный шарик. Будешь у меня на соленой диете. Это как? Пот и слезы. Ага. Попробуем. Не опаздывай только. Спасибо. Попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Может не именно так, но как-то она тебя точно опозорит. Это же Полина. Не понимаю, как ты вообще согласилась с ней заниматься? Ну потому что Полина хороший тренер. А если бы Гитлера был бы хороший тренер, ты бы пошла к нему заниматься? А я ей условия поставлю, никаких унижений и насмешек. Правильно, пожёстчество. Простите, а салфетку дай, Ваня. А я смогу стать, как Скала Джонсон. Сам тут орфлятин, знаешь, килограмм сто двадцать. Я ему. Сможете в следующей жизни. Что, прямо так сказала? Прямо так и подумала. Ну и задвинула ему, чтобы про мотивацию. Короче, у меня плюс один персональный жердяй. Сочувствую. Привет. Полина, я согласна с тобой тренироваться. Только у меня есть несколько условий. На тренировках не унижать, при других не оскорблять и не ржать надо мной. О, как? А у меня тоже есть одно условие. В задницу все твои условия. Устраивает? Приходи заниматься. Знаешь что? Не устраивает. Все-таки есть в мире гармония. Плюс жердяй, минус жердяй. А, Сергеевна, дорогая, ну вы поймите, в танцах скачете не только вы, но и ваше давление. Да лет тридцать оно у меня скачет. Что же мне не танцевать? Просто в вашем возрасте танцы только со звездами, только по телевизору. Зумба и чичича для вас опасны. Так вот и потанцуй, Савла Сергеевна, и то, что соответствует ее возрасту. Действительно. Что, полонез? Подождите, а я вот тоже не понимаю, почему такая прекрасная, полная сила энергии дама не может заниматься танцами? Действительно. Почему? Савла Сергеевна, так может вам действительно лучше йогой заняться? Или здоровье полезное? И Володе, я смотрю, вы сразу понравились. А мне он тоже нравится. На внука моего похож. Вот. Отлично. Внучок, забирай бабулю и вперед заниматься. Я б на этом силосе и два дня не протянула. Как ты это ешь? Как верблюдо колючки. Со слезами. О, привет. Че, как? Привет. Салатик будешь? Оливье только приготовили. Я же спортсмен. Позже шести только пью. Я домой. Че, подвезти кого-нибудь? Я тоже спортсменка. Пешком дойду. Базара нет. Майцы, парень. Так в чем проблема? Подобрали бы, обогрели. То есть, типа сама выкинула, а вы девке давайте подбирайте. Ты его постира и все, как он отнеси. Глядишь, заберут. Слава вас. Слушай, если ты не против, я бы это, ну, с Лехой попробовала. А че, не будешь ждать, пока я его постираю? Я серьезно. Нет, ну если серьезно, я только за. Он реально хороший парень. Ета, Натахе пока не говори. Мам, ты чего? Ой. Чего? Платье твое хотела сфотографировать. Объявление о продаже в интернет выложить. Глядишь, хоть часть кредита закроем. Или оставить? Продавай. Ну, плохо сидит. Ты тут побогаче меня будешь. Давай я на тебе сфотографирую. Ага. Делать мне больше нечего. Не, ну нормально, а? Ты посмотри, что ты своим фитнесом сделал. Все висит. Еще как висит-то. Обалдеть, а? Хукша ангасана. Поза кобра. Глубокий прогиб помогает растянуть мышцы спины и укрепить поясницу. Ой, мне бы эту кобру лет 20 назад. Танцевала бы я чи-чи-чи без осложнений. Да, мы сохраняем тишину, не мешаем другим концентрироваться. Дед мне то же самое говорил, когда на рыбалку меня брал. Алла Сергеевна. Молчу. Снежан, прогиб поглубже. Для вас, Володя, любой прогиб. Тишина. Просили же. Алла Сергеевна. А? Занятие закончилось. Так я следующего жду. Но это слишком большое напряжение для вас. Ой, да что ты, Володенька, никакого напряжения. Я в уголочке посижу, повяжу. А у тебя так хорошо. Музыка, дымок. Ну, прямо как на даче. Что, куда спешим? Леша, мы же хватит меня у подъезда караулить. Размечтался. Я вообще не тяжел. Да ладно. Накладно. А тебе белый свет к Лене не сошелся. Привет. Здорово, красоты. Что, поехали? Слушай, я тут, короче, подумала, но и вот. Ты же точно не против? Не против. Ладно. Только Ленке пока не говори. Ань, ну ты точно мазохистка. Она гадости тебе делает, а ты все равно идешь к ней заниматься. Вы просто не видели, как на мне платье красиво висит, а с Полиной я еще больше похудею. Угу, если выживешь. Полин! Извини, что я вчера психанул. Я готова заниматься. На твоих условиях. Ну ладно. Давай попробуем сделать с королева королеву. Добро пожаловать в Ант. Ровнее, ФСД. Ровнее. Бодрее. Грозче. Реще. Отлично. Стоп. На сегодня все. Ой. Ну что? Пекемоты, то паспортивнее мне дай, Бостю. Да нет. Ты молодец. Отдыхай. Ну что? Вдовольна к тобой поиздевалась? Да пока только хвалит. Прочитается. Понятно. Чувствую, просто унижениями не обойдется. Нужно узнать, что эта стерва задумала. Например, я вхожу к ней в доверие и все выведываю. Но это долго. Или ты становишься ее лучшей подругой. Нет, это вообще нереально. Олег! Нет, давайте без Олега. Ну, тогда остается старый дедовский способ. Пытки. Напоить и разболтать. Ой, я это могу. У меня масса большая, я не пьянею долго. Дело за малым. Заставить напиться спортсменку. Чего ты так мало сделала? Это же не помогает. Вот. Идем в клуб. Знакомимся с девчонками. Везем их ко мне. Ты сваливаешь, предварительно говоришь им, что я твой сексуальный гуру. Так? Так. Забери у меня старушку. И я скажу все, что ты захочешь. Эй. В пределах разумного, конечно. Вы кушайте, кушайте. Я пару килограммчиков купила. Алла Сергеевна, я был неправ. Вы обязаны вернуться. Танцы – это ваше призвание. Может быть, просто не такие быстрые? Не знаю. Музыка на танцах, конечно, бодрее, но... Мне вас будет очень не хватать. Правда. Но для меня самое важное – это ваша внутренняя гармония. Гармония – это да. Мальчики, а можно я и туда, и туда похожу? Алла Сергеевна, не нужно ради нас рисковать своим здоровьем. Идите и танцуйте. Вы такой внимательный, Володенька. Ну, ты чё? Прямо как мой внук. Ладно, Рафик, веди. Танцуй бабушку. Классная задница. Я знаю. Полина, я тут подумала, может, мы поожжимаем вместе? Так, стоп. Я не твоя подруга, я просто твой тренер. Я знаю. Но можем недолго посидеть, немного выпить. Может, отношения наладим. Чтоб тренировки были более эффективнее, а моя задница красивее. Я угощаю. Ну, ладно. Вечер у меня свободен. Почему бы его не испортить? Ага. До вечера. Давай. Пашклющий полотенце. Ленка. Привет. Привет. А ты что, спортом решила позаниматься? Лёха решила позаниматься. Вот разовое занятие купила, чтобы с ним потусить. А Лёха-то в курсе, что ты с ним тусить собралась? Так мы вместе с ним приехали. Вчера как бы ему намекан мало. Он такой, типа, не против. Здорово, девчули. Чулино, готова встанешь встать? Давай, дуй, переодевайся. Опа. Давай-давай. Так. Лёша, ты не оборзил, нет? Ты с Ленкой, с Наташкой одновременно мутишь. Ну, есть такая тема. Какая тема? Ты прекрати девкам бошки морочить-то. Астёха, давай я сам со своей личной жизнью разберусь. Ты меня отфутболила? Во, поздняк метаться. Жак, спасибо. Надеюсь, там кольца нет. Что вы будете есть? Давайте для начала сырную, нарезку мясную. Два яблока. Вы имеете в виду фруктовую тарелку? Я имею в виду два яблока. Можете их нарезаться. Да. Хорошо. Спасибо, что согласилась сделать из меня человека. Хотя с чего вдруг, а? За кроссфиты. А вот если ты занимаешься с человеком, который тебе неприятен, хочется же ему гад сделать? Нет. Тренировки есть тренировки. Угу. Ну, ты меня прям удивила, когда сказала, что будешь со мной заниматься. Даже не знаю, что и думать. Думай о тренировках. Балина, вот давай на чистоту. Почему ты со мной занимаешься? Ты же меня ненавидишь. А при чем тут ты вообще? Я, в принципе, всех толстых ненавижу. Потому что вы винивые и слабые. Вы сначала говорите, что хотите похудеть, а потом плачетесь. Мне так трудно. Да потому что это трудно, понимаешь? Хочешь, я тебе расскажу, что такое трудно? Это когда у тебя детство. Нет. В то время, как ты жрала тортики с печеньками. Я в спортивном зале в интернате. По восемь часов в день впахивала. И голодала. Потому что установка была. Скидывать каждый день хотя бы по 100 грамм. Утром встал и на весы. Мы, девчонки, вот так друг друга за трусики вверх поднимали, чтобы эти чертовы весы хоть на 100 грамм меньше показали. А потом тырели котлеты у штангистов и жрали в туалете, чтобы не сдохнуть с голоду. Ладно, если еще дорастешь до большого спорта. Хотя бы не зря все это. А если травма? 16. Самый разгар спортивной карьеры. И все. Все твои олимпийские перспективы накрылись медным тазом. Вот тогда обидно. Очень обидно. Вот так вот зарабатываются классные зайницы. Я буду стараться. Да знаю я. Слушай, есть в тебе какой-то стержень. Поэтому я и взяла из тебя. Давай. В нашем клубе толстых не будет. Не будет. Здоров. Как я тут оказалась? Да, да. Ну, шумно и весело. Олежик! Олежик! Олежик, потанцуй с нами! Можешь не одеваться. А Полина где? Уже ушла. А мне тоже пора. Мне еще домой соскочить надо. А ты можешь подать мою одежду? Могу. А где она? Ты можешь найти и подать мою одежду? Володенька, извини. Извини, я на минуточку. А, Сергей, у меня обед. Так я как раз по этому поводу. Всю ночь не спала. Думала, ты переживаешь, что я на танцы ушла. Поэтому я принесла тебе пирожки с мясом. Мой внучок их любит. Благодарю. Порипурно-навасан. Поза лодки. От бедер. Ноги поднимаем вверх. Руки уходят на шею. Володенька, я на минуточку. Алла Сергеевна. Я тебя не напрягу. Я хочу тебе шапочку связать. Подожди. Что? Володенька, на минутку. Володенька, послушай, бабушка. Не нужна тебе это, прости, господи, шалашовка. Может, ты не заметил у нее на пальце обручальное кольцо? Спасибо, не заметил. Вот, но ты не волнуйся, Володенька. Мы тебе найдем нормальную невесту. Володя, ты идешь? Да, сейчас. А ты давай езжай отсюда. Нечего мужикам головы крутить. А то я мужу быстро сообщу, как ты здесь выеживаешься, шлындра. Алла Сергеевна, у меня к вам очень серьезный разговор. Я вам не внук, даже не родственник. Вы гость, я тренер, но вы у меня даже не занимаетесь. Поэтому с этих пор никаких невест, никаких шапочек, никаких пирожков, ничего. Все. Понятно? Понятно? Привет. Что хотела? Привет. Поговорить хотела про Лёвку. А зря я тогда вряхнула. Не стоит с ним встречаться. Че это? Ненадежный. Тебе нормальный парень нужен, а этот, ну, он раздолбает. Ты же сама сказала, хороший мужик, бери. Ну, а сейчас все взвесила и говорю, не бери. А может, я просто ревность взяла, что Лёвка со мной встречаться стал? Ты всегда такой эгоисткой была. Ни себе, ни другим. Доброе утро. У нас утро два часа назад закончилось. Ну, че, Полина, напылась, разговорилась? Полина очень хороший человек. С тяжелой и спортивной судьбой. А у нас с вами просто паранойя, и все. Королева, почему тренировку опаздываем? Поль, мне не очень хорошо после вчерашнего. Яблок все-таки маловато, Падди, было. Твои вчерашние подвиги меня не интересуют. Быстро переоделась и в зал. Полечка, ну, пожалуйста, я умру. Похороним с почтями. Пожалуйста, давай завтра. Полина, миссу, человеку плохо. Зато вчера ей было очень хорошо. У меня и видео есть. Ты че, меня на видео сняла, что ли? А вот и подвох. Ой, я-то думала, что ты нормальная. Ну, че там? Пьяная на столе танцую или, может, к официанту пристаю, а? Давай. Ага. Полечка, завтра буду на тренировке, как штык, я себе серьезно. Если я приду, буду говорить, что я плачу, мне плохо, или еще что-нибудь, ты мне можешь скакалкой отхлестать, отвечаю. Прямо переехалищи меня. Полечка, люблю тебя. Давай, приходи в себя вечером на тренировку. И это было первый и последний раз. А может, это был ее план? Скакалка тебе отходить? Это реально не мой день. Бабушку обидел, дыру в карме сделала. Да не переживай ты так, вон твоя бабушка сидит. Видимо, хочет тебе дыру заштопать. Пойду извинюсь. Аллах, Сергей. Володенька, только не ругайся. Я не тебя, я зятя жду. Он сказал, пока не заберет, дома не появляться. Вас что-то домой не пускают? Он не любит, когда я целый день по квартире топаю. Вот я у вас и торчу до вечера. Ну вы идите, идите, мальчики, идите. Привет, мам. Поехали. Мы на вас заявление в полицию напишем. Чего это? Вы что за существо-то такое? Почему старого человека домой не пускаете? Это я-то не пускаю. Мама. Ну что вы опять наплели-то? Я не пускаю. Да я ее загнать домой не могу. У нее то фитнес, то кино, то театр. Она где угодно готова быть, только не дома. Правильно говорю? Потому что дома делать нечего. Вот родите мне внука, я с ним и буду в квартире сидеть. Поехали. Поехали. Пока, мальчики. Ну прям сюрпризом. А что это ты согласилась со мной поужинать? Леш, мы просто пьем кофе подружески и все. Ну, ну, да. Подружески. И я Наташку позвала. Ну, ты же не против, да? Зачем? Ну, ладно. Привет. Привет. Что за повод? Я просто хотела сказать, что я была не права. Вы супер пара и я очень рада за вас. Спасибо, Ася. Правда, Леш? И я еще подумала, может, пора уже Ленке сказать. Ну, ты так думаешь? Ну, хорошо, я скажу завтра на работе. Ты же не против? Лопаньки, кажись, на работу пора. Куда, Леш? А что ждать-то? Я ее сюда позвала, чтобы мы вместе с ней за тебя порадовались. Вон, Ленка! Работа же идет в порядок, сам не наладится. Садись, садись, давай. Что за праздник в будний день? У Наташки новость для нас. Ну, тут такое дело, мы с Лешей встречаемся. В смысле? Ну, Лен, не тупи. Мы встречаемся, как парень с девушкой. Леш! Это факт. Вообще-то, это мы как бы встречаемся. Это факт. Тоже. Я с вами, а сам я не знаю, встречаюсь, но хотел уже определиться. Прямо в ближайшее время. Я вам говорила, что он еще тот типок, да? Девчонки, ты не принимай тебя близко к сердцу. Ну, сожжение уже. Все, Леш? Теперь ты только мой. Серьезно, что ли? Размечтался. Ну что, доволен герой Львовной? Доволен. Не забыл, значит, меня Осяк? Он какую драму из-за ревности организовал, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девчонки, вы точно у меня из-за Лехи не в обиде? Ой, было бы за кого обижаться. Ну и где ты похудела? Мам, да оно вчера на мне висело, отвечаю. Мам! Да? Ты же видела, оно вчера на мне висело. А сегодня я его постирала. Может, оно село? Зараза. Мам, ну кто в платье свадебное сам стирает? Да откуда я знала? Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают. Вот он скользнулся, ударился об бортик и в воду упал. Ну, я его и выловил. Короче, все норм. Просто мужик бы сами упал. Я чуть не утонул. Дождава, вот этот, который орет. Так, выключи, а. К Людмиле его отведи. Мы вас сейчас к врачу поведем. Помогите, пожалуйста. Где ваш дежурный инструктор, а? Хороший вопрос. Пойдемте. Рука, рука. Лиз, ты совсем офигела? Ты тут, Боря, искусственное дыхание делаешь? У тебя там чуть человек не утонул. Ничего я не перепутала? Тебя там чуть не утонул. В сторону, в сторону, в шаг. Поехали. Пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Спасибо, Иоанн. Проблема. Человек человеку пострахует. Ну все. Теперь в сауне. Как вы себя чувствуете? Отвратительно. Не волнуйтесь. Перелома нет. А я не волнуюсь. Это сейчас вам придется волноваться. Послушайте, ну мы же все цивилизованные люди. Надеюсь, наши извинения смогут исчерпать конфликт. Извинения? Да я чуть не утонул. Ладно. 50 тысяч можете не извиняться. А можно мы как раз на эту сумму вам годовой абонемент подарим? Что? В клуб, в котором тренеры болт забивают на посетителей? Вы что, не слышите? Я чуть не утонул. Вам что, нужны проблемы? Нет никаких проблем. Мы компенсируем. Выздоравливайте. Ну что? Чего? Компенсацию пострадавшему несу. Ваш поцелуй с Лизой обошелся ей 50 тысяч. Витамин сказал, что вычтет из-за ее зарплаты. Блин, какой-то клоун упал в бассейн, из-за этого 50 тысяч. А ты что так за наш клуб переживаешь? Я не за клуб, я за Лизу переживаю. Да развлекайтесь не во время работы, а после. Слушай, это не значит, что каждому встрече нужно 50 тысяч отдавать. Ну да, мы ему сегодня не заплатим, завтра он в суд подаст. Ась, послушай профессионала. В суд никто не пойдет. В суд такой геморрой, лучше туда вообще не обращаться. Не знаю. Что ты не знаешь? Это явно какой-то аферист. Он просто вас на понт берет и все. Это ты еще должна его судом пугать. Думаешь? Конечно. Аферистов в судам не ходят. Их дело все быстро обставить и смыться. Ну да. Люди вообще миллиарды воруют, судам дела нет никакого. А тут они с похватиться, человек в бассейне подкалинулся. Лучшие места в Бипложе, если жарко, говорите. О, Рафик, привет. А мама, разрешаю тебе с девочками в САМОН уходить? Десятки. Я буду париться по-взрослому. Рушки прижимаем. Не переживай. Здесь уже париться по-взрослому. Да я сейчас один раз поддам, и он вылетит отсюда, как пробка из бутылки. Мускулы к выносливости не имеют никакого отношения. Вы еще поспорите. Альфа-самцы. Спорим? Я тебя пересижу. На что? Кто первый отсюда выйдет, тот сегодня вечером платит за всех в ресторане. Ой, ну отличный план. Девчонки, ресторан, халява. Халява? Ты сначала выиграй. Девчонки, разбейте. Только не сильно, чтобы этому дурищу руку не сломать. Ему же за нас еще платить. Не больно? Все, вы закончили? Да. Состояние опасений не вызывает. Вы слышали? Ваше состояние опасений не вызывает, поэтому можете быть свободны. А деньги? Ну, оказывается, в нашем бюджете нет статьи расходов по выплате аферистам. Не понял. А жду непонятного. Вы думали, пошумите, и мы вам деньги сразу принесем? Ага. Так вы что, мне не заплатите? Нет, мы не отказываемся платить, но будем это делать строго по решению суда. А так, извините, у нас здесь неблаготворительный фонд. Суд, значит? Ладно. Да вы только не волнуйтесь. А вы меня не успокаивайте. Просто я и не хочу, чтобы у вас инфаркт случился у меня в кабинете. И не подскользнитесь! Ась! Ну что? Выдыхай. Вопрос в твоем утреннем ЧП утрясен без выплат. Спасибо тебе большое. Что я тебе должна? Это Борю благодарю, он помог. Ну, с ним я вечером рассчитаюсь. И на будущее. Давайте все эти расчеты будут проходить не на работе. Слушай, это реально я виновата. Я не могу перед ним устоять. Это, конечно, банально, но он мужчина всей моей жизни. Так ты ж с ним всего две недели. Ты что? Он умный, заботливый, хорошо зарабатывает, у него своя квартира. Он весь такой положительный. Короче, хорошие мужья на дороге не валяются. И ты вот так в нем уверена? Да у Бори большое будущее. Как говорила моя мама, хороших кобелей разбирают еще щенками. И это тот случай. Камни не залей. Я в холоде сидеть не собираюсь. Жалко, веника нет. Когда я парился, в бане горели. Ребят, мы, наверное, и все. Девчонки, не забывайте, в девять в апельсине. Ну, что, подать еще? Нет. Так нормально. Согласен. Амин, к тебе там на персоналку пришли. Вилла, ты прошу. Ага, сейчас. Слушай, не можешь за меня провести? А то у нас тут замес. Только вот пересидит. Не могу же полуорганизма проиграть. Ну да, это важнее. Хорошо, что у вас мозгов нет. А то сварились уже. Виталий Миневич, вот. Что это? Это тип, который в бассейну упал. Аферист обычный оказался. Это он тебе сказал? Это я выяснила. Так что деньги теперь ваши. Ну, так они и были мои. Проходите. Добрый день. Здрасте. Так, познакомьтесь, мой адвокат Артем Александрович. Привет, Виталий Миневич. Рад знакомству. Вот письменные претензии. Хотим, чтобы вы ознакомились. Ну понял. Ну как же, хотели через суд, пожалуйста. Кто хотел? Она. Знаете что? Мы, между прочим, тоже юридически подкованные люди. И наш юрист считает ваши претензии ничтожными. Да. Ну так вы бы пригласили его. Мы бы на профессиональном языке все обсудили. Конечно. Сейчас только гляну, на месте ли он. Боря, это был не аферист. И суда твоего он не испугался, а пришел снова. Только уже с адвокатом. Да ладно. Прохладно. Ты думаешь, я шутки шучу? Да мне витамин сожрет сейчас. Ась, да это мертвое дело. С ним в суде вообще нечего ловить. Вот иди и объясняй это его адвокату. Их худо живут с людям. Время тратить свое, мое и ваше. Вот спроси у них. Будешь нашим клубным юристом. Отрабатывай свои шуру-муры. Куда пошел? Раф, выходи. У меня целый день персоналки. У меня сейчас мочевой пузырь лопнет. Слышишь, ходишь здесь, и эта парилка станет твоей усыпальницей. Ты понял? Слушай, давай ничего, а? Ну, кого мы еще пытаемся доказать? Сидим тут, как твои идиоты. Ты деньги теряешь, я... Терпение. Ладно, хрен с ним, с этим спором пошли. О, вы еще здесь. Отлично. Я на ваши посиделки тотализатор организовала. Люди ставят. Сколько на мою победу? Один в десяти. То есть, если я штуку кину, десятку подниму? Угу. Ставлю две. На меня сколько? Всего полтора. Раф, ты в туалет ходишь? Уже нет? Ставлю двадцатку. Принято. Капец, ты худосущный. Вот наш юрист Борис Борисович. Борис, ты что ли? Здорово, старина. Привет. Не ожидал, Артем. Да вы знакомы? Угу, одногруппники. Я тебе, кстати, учебник по римскому праву до скипор не отдал. Да, дарю. Спасибо. Ладно, давай, потом поболтаем. Угу. Вот, ознакомься с претензией. Факт о получении травмы непосредственно в вашем бассейне зафиксирован. Имеются показания свидетелей. Угу. Составлены акты случившимся. Ну и непосредственно сама письменная претензия. Указана сумма возмещения вреда здоровья в размере... Сто тысяч рублей. Ага. Надо же. За полдня цена в два раза выросла. Ну, как же вы сами меня вынудили обратиться к адвокату? А они бесплатно не работают. Ну, что могу сказать? Ознакомившись с претензией, могу однозначно заявить, что ваши требования обоснованы, и мы возместим вам ущерб полностью. Полностью? Ну вот. Приятно иметь дело с профессионалом. Давайте все-таки обсудим. Давайте обсудим. Ну, вы учтите, что у меня почасовая плата, так что мы на 100 можем не остановиться. А. Ну, вот и обсудили. Мы с коллегами вас ненадолго покинем. Подготовить необходимую сумму. Да-да, пожалуйста. СКВ привела? Ты что у них на проценте? Да я же не знал, с кем надо иметь дело. Таким юристом и я могу быть. Да вы не понимаете, он очень крутой юрист. Если у вас в бассейне воды не было, он бы доказал, что человек утонул по вашей вине. Заплатить деньги – это лучший вариант. Судом получилась бы дорога. Да, а я не знал об этом, когда договорился с ним на 50 тысяч. Хорошо появилась Королева или договорилась на 100? Простите. Прощаю. 50 тысяч. Вычтем из твоей зарплаты 50 грязины. Все. Спасибо за помощь. Твои консультации обходятся столько же, сколько твои любовные похождения. Ась, я все возмещу. Иди ты. Ноги качай, Барбарис. Ась, я тут подумала, может, соберемся вечерком, я, ты, Боря, отметим решение нашей проблемки. Лиза, нечего отмечать. Проблемка заиграла новыми красками. Приятного аппетита, милые дамы. Ай, что за красавчик? Я раньше его у нас не видела. А это и есть наша проблемка. Это адвокат нашего потерпевшего. И они в суд на нас решили подать. Ну и что? У нас же есть Боря. Он же поможет. А Боря уже помог. Теперь ему должны сто тысяч. Сто. А твой Боря сложил лапки и на все согласился. И сказал, что это очень крутой адвокат. И если дойдет дело до суда, он нас размажет. Крутой, даже круче Бори. Слушай, ты видел, как он на меня смотрит? Блин, да у него зубы белее, чем у Нагеева. Часы дорогущие и шикарный костюм. А кольца вручального нет. И чем нам это поможет, Шерлок? Ватсон. Я могу с ним познакомиться. Зачем? Ась, ну зачем знакомиться? Не тупи. Я могу с ним замутить. И тогда моя жизнь будет в шоколаде. Ну, у тебя же есть Боря. И тебя к нему чувства? Чувства у меня были в первом браке. А теперь мне нужны стабильность и комфорт. Слушай, да он и симпатичней Бори. И спортивнее. Ты серьезно? Ну, а что, Ась? Боря у меня и так есть. А тут я могу выловить рыбку и пожирнее. Только Боре ничего не говори. Это еще не стопроцентный вариант. Поняла? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравия. Слышь, сейчас не время кем-марик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что и требовалось доказать, откачивайте молокососы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, надеюсь, теперь конфликт исчерпан. Ну, конечно. Сейчас только пересчитаем. Прошу. Если понадобятся услуги квалифицированного адвоката, вы обращаетесь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, вроде все точно. Так что претензий больше не имею. Отлично. Еще раз прошу прощения. И в качестве извинения лично от меня предлагаю вам у нас отобедать. Естественно, за наш счет. За ваш счет. Ну, хорошо. Только постарайтесь нас не отравить. Да, с таким адвокатом, боюсь, нам это дорого обойдется. Всего доброго. Счастливо. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боря! Боря, ты был прав, потерпевший аферист. Боря, ты меня вообще слышишь? У него здоровая рука, я сама видела. И она вообще лучше, чем у тебя работают. Ну что, поздравляю. Если я просто кому-то проходим, 100 тысяч подарили. Слушай, пока они у нас обедают, надо что-то придумать и вернуть деньги. Успокойся, Айс. Деньги отдали без суда. Значит, решили, у тебя по-тихому. По закону уже не получится. А не по закону? Ну что, Рафик? Так, экзамен на мужика ты провалил, поэтому переодеваться будешь в женской раздевалке. А лишь до хора его троллить. Благодаря его выносливости мы деньги выиграли. Да, я сейчас как раз все подобью. Ты хоть скажи спасибо, что вместо Архангела Гавриила ты мамку сегодня свою увидишь. Спасибо. Пожалуйста. А тебе спасибо за то, что я сегодня килограмм креветок сожру, и у меня будет такое пузо на пузе кубики. А что ты думал, а? Салатиком отделаешься? Нет, братан. Я, между прочим, вон спину из-за тебя обжег. Вон, видишь? А? Как? Как? Когда из сауны тебя вытаскивал, я же спиной дверь открывал. Подожди, то есть, по факту первым сауну покинул ты? Ну, и это ты сейчас к чему? Спор был, кто первый выйдет. Ребят, кто первый вышел? Ну, если чисто технически, Алиш, так, кто на меня ставил? Только ты. Алиш? Ну, по идее, ты на двадцатку должен. Подождите, спас дураку жизнь. Еще и денег должен. Где логика? Зато ты паришься, как мужик. Чип-бум, 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 чика-чика-чика-бум. Что творите? Вы только что? Человека сбили. Я свидетель. Звоню в скорую в полицию. Пусть снимут запись с камеры наблюдения. Это что за детский разводняк, а? Все, все, все. А вот и полиция. Здравия желаю. Старый сержан Торманюк. Что случилось? Товарищ полицейский, тут только что человека сбили. А, все, разберемся, разберемся. От того перега? Да он от него. Глаза залил, не видишь, что машина отъезжает. Все понятно. Прибор сертифицированный. Сейчас все дунем, все проверим. Я? Ты. Да, пожалуйста. Опа. Ну и четыре, проверь. Ой, не завидую я вам. В нетрезвом виде человека сбить. Подождите, как ноль четыре? Добавим пряности. Они перебьют запах алкоголя. Подождите, да что за чепуха? Так, браслетики надеваем, машинка на шаровстоянку. Можете хранить в молчании. А можете звонить адвокату, и встретимся с вами в суде. Давайте, ручки, ручки. Подождите, давайте без наручников. Ну, может быть, я как-нибудь договорюсь с потерпевшей стороной. Ну, без суда и следствия такую проблему можно решить только за сто тысяч рублей. Сто пять. Пятерочка за моральный ущерб. Не, ну, молодцы. Да. Красиво все обставили. У нас были хорошие учителя. Операция «Торжество справедливости» прошла успешно. Спасибо, Леша. Да что, ладно. Всегда рад помочь. Ты не чужишь, Люка-то, да? Давай. Витамин будет приятно удивлен, а? Второй раз за день. Да, я тоже сейчас с тобой вместе поднимусь. Лизу обрадую. Ага. Я думал, мы встречаемся. Нет, я тоже так думала. Но, видимо, Лизка нашла кого-то получше. Стой, считай, что он лучше меня. Хочешь правду? Боря, ты в сто тысяч миллионов раз лучше, а она... Ну, она просто тебе не достоина. Так, все, пошли отмечать нашу победу. Я угощаю на нечестно заработанный. Ну, хватит ломаться, красавчик. Все, пойдем. Олег, Олег, я тебя, пожалуйста, прошу, не вой больше, а? Олег, хватит. Пожалуйста. Что? Кушайте, кушайте. Еще креветок? Официант! Официант! Тут один парень счет закрыть хочет. Вообще-то я не планировал, но если этот здоровяк уже сдулся, то посчитайте его, только креветок нам еще принесите. Давайте, идите, идите. Я просто хотел уточнить. Мы спорили на то, что я оплачиваю весь вечер, так? Да. Так. Ну так, так, что дальше-то? А вечером ты меня оплатить ни за что не просил, а сейчас уже новый день, и чисто технически я тебе ничего не должен. Так что астролависта, бэби! А белок я с тобой заберу, вы все равно мясо не едите. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напоминаю, у Виталия Миневича завтра день рождения. Деньги сдаем? Точно, я забыла. А по сколько скидываем? По тысячу, конечно, как всегда. Хоть тут стабильность. А что дарить-то было? В нашем клубе есть очень красивая и древняя традиция. Каждый год мы дарим нашему начальству красивый нож. Каждый год одно и то же? А? Ну, подарок желанного души должен быть, а это так для Галочки получается, что ли? Так мы же о нем заботимся. Вот выйдет старик на пенсию, откроет магазин, мир ножей, мытища. А я согласна с Ассей. Виталий Миневич заслуживает более достойного подарка. Нужен сюрприз, понимаете? Ну, чтобы он этот день рождения на всю жизнь запомнил. Ну, смотрите, если так, к примеру, с утра его никто не поздравляет, ну, типа, забыли. Класс. И скидываться не надо. Я за. Да погоди. То есть, с утра на него ноль эмоций, а вечером бах и сюрприз. Ладно, давайте бах и сюрприз. Ну, а теперь давайте решать, что дарить. Давайте завтра. Пожалеем витамина, ему и так сейчас и кается. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА С днем рождения, Рафаэль. Спасибо, мама. О, и главное, молчал. Ра, ну ты что? Ну, поздравляю тебя. Для Рафаэля день рождения грустный праздник. И даже не спрашивайте, почему. Нет, нет, почему? Детская травма. Когда Рафику исполнилось 12, ему подарили котенка. Вы не представляете, как он был еще с ним. Пол дня бегала с ним. Играла, а потом случилось ужасное. Что, котенок убежал? Не совсем. Я открыла балкон. Порой ветра. Дверь захлопнулась. До сих пор себе ту скубрю простить не могу. Скубрю? Если бы я ее не готовила, мне бы не пришлось квартиру проветривать. Раф. Пойми, день рождения, это все-таки день рождения. Да? Привет, маломаном. Испугал. А ты что тут делаешь? С дежурства. В алкашей гоняем, в алкашей чертей. У каждого свой план по задержанию. Что слушаешь? Осек, не хрустальная? Леш, как тебе? Медля, ты что? Я хочу, чтобы под эту песню, у нас с тобой с вами не танец был. Приколываешься, что ли? Я в последний раз танцевал с зайчиками в детском собаке. Леш, ну это же красиво. Ну сделай хоть раз, что я хочу. Не, Осек, ты меня извини. Ты бабской фигней не занимаешься. Все, концерт окончен. Иди отсыпайся. Спокойно, нам только сниться. Это ресепшн. Это самое главное место у нас в фитнес-клубе. Тут, к примеру, можно узнать, во сколько начинается йога, где туалет. А это у нас расписание. Вот пилатес там. У моей дочки открылся третий глаз? Это камера. Я блогер. Кто? Не, ну а что? Я теперь буду записывать видосы там про фитнес-клуб, про тренеров. Мысли свои как-то, ну, говорить. Ты их сначала формулировать научись, блогер. Ладно, занимайся. Свободны от работы, время. Есть. А ты сказать мне ничего не хочешь? А, да, точно. Папуль, а ты мне дашь денег? Я просто очень сильно на камеру потратилась. И мне немножко надо. Салют. Доброе утро, Виталий Михайлович. Здрасте. Нету. Закончились. У вас совесть закончилась. У меня деньги. Здрасте, Виталий Ильич. Так на меня зыркнул, что я его чуть не поздравила. Ну, отлично. Все ж пока по плану идет. Какие у вас идеи насчет подарка? Марина, а что твоему папе может понравиться? Ну, любой отец будет рад, если счастлива его дочь. Поэтому давайте мы подарим женскую сумочку. А это что за сборище? Я не понял. Заняться больше нечем? Забыли, какого цвета трудовые книжки? Я же его напомню. И чего теперь ему на день рождения дарить? Я говорил, что нож самое то. Теперь и нож страшно дарить. Жениться ему надо. Может, добрее станет. Точно. Давайте ему бабу подарим на часок. Он придет. Шуточки у тебя. Противно слушать. Ну, давайте все расходимся, пока он обратно не вернулся. Подождите, подождите, подождите. У нас есть еще один именинник. Рафаэль. Раф, у тебя день рождения, и ты проставу зажал? Да ничего не зажал. Я просто не афиширую и не отмечаю. Так мы будем отмечать. Давай дуй в магазин, мне куриную грудку. Нет, просто Рафаэль считает, что он не достоин дня рождения. Но это ошибка. Ты светлый человек, и ты заслужил праздник. Поэтому, вот, с днем рождения, друг. Открывай, открывай. Такое прелестье. Он такой сладкий. Красавчик. Если это кот, его надо кастрировать. Потому что твоя квартира трехмачу не выдержит. Спасибо, Володь. Он такой волшебный. Раф, с днем рождения тебя. Ребят, ну а что с подарком-то витамин? Может, торт на моей бывшей работе можно заказать и его фигурку поставить. Со штангой. И надпись «Виталий Миневич, 45». Виталий Миневич, ягодка опять. Кто за? Все за, единогласно расходимся. Заказывай. Виталий Миневич, посмотри в камеру. Я вас покажу. Это Айминевич. Вы бы поберегли себя. Подобные вспышки гнева говорят о перестроении гормонального фона. Подобные вспышки гнева, Людмила Алексеевна, говорят о том, что я работаю с дебилами. Повышенно. Давайте, снимайте. Я не шучу. Вам нужно жить размеренной, спокойной жизнью. И лучше не в одиночестве. Я постоянно среди людей. Я говорю о женщине рядом, которая могла бы уравновесить вашу эмоциональность. Так вы себя до инфаркта доведете. Людмила Алексеевна, я с умолею. Иная женщина быстрее до инфаркта доведет. Конечно, это лотерея, но иногда можно вытащить и выигрышный билет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово. О, блохонос твой. Мой. Только не блохонос, а цезарь. Что, салат, что ли? Слышь? Тут такое дело. Ты танец можешь в свадьбе поставить? Могу, конечно. Приходите с невестой, поставлю вам танец. А без невесты можно? Ну, там тебе бы сюрприз. А как вы себе это представляете, без невесты? Да ты мне просто движение покажи, я дальше сам попадаю в эту музыку. Ну, давайте попробуем. Ты не парься, я легко обучаю. Цезарь, ты вообще, конечно, фантазер. Так. Подходите ко мне. Чуть подальше. Ногу вперед. Руки. Повторяйте за мной. И раз, два, три, четыре. Меняемся. Нет, 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 я поворачиваюсь. Да. А, давай. Пять, шесть, семь, восемь. Раз. Понятно? Ну, в общем и целом. Не помешаю вашему счастью. Секунду. Слышь ты, голубь сизый, еще раз увижу, что ты с мужиками в моем клубе танцуешь, вылетишь отсюда нафиг, понял? Да он просто попросил. А ты просто не отказал, да? Во! Здрасте. Что там за активность у тебя такая непонятная в карманах? А, да это приложение, фэрлобер, для знакомств. С женщинами, надеюсь? Ну, разумеется. Здесь работать надо, а не знакомиться. Что за приложение, покажи. Тут анкеты девушек. Если вам нравится, ставите лайк. Девушки тоже видят вашу анкету, и если лайки совпадают, можно писать сообщение. Меня можешь зарегистрировать? Вас. Растрепишь кому, оторву то, ради чего ты в этом приложении сидишь. Так, а радиус поиска какой ставить? Ставь шаговую доступность. Некогда мне по городу мотаться. Что, продолжим? Да, только все это как-то неестественно. Думаю, вам лучше танцевать с женщиной. Можно! Вот! Конечно, конечно. Проходите. А что, она три раза замужем была. В свадебных танцах уж побольше меня понимает. Ну что, зажжем женишок? Давайте, давайте. Да. Отлично. А где Цезарь? Черт, и дверь открытой была. Цезарь? Это маленький! q Виталий Михайлович, а вы не видели? Что? Ничего. Не видел. Вижу, скажу. Подожди. Мне в этом фарловере какая-то незнакомка лайк поставила. Что делать нет? Ну, если нравится, то же лайкайте. Так у нее фотографий нет. Вдруг там какой-то крокодил. Покажите. Так у вас тоже фото нет. У меня уже не крокодил. Логично. Так, судя по геолокации, она в нашем бизнес-центре. Ставьте лайк, назначайте встречу и совет вам на любовь. Да? Подожди. А лайк-то как ставить? На сердечко нажмите. Подожди. Как писать тут теперь? Дайте. Все. Все, Кыша. Неловко. Ждем. Здравствуйте. Здравствуйте. Доставка тортов. А, это мне? Угу. Да, первый раз доставляю торт фитнес-клуб. Ну что, может он протеиновый? Спасибо. 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 Так, ну что, все готовы? Торт уже готов. Можем поздравлять. А, понятно, почему витамин такой злой. У него переходный возраст оказывается. Алло, здравствуйте. Мы торт у вас заканчиваем. Ребята, вы моего котенка не видели? Сбежал? Это я виноват. Наверное, услышал мои слова про это. Почему у меня животные больше одного дня не живут? Что со мной не так? Старик, не волнуйся, мы его сейчас найдем. Просто представь, где бы ты спрятался, если бы был маленький котенок? В доставке перепутали, и наш торт уехал по другому адресу. Вот Димка-то удивится, что я ему уже 45. Слушайте, а если взять сметанный крем, надпись замазать, а в руки монстру дать штангу маленькую? А что это, мысль? Он даже чем-то на витамина похож. Тот тоже иногда фантастический персонаж. Рафаэль, мне кажется, твой протеже готовится не к свадьбе, а к разводу. Интересно, как это ты с таким чувством ритма собрался детей заводить? Да ладно вам, начало-то у меня нормальное. Зацени, слышь? Давайте. Остальное я сам. Все, спасибо. Давай. Дочь, а ты действительно не помнишь, какой сегодня день? Помню. Четверг? Молодец. Немного осталось. Подержаться давай. Ну, вроде держится. Ага. У тебя как? Готова. Блин, такой вкусненький мой любимый. Надо спрятать от греха подальше. Не от греха от меня подальше. Что? Я справлюсь. Будет сложно, но я справлюсь. Позвольте? Виталий Миняевич, конечно. Вы что-то уже пыф пришли попить? Нет, у меня есть встреча. Ну, вы же сами советовали мне не быть в одиночестве. Таком вот эти. Тать? Да. Милые. Ну, по-моему, стерпы. Ну, почти у всех женщин в базовую комплектацию входит. А как вы думаете, кто из них не замужил? Поздравляем! Поздравляем! Молодцы, а потом я выношу торт. А я спрыгиваю сюда. Ага. Ну, нет. Цезарь! Нашелся! Класс! Весь сюрприз коту подход. Что? Придется тебе с ножом. Что-то понял я, понял. Нашли молодого. Сброситься потом не забудьте, ясно? Давайте хотя бы видеопоздравление запишем. Снимешь? Я и так сейчас снимаю. Так, Ась, хватит фонтанировать. Все, дарим нож. Марина. Что? Он все равно испортен. Представляете, я в таком шоке. Я первый раз воспользовалась интернетом для знакомства, и сразу такое совпадение. Так, а радиус поиска какой ставишь? Ставь в шаговой доступности. Некогда мне по городу мотаться. Я-то тоже первый раз. Как стыдно-то все это. Ну что, Виталий Ильинич, вам нечего стыдиться? Мы взрослые люди. А, простите. Вспомнила? Что? Нет, сегодня уже не приду. Ага. Пока. Короче, его сегодня уже не будет. Похоже, день рождения витамина нужно было больше тебе, чем витамин. Не-не, подождите. У нас есть праздник, и у нас есть именинник. Рафаэль. Ребят, ну не стоит, правда. Да ладно, Раф. Да ты чего, считай, что витамин себе днюху сделал. Давайте праздновать. Броссесарю парабайеньки. Поздно, братан. С днем рождения. Вот вы говорите, гнев. Как ему не быть, если у меня сегодня праздник, а меня вообще никто не поздравит. Не обобщайте, Виталий Менеевич. С днем рождения. Сердечко. Благодарю. Да это вообще меньшее, что я могу для вас сделать. Нет, это как раз большее, что вы могли для меня сделать. Давайте праздновать. Да вообще-то не собиралась, но если вы настаиваете, то... Рафик, с днем рождения! Друзья, спасибо, я счастлив! Может, поделишься секретом счастья, а? Ты кто вообще такой? Серый кардинал нашего клуба? Животное убери. Виталий Менеевич. Я 45 лет, Виталий Менеевич. Представляешь себе? Вот именно сегодня. Нет, у меня, конечно, такая серьезная дата, как у Рафа. Ему сколько, кстати? 13? Виталий Менеевич, да мы все помнили про ваш день рождения, честно. Мы просто не поздравляли, потому что хотели устроить сюрприз. И мы сейчас с Марией и Марин. Не, вообще всем коллективом. Сняли вам видео. Мы там не говорим громких речей, никаких. Мы просто ответили на вопрос, кто для каждого из нас Виталий Менеевич? Включай уже. Красавчик. Он такой волшебный, светлый человек. Но он бывает разный, бывает... А это что за сборище? А бывает. Ладно. Он такой сладкий. Ну, если что, может и кастрировать. Что пожелать? Просто, чтобы он оставался с нами. Поздравляем! Поздравляем! Давайте праздновать. В свободное от работы время. Поздравляем! 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 Все, все, все. Я уже хотел другой коллектив себе подыскивать. С хорошей памятью. Ладно, черти. И реабилитировались. Папочка, я же специально притворялась, чтобы сюрпризы не испортить. Ну, а ты мне теперь денег дашь? О, успел. Виталий Миневич, это вам от всего нашего коллектива «Кинжал» в вашу коллекцию. О, в этот раз с гравировкой. Атаману Каледину. Да, вы же у нас атаман, Виталий Миневич. А это вам настоящий казачий кинжал. Вот. Коллектива бухгалтерии? Ну, видимо, атаману Каледину тоже каждый год кинжалы дарят. Ладно, черти, отдыхайте. Друзья, 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 я тоже хотел вам сказать огромное спасибо. Пускай это все не для меня готовилось, но это лучший день рождения и лучший подарок. Цезарь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Танцуем? Леш, ты чего? Асек, ты только не отказывай, хорошо. Я же понимаю, это для тебя важно. Для меня тоже вот важно. Я, вон, готовился, костюм свадебный надел. Ну? Хорошо. Ага. Сейчас, док, сначала включу, хорошо? Яс. Как ты так? Это все? Ну, да, пока. А остальное на свадьбе. На какой свадьбе? На нашей осёх. Так, ну, я же врать тяфу готов меняться, я меняюсь вроде как. Вы реально? Ну, блин. Размаловался что-то. Присядем, можно? А поможешь, я в детстве зимой к этим качелям языком приняв? Да, я ещё плакала и кричала, качель, отпустите мою Галёшку. Да. И Пслава, если ты тоже первый раз, помнишь? Я всё помню. Смотреть в окно, искать людей, искать. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Девушки отдыхают Вань, мне тоже спаржевень Давай Это как прививка, неприятно, но полезно Да я не за это Олег со своими соревнованиями вообще на меня времени не находит В итоге за неделю набрал полтора кило Да, без тренера сложно ухудеть Ну, хорошо, что меня Полина взяла Спасибо Давай за спорт За спорт Ась Наши персоналки отменяются, прости Дрянь, а Это я не тебе, это я Ну, хотя то, что ты сказала, тоже не очень Только без обид С тобой я бесплатно занимался, а тут люди тренировки купили Да я все понимаю, конечно А что, вообще нет времени? Вообще все забито Тут еще одна парочка хочет по семейной методике заниматься Кстати, они просили им найти Старный партнер и еще одну семью Ну, тебя же мужа пока нет Да, гадость Есть Чу А ты в курсе, что автомобили красного цвета считаются самым? Самыми безопасными А ты в курсе, что маршрутка желтого цвета уйдет через пять минут И мы опоздаем на работу? Володь, мне кажется, нам уже пора перестать думать о маршрутках Да, ты прав, пора вызывать такси Да забудьте про такси Теперь мы будем ездить на моей собственной тачке Ты купил машину? Могу себе позволить Все, что ты можешь себе позволить Это маму Которая купила тебе эту машину И еще раз с днем рождения с тобой Просто дала ей возможность сделать мне приятное Пристегнись Долетим быстрее ветра Раз Может, на маршрутку еще успеем? Значит, заниматься будем парами В конце каждой недели взвешивания Семья, которая больше сбросила, побеждает и получает торт Ага Шучу Может, нет, кто что-то напряжен? Да Мы просто не семья ведь Вы успокойся, это наш последний шанс заниматься с тренером Здрасьте Здравствуйте Здрасьте Здрасьте Знакомьтесь, это ваши соперники Семья Филипповы Татьяна и Игорь Здрасьте А это Крайон Крайон Ну я просто под своей фамилией осталась Да, я ей свою не даю Не служила В общем, Ася и Боря Вы давно женаты Хватит болтать Все Мужчины, вам выпала честь Первыми сжечь калории Пойдемте, принесем коврики и гантели Пойдемте Принесем Так сколько вы женаты? Уже два года Мы три Хотя проблемы тоже на второй год начались В смысле тоже? Ну, наверное, у всех одинаково Муж сначала любит, а потом стоит слегка располнять Куда все пропадает? У нас ничего не пропало Меня Борис по-прежнему любит Ну, мой тоже говорит, что любит Нет, у нас действительно все отлично Зачем вы тогда именно по этой методике решили заниматься? Как зачем? Мы хотим худеть Если хотят похудеть, просто фитнесом занимаются А эта методика была специально разработана для семей с проблемами Ну, их же к семейному психологу не затащишь А тут какие-то особые упражнения Особые? Ближе, ближе прижимаемся друг к другу Отлично, упражнение мы еще не начали, а ты уже вспотела И круговые движения бедрами Раз Два Ой, и я вспотела Три Ну, вот видишь, уже добрались, а ты переживал Мне сегодня лучше не опаздывать Боюсь, Виталий Миневич Слегка расстроен из-за вчерашнего А что было вчера? Молодь, я тебе объясняю Сейчас мода на эту гравити-йогу И мне надо, чтобы ты ее тут ввел Виталий Миневич, все будет хорошо Ну, наконец-то, спасибо А йога неизменно уже более трех тысяч лет Ой А все эти современные гравити сплошной обман А ложь портит карму Завидую я тебе Ты с помощью своей кармы можешь оправдать все, что угодно Это что за? А ты вообще с чего взял, что можешь здесь парковать? Потому что нашему клубу принадлежит два машиноместа Тачка есть только у Витамина, а чья это? Вопрос Ты тогда паркуйся, а я побегу Пока хозяин вот этой машины не обнаружил моего опоздания Давай, Борис Давай еще И закончили Ну, вы молодцы Прям отлично сегодня поработали Ну что, давайте 10 минут на дорожке в умеренном темпе Спасибо Умница Да, это было великолепно Хватит мне лапать Ты вообще-то первая начала Я это делала, пока они рядом были Я вообще хочу, чтобы Татьяна увидела, что у нас с тобой счастливая семья Мне так тренировка понравилась Татьяна Послушайте А не хотите сегодня в ресторан сходить вместе? Ну, парами Как говорится, узнать друг друга получше Я с удовольствием сейчас Игорю скажу Хорошо Ты зачем это делаешь? Ну, ты же хочешь ей доказать? Давай ей докажем, что мы счастливы не только в спортзале, но и в обычной жизни Я из-за этого велика с крышей получше не мог на парковке место найти У наших поспрашивают, никто не знает, чья она Извините Это зал йоги? Вообще-то это храм познания Обитель света и гармонии Ясно А где тогда зал йоги? А, уже познакомились? Да, меня практически ввели в храм света Прекрасно Это Яна Инструктор по гравити-йоге Известный, между прочим У него занимаются политики и телеведущие То есть своей псевдо-йогой вы обманываете тех, кто сам обманывает Ну что ж, это очень справедливо Яна теперь будет вести гравити-йогу у нас Пойдемте, я покажу вам тренерскую Виталий Минеевич, а можно вас на минутку? Одну секунду На парковке для наших сотрудников Стоит вот эта Не знаете, чье? Знаю, Яна Она теперь наш сотрудник Кстати, по штату, тренер по йоге у нас только один И до конца недели мне надо будет определиться Чье именно это будет место Угу Угу Оно будет Майи А на парковке Майи Это обезьяна Хватает меня за волосы и тащит прям к решетке А вторая вот что делает Вот такой вот селфи с обезьянкой Очень смешная история А что, вы раньше ее не слышали? Почему же слышала? Угу Ну просто мне нравится, когда Борис каждый раз ее рассказывает Борис? А вы всегда его так официально называете? Нет На людях только Угу А так я его зову Бурундучок Почему Бурундучок? Ну, в смысле, расскажи людям, почему он Бурундучок Угу Ну, потому что он Бурундучок Ну, такой же теплый, мягкий Да Мой лучик А почему лучик? Ну, у нас история есть одна Мы когда только познакомились Я смотрел, как она спит И солнце светило прям из окна И один из лучиков Забудился у него в волосах Да, Бори он такой у меня У меня это Солнце по утрам раздражает А он любует Да, а потом я просто понял, что со временем Она сама светится Такая яркая Теплая Дай мне варенье Спасибо, что предложил с Филипповым поужинать Узнать друг друга поближе Я тебя, правда, узнала Мне раньше казалось, что ты какой-то робкий, такой застенчивый А я с тобой только застенчивый Ну, все, пока Слю Косек Привет А я, это, тебе звоню весь вечер А ты трубку не берешь Где была? Я уж, я была занята У меня своя жизнь жива, в конце концов Да, я понимаю, да Просто мы Позавчера так Посидели хорошо Мне показалось, что мы Снова вместе Ну, как раньше Леш, ты прав Тебе показалось А позавчера это Ну, не считается Воспоминания нахлынули просто И все Прости Вот видишь Сегодня первыми саняли И что, я теперь каждый день буду на 40 минут раньше приезжать? Нет, это только до конца недели Потом, если верить словам в витаминах Здесь не будет либо это Яна с ее тачкой Либо тебя Раф, у меня в каждой группе по 15 человек Неужели ты думаешь, что витамина уволит их любимого тренера? Даже не знаю Слушай, а может быть ты просто извинишься? Ну, скажешь, мол, все, осознал и готов ввести эту Гравити Витамин нормальный мужик, он А чья это там красная машина на нашей парковке стоит? А, такая новая, клевая Да, моя Убирай, мне свою ставить некуда Ну, там же второе место свободно Там уже, это, божья коробка стоит Ну, так пусть ее хозяйка и убирает Я первый приехал А я первым тебя нашел Зачем мне искать хозяйку той машины, если я нашел хозяина этой Виталик, подойди сюда Геннадий Павлович, быстро! Блин Похоже, он уже решил, что место будет ее Значит, твоя судьба решена Судьба, это путь неведомый никому Но каждый выбирает вас Вот если бы он занимался у меня Витамин бы меня никогда не уволил А, это не получится Я в два раза пытался на зубы задощить Дохлый номер А, ты еще не знаешь На что способен йога, доведенный до отчаяния Доброе утро Почти не опоздала Доброе А Борис уже давно здесь Вы что, не вместе приехали? Ну, обычно мы вместе Но сегодня просто так получилось Вот, это вам Я подумала, раз у нас команда То у каждой форма должна быть Спасибо Это ваше Ну, Майя, это с ответственным Борисом Ой, какая прелесть Он с удовольствием это наденет По-моему, я отказался такие надевать Сказал, что это чушь Я... Я думала, что через год после свадьбы У всех семей, как у нас Похладание Теперь я вижу, что Через два можно чувствовать себя Счастливой, любящей, любимой Может быть, наш брак Это ошибка Да глупости, вы чего Да вам легко говорить Вы с Борисом каждый день Как первый проживаете Но я же вижу Когда до вас дотрагивается У него аж дыхание замирает Такая страсть Смотрит он, как на вас А у нас Татьяна, я должна вам признаться У нас с Борисом тоже не идеальная семья Мы часто ссоримся Ой, ну вот не надо, пожалуйста Да правда Ну, вот как вы думаете Почему мы сегодня приехали не вместе? Поссорились Ужасно Знаете что? Я тоже пока не буду это надевать Ян, спасибо большое Мне очень понравилось Вообще, эго-гравити Это возможность возвыситься Во всех смыслах этого слова Извините Ко мне интеллектов только что приходил Он свою машину припарковать не может Да, к сожалению Я ему в этом помочь не смогу Извините Ну так вот Вам нужно Как минимум Два занятия Спасибо, ребят Выручили Да без проблем Нам все равно какое железо тягать Что? Он прям так вам и сказал? Да Он бы так никогда не сделал Ну вот, а вы говорите Идеальная семья Ась, ну что, позанимаемся? Нет, не позанимаемся Ась, что случилось? Борь, мы перестарались с тобой в семейной деле Они, глядя, на нас хотят развестись Поэтому нам надо с тобой придумать Что мы с тобой поругались Ась, ну это уже смешно Но я так не хочу А я не хочу, Боря Знать, чего ты не хочешь И вообще Перестань казаться Лучше, чем ты есть на самом деле Понял? Понял Хорошо, хорошо Я от собой тогда тоже буду Ась, предельно откровеннее Давай Ты очень заботливый и добрый человек Со всеми Со всеми, кроме меня Меня ты с первого дня нашего знакомства Просто используешь Боря, пожалуйста, купи абонемент Чтоб меня устроили на работу Без проблем Боря, будь моим другом Окей Боря, будь моим мужем Да пожалуйста Знаешь, надоело Мы хотя бы на людях не ссоримся, да? Угу Здравствуйте Я заметил, вы очень целеустремленный человек Ходите сюда почти каждый день И занимайтесь с особой интенсивностью Ну так я же в этой сфере понимаю Движение жизни Позвольте вас спросить А сколько вы сбросили за время занятий? Семь кило набрал И если бы не занятия, набрал бы еще больше Просто ваше тело еще не готово худеть Вам для начала нужно обрести душевное равновесие Ого Я чувствую, что с моим телом что-то не так А то он пошел, как волатул В общем, я готов помочь вам обрести внутреннюю гармонию С помощью йоги Йоги? Нет Это не серьезно Ну что, йога это очень серьезно Ее практиковали великие философы, ученые Да что там говорить Все высшее политическое руководство России Ее практикует Что, прям высшее? До самой макушечки Вам в таком положении медитировать удобно? Вполне Тогда закройте глаза Я не усну Что вы Древние индийские йоги считали, что правильный сон Это наивысшая степень гармонии души и тела Спишь и худеешь Прекрасно Геннадий Аполлоныч, мне уже удалось тут увидеть А Геннадий Аполлоныч теперь занимается йогой У меня А я же вам месяц назад предлагал йогой заниматься А вы сказали, что это бабская фигня Был не прав Политический близорук Оказывается, йогой занимается все руководство Вплоть до самой макушечки Да, йога это прекрасно Только в ней обманывать нельзя Да, Владенька, карму себе можно подпортить А там наверху люди прогрессивные И занимаются не просто йогой, а гравити Что это? А это та же йога, только в гамаке Лежа в гамаке, это, наверное, удобнее А у нас как раз есть специалист по этой йоге Пойдемте познакомим Подождите Зачем куда-то уходить? Ну, как раз Я сам Буду преподавать гравити-йогу Володенька, а как же йога, которая три тысячи лет? Вы не поверите, она до сих пор жива И, видимо, как все живое Тоже тянется к новому Я рад, Владив, что мы нашли с тобой общий язык А в будущем нам это очень пригодится То есть увольнять меня вы не планируете? Я не собирался этого делать Я взял временно Ну, для того, чтобы поручить Одного несговорчивого сотрудника Виталий Медеевич Ложь портит карму Я в карму не верю А вот и зря Девай, я получше Уже уезжаете? Да Позвольте, я вас провожу Мне просто интересно увидеть, как вы это сделаете Как обычно, на маршрутке А разве не ваша машина на нашей парковке стоит? Нет А чья? Раф Раф, там Геннадий Аполлович упал Я его в трампунку повезу А ты поедешь вслед за нами на его машине Она на нашей парковке стоит Вот эта божья коровка, которую тебе в телефоне показывают Это его? Да дочки его В служебной ремонте он на этой ездит А почему вы мне вчера сказали, что эта машина новенькая Егиня? Чтоб ты отстал Кучу вопросов, вечер, дурацких задаешь Все, поезжай, не поцарапай Жеванный крот, а Спасибо, ребят Снова выручили Тебе спасибо Мы сегодня на ней по две штуки заработали Ну да Как он вообще на женской тачке гоняет? Да танцор Ася Вот Твой любимый Спаржевый Ну ты знаешь, как сразить женщину на повал Ася, извини меня, пожалуйста Ты просил мне изобразить ссору А я, мне кажется, перегнул палку Да и ты мне прости Ты прав был Семью изображать не так туешь Просто Да А быть ей, наверное, еще сложнее Ну зато видишь, как мы с тобой хорошо потренировались Себе сбросили И жизненного опыта набрались Да Интересно, а какой бы мы были бы Семьей Ну, если бы по-настоящему Наверное, как с этим Пока не попробуешь, не поймешь А давай так Давай, если к сорока годам никого не найдем Поженимся Отличный план Ну что, бахни Давай Это гадость Это ужасно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я вижу мытищи Светлым и спортивным городом И хочу, чтобы ваш клуб Мне помог этот город Сделать еще спортивнее Согласны? Абсолютно Тогда До завтра До свидания Что за лекция с набитым ртом? Ну, может, он просто не любит обедать в одиночестве Кажется, нас хотят припахать на спортивный праздник Так, повторение для особо одаренных Завтра день города Клуб будет закрыт Мы отвечаем за спортивную часть мероприятия Природа, ЗОЖ, чистый воздух Что еще надо? Вот сценарий Будешь ответственным? Вопросы есть? Нет Вопросов нет Свободны Виталий Иванович Я не могу на улице заниматься Я спину застудил Еле хожу Ну, тогда по тебе отбой А что, так можно было? А ты не волнуйся Он без работы не останется Пока мы будем в парке Он здесь порядок наведет В смысле порядок? Клуб будет закрыт Вызовешь клининг И последишь за ним Чего за ним следить? Не маленький? Раф, ну просто отдыхать я тебе не дам Ну, не нравится клининг Пойдешь на инвентаризацию на складе Да все мне нравится Чистота друг молодежи Конечно Ты языка снял Виталий Иванович, можно вопрос? Нельзя Инвентарь берите похуже Да что с ним будет? Он железный же Я тебя умоляю Наши люди на халяву И алмазные ухайдокают Ну, хорошо же в зеркало хлебоваться А, сейчас сам себя изнасилуешь Так сегодня соревнование На котором вы меня подрядили Вот Помню, что ты не просто мясо демонстрируешь А честь клуба защищаешь После такого на пусте грех не победить А что хмурый такой? Ну, что-то я не рассчитывал Что целый день здесь один гнить буду Ну, а дома ты че б делал? Я бы полежал бы, поел Сходил, погулял Он бы залип Раф, ничего не делать можно и здесь Одному скучно Ну, позови маму Маму? Да кого хочешь вообще Считай, что ты на весь день витамин А, здорово! Каким ветром? Только не говори, что выступать Не-не, я подзавязал А то ты все успокоиться не можешь А я сейчас мастер-классы провожу Кластика, произвольные программы Кстати, пока есть время Хочешь, тебе произволочку поставлю Со скидкой Ты че смеешься? Я тебя три раза выиграл Ну, смотри Я в жюри Так, камон, гайз Готовимся к репетиции Константин, пойдемте со мной Все нормально Да, отличная форма Виталий Минич, а вы уже клининг заказали? Помнил же, что что-то забыл Давайте я с клинингом вопрос порешаю У вас без того забот хватает Посеешь заботу, пожнешь инициативу Молодец Так, вот Компания, с которой мы работаем И Деньги Спасибо А что ты так радуешься? Оказанному доверию Субтитры подогнал «Симон» Напоминаю, нашему городу исполнилось 558 лет И давайте все вместе столько же раз поднимем Кирилл И пишем этот день в историю Смелее всего 104 раза осталось Всего-то Ладно, давай Думайте Раз Два Три Три Пять Шесть Семь Все, дальше давайте без меня Надо бедиться порядком Кто еще желающий? О, молодой человек, не стесняйтесь, проходите Я, да нет, я... Ну, давайте поддержим парня Тяжело Раз Два Три Четыре Пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Прекрасный результат. Рекорды осталось восемьдесят девять раз. Хрюш, ну давай не подведи. Или на шашлык пойдешь. Раз, два, три, четыре. Восемьдесят восемь. Восемьдесят девять. Молодец какой он. Новый мировой рекорд мы здесь установлен. Аплодисменты. Проходите. Вечеринка там. Здравствуйте. Нет. Я без подруги не пойду. Здрасте. Ну вам же двадцать восемь. Зато мы со своим. Да, ты прав. Форма не очень. Но на хорошей произволке можешь выстрелить. Да я пушка. Поможешь? Да, конечно. Двадцать тысяч. Сколько? Ну что, призовый фонд двести. Мои услуги двадцать. Выгодная сделка. Правильное вложение. Ну, все, давай. До вечера. А произволку поставить? Да ты сам все умеешь. Я тебя вышибал за произволочку влеплю. Расставь. А ты Константина Михайловича не видел? Гарбузова? Да. Он в зал пошел. А зачем он тебе? А он мне произволку ставит. Круто, да? Угу. Ты бы так смог? Конечно. Мне только мотивация нужна. Какая? Ну, помнишь наш уговор? Если до сорока лет мы никого не найдем, то тогда поженимся. Вот если возрастной порог снизить до тридцати, то классно. Я до ста лет собираюсь прожить. Получается, тебе и так больше часть жизни отдам. Полина, Полина, а ты гири не брала? Ага, вместо тережек их надела. Боря, у нас гири украли. Я понял. Леш, у нас гири украли. Угу. Леш, у нас гири украли. Это мы тищи, детка. Здесь даже автобусные остановки воруют. Так ты, полицейский, за порядком следить должен. Теперь иди ищи. Их по-любому несколько было. В смысле злоумышленников. Почему? Ну, представляешь, какой конь должен быть, чтобы столько гирь перетащить. Или кабан. Восемь с девять. Восемь с девять. Погоди, закрывай. Я, кажется, телефон забыл. Позвонили бы мне. Я бы вам вынес. А, ну да. А где тут переодеваться? Наверху, где бассейн. В смысле переодеваться? Ну, это же клининг. Им нужно в рабочий переодеться. Ну что, в лес свалил твой кабан? Вон он. Хана свинья. Хана свинья. Лежать! Рылом в землю! Не дёргайся, падла мохнатая! Отпустите меня! Что вы делаете? Вы с ума сошли! Ты гирю понимала? Какую гирю? Да она бы её даже от зимы не оторвала бы. Сколько ещё таких свиней на праздники? Не понимаю, что вы от меня хотите. Я десять минут назад этот костюм надела. Работаю, вот. Скажите, а кто до вас в этом костюме ходил? Не знаю. Мне в палатке администрации его выдали. Извини, Малёха, ошиблись. Короче, пойду узнаю, кто до неё свиньёй был. Вообще с гирьми далеко не уйдёшь. Зато уедешь. На парковку пошли? Девочки, накиньте пока что-нибудь на купальник и поизображайте уборщиц. Начальство неожиданно пришло. Чё за фигня вообще? Парней вообще нет. Развод какой-то. Всё ясно, короче. Я ухожу. Ну и валите! Потом жалеть будете, какую вписку слили. Остались те, кто хочет по-настоящему оторваться? Тогда прячьте быстро стол и за уборку. Раф, я ушёл. Весь закрой. Очень странные какие-то. Всегда другие приезжали. Так текучка кадров. Сами знаете. Чё на купальнике убирать? Так старалась пятно с бортика стереть, чтобы в бассейн упало. Вы всё забрали или вас ещё ждать? На завтра. Здорово придумал. Со всех бабки встречи победу пообещать. Знаешь чё? Каждый зарабатывает, как умеет. Я тебе обещал высший балл, ты его получишь. Слышь ты, хитромудрый, решил по-лёгкому денег заработать? А ты не по-лёгкому. Ты форму свою видел? Деньги верни. Деньги верни. Удачи. Больше тебе рассчитывать не на что. Ну что, не тяжело? Всё, уважаемый кабан, я полицию вызываю. Вызывайте. Только не удивляйтесь потом, что у нас в стране со спортом такая задница. Довели страну до ручки. Тренер по тяжёлой атлетике вынужден воровать, чтобы мои дети занимались гантелями, а не с бутылками с песком. Да, Надь, забирайте и арестовывайте. Люди в стране стадионами воруют. И хоть бы хны. А я для детей взял. Потому что я устал просить. Но воровать нехорошо. Да давайте, давайте. Давайте, ребятушки, арестовывайте. Секцию закроют, и мои бесят от нечего делать. Пойдут воровать на улице. Дети, говорите. Подождите. Слушайте, вы такая, ну, просто у вас сердце больше, чем эта гиря. Ну, в стране нужны чемпионы. Да. Вас как зовут? Ну, мы зал вашим именем назовём. Да что вы, не стоит. Ну. Ася. Королёва Ася. Спасибо вам большое, Королёва Ася. Я это не забуду. Счастливо. Счастливо. Три-четыре, закончили упражнение. Самую отвязную вписку объявляю открытой. Счастливо. 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 А сейчас встречайте последний конкурсант. Олег Фомин. Олег! 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 Чемпион. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Олег Лучить! А-а-а! Зайки мои! Мы сейчас с вами поедем на батутах прыгать. Слушайте, это великая вещь. Рафик, братишка, когда с нами? Конечно. Он не может, он спину застудил. А-а-а, выздоравливай. Рафик, братишка, как ты мне нравишься. Если кто, что, чего, звони, все порешаем. Виталя! Я здесь, Геннадий Павлович. А? Ты лучший. Не стоим. Пошли. Пойдем. Пойдем. Пойдем все. Вот только потому, что я лучший. Обнуляем сегодняшний день до момента, когда я ухожу. А ты собираешься звонить в нормальный клининг. Конечно. Спасибо. Итак, в конверте имя чемпиона турнира... Волонишься, как переступить себя. Нет, я тогда так не волновалась. Я представляю, как сейчас волнуются эти железные люди. Секунда, и мы узнаем имя чемпиона. Еще полсекунды, и я убью его, и сама прочитаю имя. Итак, чемпионом турнира Сети Суперфит. Становится Кабан-стриптизер Олег Ванильев! Поздравляю, чемпиона! Кабан-ты за пэт! Ирма, ирма. Ирма! Иди сюда! Давай, давай, иди сюда! Олежек, ты лучший! Это ты лучший! Если б не ты, я бы не победил! Сфоткайте меня с моей музыкой! Давайте! Найф! Найф! У! У! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Раздержание просто Прости у нее, пожалуйста Да забей Она мне все как на собаке, завтра выпустит Здорово А я тебе варенька сделала Ты какие больше любишь? С капустой или с картошкой? Те и те Ну вот я как чувствовала, и те и те сделала Так, сметана И чай с лимоном Я без сахара сделала Что надо было с сахаром? Ты чего опять с кем-то поспорила? Пась, давай встречаться Как? Как взрослая Дай-дай Дай-дай Ну что, поздравляю. Наладила свою личную жизнь. Да, честно говоря, я ничего не ответила. А что ты, решила цену понабивать? Да нет. Он просто, я не знаю, мы с ним разные. Ну, знаешь, противоположности притягиваются. Рано или поздно. Может, вообще просто потому что я рядом оказалась, когда ему плохо. Он в больнице, а я тут с вареником, и все. А вот это идея. Нет, я не про вареники. Я про то, чтобы оказаться рядом, когда плохо. Да, вашему-то хорошо. Вон как жмет. Придется его убедить, что ему плохо. Привет. Не слышал, как ты пришел. А что происходит? Ничего. Я съезжаю. А что случилось? Ты обиделся, что ли? Я реально не могла приехать. Да нет, какие обидки? Чужой человек отказался помочь чужому человеку. Я звезда, на всех остальных класть. Ты в своем репертуаре. Я там твои футболки постирала. Трусы Ивана не забудь. Не волнуйся, на память не оставлю. Это, кстати, мое полотенце. Ась, я тут подумал, а зачем ждать тридцати? Давай, если никого не найдем до Нового года, то тогда объединимся. Боря, ты напиши письмо Деду Морозу. А в Новый год проверим, сбудется или нет. Точно. Я тогда еще Санта-Клауса напишу. Давай. Я смотрю, у тебя личная жизнь кипит? Ага. Выкипает. Добрый день. Здрасте. Скажите, где я могу найти Рафаэля Бучкова? Кого? Снежан, ну, мне сейчас не очень удобно говорить. Ну, как? Стою в позе, собака мордой вниз. Тело напряжено до предела. Меня военкомат ищет. Если что, ты меня не видел. И вообще не знаешь. Снежан, мне сейчас не очень удобно. Давай перенесем Нирвану попозже. Пока. Рафаэль Бучков? Нет. Точно? Владимир Зайко, инструктор по йоге. А мне сказали, что он здесь. Человеку свойственно ошибаться. Его здесь нет. А там? Попробую предположить, что там тоже. Уверена. Вы в курсе, что пособничество в укрывательстве от армии уголовного наказуемого? Нет. Ну, теперь да. Я уже не до конца уверен в своих предположениях. Спасибо. Выручил. Раф, я старался помочь. Потом он заговорил про какую-то уголовную ответственность. И я, видимо, перестал стараться. Вот. Ну, и зачем мне это ваше биошмиометрия? Биомпидансометрия определяет биологический возраст человека. А самое важное, помогает выявить различные заболевания. А я тут при чем? При том, что я тут за вами наблюдала. Честно скажу, вы мне не нравитесь. С медицинской точки зрения. Вот. Смотрите. Вам всего 45? А аппарат показывает, что у вас состояние организма, как у 60-летнего старика. На пенсии скоро. На пенсии еще дожить надо. Питаетесь кое-как. На работе постоянный стресс. Сердце покалывает. Бывает. Голова болит. Давление скачет. То, что давление скачет, это я сама знаю. Ой, Тайминевич. По краю ходите. Так думаете? Если только я. Аппарат! А что делать теперь? С собой заниматься. И самое главное, под наблюдением опытного специалиста. Людмила, у меня вопрос. Я носки свои туда положу. О! Уже память. Подводит. А знаете, что ты, Тайминевич? А я сама в этом займусь. И 10. И еще пять раз. Блин, это жестоко. Жестоко. Это джинсы скини 56-го размера. Поехали. Ниже. Тут Олег у всех про жилье спрашивает. Неужели съехал? Еще, еще. Прикинь, не прошло и пара лет. Поздравляю. Зови отмечать. А ты Олег ушел? Ушла от него я. Он просто переезжает. Полин, наверное, будет лучше, если ты это от меня узнаешь. Вообщем, Олег предложил мне встречаться. Это же не будет проблемой для наших тренировок. Ну, если бы не будет встречаться в пиццерии, то у меня вообще все равно. Нет. Ну, все. Давай, не остываем. Продолжаем. Давай, еще 15. Лопатки. Раз. Два. Явится в военкомат для проведения призывных мероприятий. Ну, поздравляю. Орел. Виталий Минеевич, ну, неужели у вас никаких знакомых в военкомате нет? Почему нет? Есть. Главный врач медкомиссии. Вера Андреевна. Одинокая, со всеми вытекающими. Вот если бы Володя к ней загремел, то точно бы откосил. А тебе, Рафик, проще долг родине отдать. Виталий Минеевич, попляшешь годик в сапогах, станешь мужиком. Кругом, шагом марш. Кыш, кыш. Все, кыш отсюда. Ты что стоишь? Кыш за ним. Мам, у меня голова взрывается. Аспиринчик? Боря уже два месяца за мной ходит. Олег еще поцеловал и встречаться предложил. Я совершенно запуталась. Так? Давай разбираться. Ой, мам. Давай, давай. Что тебе нравится в Олеге? Ну, он... Волевой. Так. Мужественный. Так. Красивый. Ну и сексуальный. Так, а что нравится в Борисе? Борькомный. Он всегда меня поддерживает. Надежный. Добрый. Трогательный такой. Ну вот. У Бориса конфет больше. Ну, Олег тоже добрый. Я открою. Здрасьте, Катя. А ты дома? Здрасьте. Дома. Заходи. Привет. Все, можешь кредит закрыть. Спасибо. Я как-нибудь сама справилась бы. Да ладно, не гони. Это же мой косяк, что свадьба сорвалась. Да, еще я это. Сейчас он при мамке твоей, последний раз тебя спрошу и все. Я тебе нужен или нет? Просто надоели эти качели. Если да, то буду рядом и люблю все такое. Если нет, ну, уйду у нее, буду мазалить глаза. Лешенька, давай с нами чай с конфетами. Да нет, тетя Катя, спасибо. Пусть он, Аська, сначала подумает, там решит. Звони, если что. Зря ты Леху списала. И изменился. И кредит выплатил. И жениться готов. И добрый опять-таки. Меня любит. Мам, у меня уже голова раскалывается от этих выборов. Так. Лучшее средство донной боли – это настоечка на черной смородине. Выпьем и выберем. Спасибо. Кофе – это первое, что мы скучаем из рациона. Начинаем бороться за ваше здоровье. Вот, диету расписала и физические нагрузки посчитала. Ой, Людмила, я благодарю вас, конечно, за заботу, но, как говорится, я устал, я ухожу. Куда? Зачем? Да, ну, пугали у меня своим этим пиндансом. Задумался. Ради чего убиваюсь? Поеду к сестре в Крым, куплю домик. Охота, рыбалка. Такого стресса. Так что вы тут без меня, а я попробую до пенсии не тянуть. Ась, вставай. Вставай, говорю. Ась. Он твоя черная смородина никогда-нибудь убьет. Там Лешка пришел. Он серьезный такой, волнуется. Я пойду голову помою. Не буду вам мешать. Ася. О, привет, Исек. Слушай, это я что-то реально не догоню. Я тебе какие доказательства еще нужны? Не, ну, если ты об этом написал, значит, это для тебя важно. Леша, мы вчера с мамой наливку ее дегустировали. Я слегка торможу. Что я написала-то? Ну, а тебе и смс-ка ночью пришла, вот. Любишь, докажи. Что, хочешь, чтобы я тебе еще раз предложение сделал? Да не вопрос, давай. Только кольцо где-то у тебя. Я сейчас. Ага. Привет. Пройду. После твоей смс-ки полночью думал. Ну, чем же тебе доказать? Так вот, давай жить вместе. Я серьезно. Мне завтра квартиру показывают. А пока вот перекантуемся у тебя. Эй, ты с кем тут перекантоваться собрался? Что, если в гостиницу нашел? Борис с преступностью здесь? Здесь. Сумку положи. Подъездить аж ждет. Да вы чего? Олег, осторожней у тебя по спинам. Починим ему спину. Ну, приходите вы! Я сейчас достал. Морозу, я к сквозку разговариваю. Эй, это что такое, а? Палец. Кто у тебя палец сломает? А у меня? Ну, у тебя, похоже, тоже. Давайте быстро в трампунг. Так я с вами поеду. Чтобы еще что-нибудь не сломали по дороге. За мной! Да, блин. Привет, Ась. Ты мне ночью смс-ку прислал. У тебя все в порядке? Нет, Боря, мне ничего не надо. Вы не в порядке. На выход оба! Пойдите. Здравствуйте. Я Рафаэй Бочков. Призывник. Надо же. Какой невинной красотой дышит ваша Алла. А этот энергетический космос в глазах? Скажите, а вы вообще с этой планеты? Ну, Рафаэль, ай, действительно, Бочков. Ну так, как там насчет моей просьбы? Я сейчас попрошу принести ваши документы и посмотрим, что можно сделать. Вы подождите пока в коридоре. Рафаэль Бочков. Пойдя. Пойдя. КАШЛЁНОВ 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 Поедется. Виталий Миньич, вам не надо ни увольняться, ни в Крым ехать. Вы здоровы. А как же ваш имбеденц меня в пенсионера записал? Это не он. Это я. Я вас обманула. За чем? Ну, я хотела, чтобы вы больше обратили внимание на милициональное оборудование. У меня, например, фонандоскоп старый. Вы с ума сошли? Я звоню начальству, говорю, что увольняюсь. Заявление подписываю. Она какую-то хрень придумала. Хрень. Так вы остаетесь. Я остаюсь, а вы нет. Нет, Людмила, я долго терпел. Опоздание ваше, это сводничество. Но манипуляции я терпеть не буду. Пишите заявление. Людмила. Да? Оленя оставьте! Он из-за ваших опёрчить в Крым не уехал. Держите. Я её с детства знаю. Два. Мы почти поженились. Три. Её мамка меня любит. Четыре. И у нас вообще всё супер будет. Понял? Да, а вот это видел? Да она хочет новую жизнь. И новое тело, которое мы с ней сделаем. Да она у меня моделью будет. Да если она не хочет быть моделью. Хочет. А моё мнение, кого-нибудь интересует вообще? Насчёт того, чего я хочу. Ну ты... Лёш, извини, у нас с тобой действительно всё в прошлом. Подожди, а наш... Поцелуй? Ну считай, что он был на прощании. Свободен. А мы с Аськой идём в новую спортивную жизнь. Вместе. Нет, Олежек, не идём. Я не кубок, и мне на полку не поставить. Я хочу, чтобы меня любили. А для тебя это больше на соревнования похоже. Чего, я тебе не подхожу? Это я тебе не подхожу. Ну всё, решила я ваш вопрос. Даже не знаю, как вас благодарить. А мне кажется, знаете. Как Годин? Рафаэль, ну совсем освободить от службы я вас не могу. Но я договорилась, вы будете служить при военкомате, рядом с домом, рядом со мной. А ведь могли бы и на Камчатке. Зато служить будешь рядом с домом. А ведь мог бы и на Камчатке. Я считал тебя своим другом. А ты... Собирай свои вещи и съезжай из моей квартиры. Раф, так я же не виноват, что она не смогла. А я не виноват, что не хочу тебя видеть. Съезжай. Куда? На Камчатку. Вот мое взявление. Прекрасно. Прошу уволить меня по собственному желанию, потому что мой начальник слепой. Чего вы ерунду-то городите? У меня зрение единица. Ну что же тогда с вашей единицей не смогли за столько лет увидеть женщину, которая вас любит? Которая... всегда рядом и... готова для вас на все. Людмила, постойте, а то все, присядьте. Вы хотите сказать, что у вас ко мне чувства? Вы не только слепой, вы еще и тупой. Вы скрывали, а я тупой. Раньше нельзя было сказать, да? Ну, нормальный мужчина сам мог увидеть давно, просто мне нормально не попадались. А достались вы бесчувственно, эгоистичные, самодовольные. Мам, ты что, замок поменяла? Да, конечно. Нет, как-то там своими пацанами возилась. Мужик он взял и поменял замок. Какой мужик? Который умный, надежный, трогательный. Вот. Еще рукастый оказался. Я не знала, что ты замки умеешь чинить. Я не умею. Я погуглил. Борь, я подумала насчет твоего предложения, ну, чтобы встречаться после Нового года. Но оно мне не нравится. Ну, что? Жалко? Я не хочу ждать Нового года. Новый год. Хорошо, что она твоего пуха убрала. И вот я уработаю, с тобой сложнее было. Что с пальцем? Не сука врелся. Банан будешь? Давай-ка возвращайся домой, а то без меня, я чувствую, все себе переломаешь. Граф, ты чего? Виталий Миневич у себя, я просто хотел предупредить, что в армию ухожу. Давай позже, Виталий Миневич сейчас медосмотр плановый. Марин, скажи, у тебя из знакомых никто квартиру не сдаёт? Нет, но ты можешь у меня пожить, мама не будет против. Боюсь, папа будет против. Но она может все равно лететь. Она может все равно лететь, 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 и оставить здесь на земле. Ты должен лететь, 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 что-то потерпевать. Ну, вообще-то 89. Она может быть, кто-то не будет. Она ждет, лететь, 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 лететь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok